Гораздо больше книг в телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Которые спешно выгружали из доброго десятка моторных лодок свернутые транспаранты и прочее барахло. Высадившиеся на берегу советского полуострова Утиный, люди были членами организации «Гринпис», которые на сей раз оставили в покое японские китобоев и решили озаботиться радиационной безопасностью северо-восточной Европы. Флагманский корабль флотилии «Экологов», носящий яркое имя «Арктик», «Сайнрайз», пришел еще вчера утром из норвежских территориальных вод и встал на якорь неподалеку от каменистого берега. Поначалу гринписовцы хотели нахрапом высадиться в белушьей губе, но перед входом в бухту их жестко блокировал пограничный корабль. Поэтому судно «Экологов» пришлось отойти к острову Ярцева. А через некоторое время на имя начальника военного гарнизона была принята телефонограмма из Москвы, как потом выяснилось, родившаяся в недрах комитета Верховного Совета СССР по экологии, призывающая выдворить иностранцев из советских территориальных водок. Но выдворить не применяя силы, действуя лишь убеждением и увещеваниями. Чуть позже гарнизонное начальство получило еще сдюжину сообщений из столицы. В ночные часы полярного дня корабль пасли, но саму высадку экологов погранцы все же проморгали. Сказались невнятные и противоречивые приказы разнокалиберного начальства. Бывалые же борцы за чистоту природы, а заодно и кое-чьи интересы, спустив моторки с арктического восхода, успешно высадились на советской земле. В составе экспедиции, заявленной советской стороне несколько дней назад, были экологи из США, Канады, Норвегии, Дании, Южной Кореи, Швеции и других стран. Гринпис заранее направил запрос на право посещения и высадки на новой земле в Министерство обороны СССР, но ответа не получил. Несмотря на это ведомо не только экологическими, но и политическими, а также разведывательными целями, гринписовцы намеревались даже в случае отказа высадиться на новой земле и провести митинг, чтобы привлечь внимание всего мира к проблеме загрязнения окружающей среды, радиоактивными отходами и последствиями ядерных испытаний. А часть митингующих, далеких от экологических проблем, хотела внимательно прощупать реакцию пограничников советской страны, находящейся на последнем издыхании. Окраины лихорадящего красного гиганта уже продолжительное время заявляли о себе. Кто-то устанавливал таможенные посты, проводил митинги и референдумы о своей независимости. Кто-то в отсутствии крепкой руки снова увлеченно занялся межконфессиональной и межплеменной резиней, а кто-то просто был недоволен полупустыми полками, нелепыми запретами и ограничениями, перебоями с товарами народного потребления. Основная масса людей находилась в состоянии напряженного выжидания, до конца не понимая, что же происходит на свете и куда катится их страна. Ведь еще недавно она оказалась огромным материком стабильности в мире, взбудораженным биржевым крахом в США, последующей за ним девальвацией американской валюты и вскоре пошатнувшихся цен на нефть. Людям казалось, что эти проблемы далеки от Союза и их повседневной жизни. К полудню из поселка Белушья Губа прибыл катер с военными моряками, и экологам было предложено немедленно покинуть берег и взойти на свой корабль. В течение дня посудина Гринписа должна быть отконвоирована в Полярный. На это зеленые ответили в своем духе, взяли и устроили костер из моторок и, явно провоцируя моряков на применение оружия, стали обступать их, ругаясь Юлю Люкая. Флотский офицер, связавшись с начальством, приказал морякам грузиться на катер. Отплытие военных гринписовцы приняли за свою победу и устроили настоящий праздник жизни, откупорив заранее заготовленные бутылки с шампанским. Американцы с радостью доложили по радиосвязи последнюю новость на свою базу в Норвегии. И теперь зеленые устанавливали огромные транспаранты с призывами «Соблюдать и прекратить» в разных вариациях. Демонстративно брали пробы вод, грунта и, постоянно снимая друг дружку на камеры, давали сами себе интервью. Гаримасничали и показывали непотребные жесты облетавшему их в лагерь вертолету, вызванному с базы Белушьей Губе. По-видимому, они отрабатывали по полной чей-то заказ. Кстати, как потом выяснилось, гринписовцы уже тогда имели на руках совершенно секретные лосманские карты фарватеров и множество другой закрытой информации. В этом им помогли все те же депутаты Верховного Совета. Дважды облетев лагерь экологов, Ми-8 совершил посадку на берегу полуострова. Прибывший из Белушки майор объявил группе нарушителей ультиматум. Или они грузятся на пограничные катера и их отвозят на корабль. Или они будут выдворены силой, и в дальнейшем их ждет судебное разбирательство за нарушение советского законодательства. В ответ, разгоряченные алкоголем и подначиваемые советами кадровых разведчиков из своей группы, экологи затели свару у вертолета, освистав майора. Моряки, прибывшие с офицером, пытались мягко оттеснить буянившую публику от винтокрылой машины, но безуспешно. Несколько стоящих подаль экологов довольно улыбались, наслаждаясь зрелищем. В конце концов, наступила развязка конфликта. Кто-то из толпы кинул в сторону военную бутылку из-под шампанского, и тяжелое стекло тачнехонько врезалось в голову майора. Офицер, потеряв сознание, грузно сел на каменистую землю, придерживая имя одним из подчиненных. По его лицу потекли несколько струек корови. Моряки, синхронно щелкнув затворами, открыли огонь в воздух. Толпа не надолго отхлынула, продолжая выкрикивать оскорбления в адрес военных. Советским воинам даже пришлось пустить в ход приклады, чтобы иритироваться самим и втащить раненого в вертолет. Василиса прекрасно, как ласково называет свою машину-вертолетчики, вскоре взмыла в воздух. А пару часов спустя экипажи, подошедших к полуострову пограничных катеров, наблюдали сюрреалистическую картину. В лагере экологов происходило что-то непонятное. Внезапно вырос высокий, насколько хватало глаз, столб света, простреливший даже облака. После чего неожиданно всех поразила ослепительно белая вспышка, заставившая даже моряков в заливе зажмуриться и отвернуться, прикрыв ладонями глаза. Да! Послышался громкий треск, схожий со звуком ломающихся деревьев. Ярко-белое свечение продолжалось в течение нескольких минут, и затем, как внезапно появившись, внезапно и исчезло. Радировав на базу, катерники получили задание подойти к берегу и узнать, что произошло в лагере экологов. Сходить на берег им запретили. Визуально, обследовав берег, моряки передали в Белушку информацию о состоянии дел. В районе взрыва была повышена температура воздуха. К тому же он был пропитан запахом серы, над головами раздавались щелчки. По берегу слепо бродили, спотыкаясь обожженные люди, одежда которых еще дымилась. Многие сидели или лежали на земле, обхватив головы руками. К морякам, находившимся на открытых площадках катерев, долетали разноязыки, мольбы о помощи, стоны и крики боли еще недавно торжествующих людей. На борту подошедшего к полуострову МРК «Арсет» бородатый Мичман, ошарашенно глядывая берег в бинокль, проговорил окружавшим его матросам. «Мужики, отсюда надо срочно уматывать. Тут работа для химиков. Еще схватим дозу, как в Чернобыле». «Верно, Мичман. Эти умалишенные походу взорвали какую-нибудь хрень из натовских арсеналов». Согласился с торпом и хмуро посмотрел на небо, в котором до сих пор возникали небольшие всполохи, да продолжался непонятный треск. «А скоро, умники, срадет свобода. В этом обвинят нас, вот увидите», — добавил Мичман. Полярный день, как и ночь, на широте новой земли длится долго, почти четыре месяца. Солнце не заходит за горизонт, и даже глубокой ночью светло, как днем. Сейчас, когда солнечный диск завис на небосклоне, а на часах было три ночи, к бывшему лагерю гринписовцев подошел малый десантный катер. На Парелли опустились, и на берег вышло два десятка человек из научно-исследовательской части в костюмах химической защиты. Едва они ступили на землю, к ним тут же начали подходить, подползать и тянуться люди в обгорелых одеждах с обожженными руками и лицами, сгоревшими волосами. В ноги слепо спотыкались и падали. Старшей группой, майор Евдокимов, вел радиопереговоры с Рогачева. «Группа! Какой уровень радиационного фона?» Голос, едва заметной тревогой, прозвучал в наушниках майора. «В норме, база!» С облегчением выдохнул Евдокимов. После Чернобыля еще один возможный очаг заражения был бы дополнительным ударом по престижу страны. Да и обустраивать близ Рогачева ангар для облученных людей не хотелось. Теперь всех пострадавших нужно было эвакуировать в больницы, новоземельских поселков, а тяжелых отправить в Мурманск. Вскоре майор понял, почему люди падали. Глаза всех, без исключения гринписовцев, невидяще смотрели перед собой. Находясь в эпицентре вспышки, они ослепли. После того, как медики приняли на борт всех экологов, Евдокимов с подчиненными внимательно обследовали участок берега, где произошла трагедия. Медленно ступая по теплой земле, военные специалисты обошли несколько тел, буквально вплавленных в камнистый грунт. База! Температура воздуха к эпицентру повышается, ощущаются вибрации в воздухе. Группа! Продолжайте осмотр! При любой опасности действуйте по обстоятельствам! Понял, ответил майор и через пару минут добавил. Становится жарковато! Подходим к эпицентру вспышки. База! Наблюдаю яму в земле. Уточните характер ямы. На поверхности земли изъят грунт в виде полушария. Диаметр около двух метров. Глубина до полутора метров. Края ямы плавлены, крупные камни буквально срезаны, как картошка. В непосредственной близости от отверстия в земле грунт был сухой и горячий, а в самой яме на дне уже собиралась вода. Температура вблизи ямы, судя по показаниям прибора, была в норме. База! Вибрации в воздухе заметно усилились, нарастают неприятные ощущения, появилось чувство тревоги. Диама! Засасывай от меня руку! База! Заканчивайте осмотр, майор! Услышал после некоторой паузы Евдокимов с усилием выдернувший руку с измерителем из ямы. Возвращайтесь, как только посчитаете нужным. База! Понял вас! Продолжаю работу! Евдокимов вдруг заметил нечто странное, лежащее неподалеку на земле. Приблизившись к предмету, он с удивлением узнал в нем сильно обожженную человеческую руку с остатками одежды. Рука была отсечена по локоть, причем рана была чистой, а вместо отреза даже не опалено. Ножок начинался примерно с двух сантиметров от края раны. Позже по часам на этой руке будет установлена. Она принадлежала канадцу Жану Мишелю Вернье, единственному, кто был объявлен пропавшим без вести. В результате этого происшествия сразу погибло пять человек. В военном госпитале Мурманска позже скончались еще двое пострадавших. Несмотря на ультимативные требования Норвегии, США и прочих стран, чьи граждане пострадали в результате атаки Советов на мирную экологическую миссию, передать выживших врачам американских кораблей, находившихся в непосредственной близости от советской границы, все они были оставлены в Мурманске. Северный флот тем временем был приведен в состояние повышенной боевой готовности. На второй день после происшествия в советской зоне Баренцева моря были замечены американские субмарины, которые ушли в нейтральные воды лишь после недвусмысленных маневров советских подлодок, надводных кораблей и флотской авиации. А в госпиталях тем временем шла работа с пострадавшими. На вопросы оперативников 2-го главного управления Комитета госбезопасности они отвечали с трудом. Речь была бессвязна и малопонятна. Иностранцы обвиняли военных, что те испытали на них свои новые разработки, и это им даром, мол, не пройдет. Обвиняли СССР в неправомерном применении силы и обещали раздуть это происшествие в неслыханной доселе скандал. Корейский Боинг это еще цветочки, предупреждали они. В течение следующих дней после тщательнейшего осмотра места трагедии не было обнаружено никаких следов взрывчатых равных химических веществ, способных вызвать наблюдаемые ранее световые и тепловые эффекты. Военные специалисты продолжали работать круглые сутки, пытаясь обнаружить любые следы, оставленные экологами при активации вспышки. С отверстием в земле, уже огражденным по кругу, работа велась отдельно. Поначалу специалисты лишились двух измерителей, которые пытались поднести к стенкам ямы. Казалось, неведомая сила вырывала приборы из рук, будто втягивавшихся внутрь отверстия в земле. Стенки ямы постоянно усыпались, но грунт и камни сразу исчезали, как бы растворяясь в воздухе. В яме исчезало все, что попадало в нее целиком, от небольших приборов и до рукавиц. В связи с этим было решено использовать для изучения этой аномалии специальное оборудование. А пока предварительные данные исследования были переданы в Москву. Специалисты были перевезены Прогачева, а аэропорт поселка уже готовился принимать рейс из Мурманска. Вокруг ямы было выставлено хранение из бойцов научно-исследовательской части. Собравшись у поставленной военной палатки размером с железнодорожный вагон, офицеры из Нича обсуждали аномалию, делясь своими наблюдениями. Сходились на дом. В этой таинственной ситуации есть лишь вопросы. Ответов нет никаких. И в целом абсолютно все произошедшее непонятного свойства. Чертовщина, говоря простым языком. Все, кто находился неподалеку от эпицентра, постоянно чувствовали непонятный зуд в теле. У любого человека явственно нарастало волнение. Однако эта яма одновременно не только пугала, но и притягивала к себе. Каждый, кто оказывался с ней рядом, чувствовали вибрацию и даже слышали неясные звуки, доносящиеся из чернеющего провала, будто где-то там гудел далекий трансформатор. Через некоторое время все направились в палатку, оставив дежурить рядом с ямой Мичманов Васильева и Сафарова. Но, когда пришло время следующей смены, офицеры не застали своих коллег на месте. Такого не могло быть. Все члены этого подразделения были высоко дисциплинированными и настоящими профессионалами, поэтому самовольно покинуть пост не могли. Значит, что-то случилось. Известив о чрезвычайном происшествии остальных, офицеры немедленно прочесали берег в поисках пропавших Мичманов. Однако следов их не было найдено. «Стоп, пройдем еще раз», приказал командир подразделения капитан Левченко и тут же недоуменно произнес. «Ничего не понимаю, но не белый же медведь их сожрал». «Белый медведь, конечно, тварь опасная. Зимой тирается возле поселковых помоек или камбузов, жрет отбросы и гарнизонных собак. А при случае может закусить бойцом. Но не здесь и не сейчас». Еще раз обшарив каменистый берег и ближние холмы, люди вернулись к палатке, радировав о происшествии Врагачева. Вскоре на Утины должны прибыть специалисты из поселка. Капитан Левченко тем временем подошел к зияющему провалу. Аномальная воронка буквально манила его к себе. Левченко протянул руку к стенке ямы, рука тут же начала втягиваться внутрь неведомой силой. У капитана к его удивлению не было сил этому сопротивляться и только окрик стоявшего рядом лейтенанта, почувствовавши неладные, заставили его отдергнуть руку, завалившись на бок. Теперь в том, что в аномалии пропали его товарищи, Левченко не сомневался. Норвегия, Варде, РЛС США Хейвстар «Сэр, срочно! Вышел на связь наш агент на новой земле!» «Слушай тебя, говори!» «Сэр, наш агент из разведывательного управления по всей видимости ранен. Он успел передать следующее. Лагерь экологов, которым удалось высадиться на новой земле, накрыло новейшим бесконтактным оружием советов. Характер оружия. По словам агента, это было лазерное оружие. Столб света тянулся из-за облаков. Едван взглянул на него, отняв руки от лица, как ослеп. Он чувствовал, как горит его одежда и волосы. «Сэр, он дико кричал! Сэр!» «Советы испытали лазерное оружие? Мы займемся этим. Ведите наблюдение». «Да, сэр!» Московская область Протвина Июль 1997 Подмосковный научный центр небольшой и уютный городок на берегах реки Протвы неподалеку от ее впадения в Оку славен своими традициями. Здесь находится крупнейший государственный институт физики и высоких энергий, а также филиалы многих других отечественных исследовательских центров. Ничего в 1960 году руководство СССР приняло решение о строительстве среди сосновых лесов научно-исследовательского комплекса, включающего крупнейший ускоритель заряженных частиц и установки для физических исследований. Город строился по плану, поэтому уникальны не только архитектура жилых кварталов, но и ландшафтный дизайн улиц. Николай Радек начал работать в Протвино с 1987 года, а в 1991 году он попал на новую землю, участвуя в первом исследовании новоземельской аномалии. С того времени Радек опубликовал два десятка статей по входящей в моду эвереттике, касающейся возможностей сосуществования параллельных вселенных и переноса между ними материи, правда, на квантовом уровне. Несколько хороших грантов и безупречная репутация ученого вместе с личным обаянием помогли ему организовать в институте исследовательский отдел, куда он привлек таких же увлеченных людей, как он сам. И вот, спустя шесть лет после возникшей аномалии был получен первый результат. Весной 1997 года по коридорам, курилкам и лабораториям Института физики высоких энергий начал гулять новый слух. Он заставил ученых вспомнить о новоземельском происшествии шестилетней давности, которое списывали на модный в то время НЛО, на проське американцев, на советское секретное оружие. В инциденте близ бывшего полигона несколько раз имели неосторожность написать и бульварные газеты, и респектабельные издания, которые вскоре напрочь забыли о своих публикациях. А после пары несчастных случаев, произошедших с теми журналистами, кто особенно настойчиво интересовался взрывом, о проблеме предпочли забыть. Устоялось и более не подвергалась сомнению официальная версия о взрыве самодельного взрывного устройства самих гринписовцев. Скандальный имидж самой организации Гринпис этому всецело способствовал. Для ищущих двойное дно в официальную печать с подачей заинтересованной стороны просочилось известие о детонации схрона вооружения и боеприпасов, которое было украдено группой военнослужащих из местного гарнизона. В доказательство приводилось два факта. Процесс военного трибунала в Архангельске и после него найдены еще три схрона, один из которых ввиду его взрывоопасного состояния пришлось подорвать. Эту правдивую версию озвучила и оппозиционная правительство радиостанция, за что поимела некоторые проблемы, после которых ее режимоборческий имидж значительно укрепился. Ну вот, группой молодых ученых под руководством кандидата физико-математических наук Николая Валентиновича Радека было установлено наличие у аномалий так называемого цикла активности. До института лишь очень многие знали, что стоит за исследованиями лаборатории Радека. Николай Валентинович не спешил раскрывать коллегам суть собственной работы, а справедливо полагая, что результатом его исследований заинтересуется в Москве. Уже на следующий день, после установленного наличия цикла, некоторые выводы и предложения были отправлены по адресу, что был в свое время вызубрен Радеком. Время шло, а гостей столицы впротивно все ждали. Лишь в январе 2000-го года в город прибыл кортеж из нескольких черных машин с тонированными стеклами. Николай Радек без лишней суеты суеты, позвонил домой, предупредив родных о том, что задержится на работе, повесил свой белый халат и, взяв папку с результатами многолетних исследований, отбыл в Москву. Через несколько часов уже в столице Никола лично докладывал о свойствах новоземельской аномалии и ее цикле узкому кругу высших государственных чиновников и военных. Через некоторое время финансирование проекта было существенно увеличено, в лаборатории было получено новейшее оборудование, на новой земле стали проводиться постоянные исследования. Над местом аномалии был выстроен ангар и подведены все коммуникации для комфортной работы ученых. Вскоре на основе Протвинской лаборатории был образован НИИ А. Институт расположился в Санкт-Петербурге. А возглавил его все тот же профессор Радек. И теперь он ждал того дня, когда аномалия проснется. Этой датой рассчитанный Радеком на основе колебаний ее контура должно стать 22 июля 2008 года день максимального расширения воронки. В этот день должна будет полностью подтвердиться его теория 17-летнего цикла. Аномалия должна будет открыться, доказав правоту многолетних исследований ученого. Глава первая Мурманская область Североморск июль 2008 года Скромные занавески лениво колыхались от дуновения свежего прохладного ветерка, проникавшего в открытое окно темной однокомнатной хрущевки. Вместе с ветерком в комнату залетали звуки ночного города. Изредка гоманили подвыпившие гуляки, проносились машины и, доказывая приморское положение города, со стороны бухты доносились редкие гудки и тарахтение моторов. Город привычно засыпал, несмотря на висевшее над горизонтом солнце. Полярный день был в самом разгаре. Собирался отойти ко сну и обитатель этой квартиры Петр Алексеевич Карпинский, митчмен боевой части связи БЧ-4, командир группы. Петр сейчас в отпуске, но отдыхает он не в Турции и даже не в ведомственных полярных зорях, а на старом с потертой обивкой диване, который в прошлом году забрал у родителей. Одним глазом он поглядывал на экран телевизора, сжимая в руке пустую пивную бутылку. Смотренный им уже раз сто старый добрый советский фильм, еще и прерываемый через каждые десять минут порцией идиотских рекламных роликов, Петру невероятно наскучил. Поэтому, выключив голосящий на очередной рекламе телевизор, он прошлепал в ванную, где честно попытался перед сном почистить зубы. Удавалось со скрипом, но надо себя заставлять, иначе чревато совсем разлиниться. «Ах, оставлю, пожалуй, я это неблагодарное дело, но утро», пробормотал Карапинский, с неудобрением поглядывая на свое отражение в зеркале. Вот так, выгородив сам себя, он решил ложиться спать. «Лучше бы ряженки взял, голова теперь с утра будет раскалываться», сонно проморгал отражение, недовольное поведением хозяина. Петр снова завалился на диван и тут же уснул, сотрясая комнату громким раскатистым храпом. Поворачивался во сне, пытаясь устроиться поудобнее. Раскладывать диван и тем более стерить белье ему было откровенно лень. Собственно, после тройки бутылочек кольского темного и плотного ночного ужина так всегда и бывает. Когда он все так же беспокойно смотрел уже десятый сон, в тихую северморскую ночь, как в плохом кино вырвался телефонный звонок. Треклятый аппарат трезвонил не переставая. Вот черт, ведь уже сто раз хотел заменить это старье на новый аппарат с мелодиями. С тоской подумал Петр, пытаясь прикрыть уши подушкой в надежде, что тот вскоре замолкнет. Конечно же, звонили со службы. Это было ясно, как божий день, но кто еще ему позвонит в такое время. Петру вообще редко кто звонил, ну, разве что родители из Мурманска, закадыка Васька Новиков, да и, собственно, все. С девушками пока как-то не складывалось. Какой-то Петр был неуживчивый, как заявила крайняя из них. А телефон все звонил, скоро уже и соседи начнут по батарее стучать. Не врастенники же, их еще в перестройку облучали агенты КГБ, с усмешкой подумал Петр и обреченно поднял трубку. Так и есть. Голос звонившего принадлежал главному корабельному старшине. И плевать ему, что ты в отпуске, Карпинский. Здравия желай, товарищ глав Курстар. Рад слышать. Едко бросил он в ответ, ожидая веской причины для столь позднего звонка. Тогда кто-то не собирался оправдываться, а лишь сухо проинформировал. Сейчас УАЗик подъедет, Петр. Собираемся на площади у дома офицеров. Случилось, что, Антоныч, сипло проговорил Карпинский, уже проснувшийся от непривычно официального голоса старшины. Петя, у тебя минут двадцать. Узнаешь все, но потом. Мне еще людей обзванивать надо. В трубке раздались частые гудки отбоя, отдававшиеся в ушах колокольным звоном. Да, видимо, что-то серьезное произошло. А иначе зачем на корабле сейчас нужен Мичман, находящийся в долгожданном, но по-глупому дома, проводимом отпуске? Надеваясь Петр по инерции, зашел на кухню проверить холодильник. Тот выглядел как обычно. Старенький обшарон был образцово чист, редком стояли лишь три пивные бутылки да мамины баночки с непроверенным еще содержимым. Холостяцкий набор, машинально поставленный на плиту чайник вскоре запищал кнопкой сестка, и Петр маленькими глоточками с удовольствием стал подтягивать горячий чай. Этот напиток он любил во всем его многообразии. Разве что с дорогими сортами отношения у него не складывались, так как стоимость онных была выше его любви к хорошему чаю. Огончательно надевшись и собрав кое-какое барахлишко, Петр вышел из квартиры. Практически утро, поежившись машинально отметил он, ну и где обещанный УАЗик. Не дав Петру времени поерничать, из туманной дымки вырвался яркий свет фар, а за ним подкатила и машина. Тяжко скрипнув тормозами, она становилась напротив Петра. — Привет, и ты тут? В машине уже находился его товарищ со школьной парты Василий Новиков, сержант-контрактник из отряда морской пехоты. — Здравия желаю. Корпинский пожал руку коллеге Мичману, сидевшему впереди. Немного повозившись, Петр устроился на заднем сиденье. Непьющий Новиков, картинно сморщившись, тут же отвернулся в сторонку от запаха, исходившего от Карпинского. «Слышно, чего?» поинтересовался Петр. «Знаю только то, что наш БДК отправят к новой земле. Мы пойдем к южному острову, к белушке. Что дальше, не знаю», ответил Мичман, пожав плечами. У трапа, что на улице Душенова, между кирпичными пятиэтажками, машина захватила еще одного матроса с объемным баулом, после чего УАЗ вырулил по направлению к бухте. Ехали молча, матрос пытался дремать и, что было удивительно, не задавал никаких вопросов. А тем временем окончательно рассвело. Команду собрали на площади перед домом офицеров. Моряки стояли в ожидании, что им скажет родное командование. Ими уже выдвигались разнообразные теории и предположения. Рядом с флотскими начальниками обращали на себя внимание незнакомые люди в штатском. Штатские и ее цикл командиры негромко переговаривались между собой. Высшие офицеры, видимо, также находились в информационном голоде и сейчас безуспешно пытались задавать вопросы. Руководил сбором человек, в котором легко угадывались его высокое положение и властные полномочия. Промозглая погода не радовала. Дул мокрый порывистый ветер с моря, Карпинский уже порядком продрог, не лучше обстояли дела и у его соседей. Наконец команда была построена, наличие людей проверено по списочному составу, после чего все направились к месту швартовки оленегорского горняка. колонна вскоре обогнала кавалькада черных тонированных джипов и микроавтобусов, которые остановились у причала. Морякам стало ясно, что рейд пройдет с пассажирами. В бухте уже давно начался трудовой день. Сновали люди и машины, совершенно не обращая внимания на команду БДК. Да мало ли кого куда отправляют, кому есть за этого дело, кроме родных и друзей. Очередной выход в море, один из многих. Члены команды были напряжены и задумчивы. Конечно, некоторые моряки присмеиваясь и ухмыляясь обсуждали и сегодняшнюю беготню и повседневные вопросы. Но общее напряжение по поводу экстренного выхода в море чувствовалось. Петр нагнал Ивана Антоновича главного корабельного старшину. Здоров! Что происходит-то? Да не знаю я, Петя. У белушки сейчас профессор Штокман стоит. И там навалом ученых в спецодежде. Петр поднял брови, а Антонович продолжил отрешенно глядя в сторону. Может радиация, а может химия какая. Кто знает, полигон все-таки. Фигово, протянул Новиков. Да, не к тещи наблины, уже раздраженно ответил собеседник. Ну тогда уже должны были и средства защиты раздать, предположил Карпинский, так что вряд ли радиация. Не знаю, повысив голос старшина, поставил точку в разговоре. Позже узнаем, а что сейчас в догадки играть. Наконец прошла погрузка. В кубрики, помимо команды и отряда морской пехоты, поселили небольшие партии ученых и работяга. Танковый трюм десантного корабля был набит стройматериалами и оборудованием под завязку. На Ленигорске горняк взял курс на новую землю. В капитанской каюте сидели двое. Главный человек на корабле, капитан первого ранга Федор Андреевич Сартинов и человек, в чьих руках находились бразды управления операцией. Представился он Павлом Константиновичем. Хотелось бы от вас, разливая в чашечки ароматный чай, начал каперанг, все же услышать реальную причину нашего выхода в море. Да, конечно, сейчас уже можно, с улыбкой ответил собеседник. Будьте добры, Павел Константинович, кивнул Сартинов. Люди задают вопросы, они понимают, что одиночный выход в море со сбором отпускников, с задачами обычного похода, это несколько натянутые основания, продолжил капитан. Логично, было бы странно, если бы они думали иначе. Снова улыбнулся штатский и рассказал наконец капитану о сложившейся обстановке на новой земле. Ситуация у нас такая. В 1991 году на Южном острове вскрылась странная аномалия. Вы должны были слышать историю про неудачный рейд гринписовцев. Тогда погибло несколько человек. Остальные ослепли и получили обширные ожоги тела. Один человек пропал. Да, я помню эту историю, кивнул Сартинов. Я склонен думать, что все же это наши вояки испытали тогда новейшее оружие. Советские разработки, вы знаете, до сих пор составляют основу нашего ВПК? Нет, покачал головой Павел Константинович. Отдавая должное советским оружейникам, это были не плоды их труда. Это игра природы. Брови капитана взлетели вверх. Да, да, Федор Андреевич, покивал рассказчик, в том месте произошло открытие так называемого пространственного канала для выплеска лишней энергии. Мировая общественность, конечно, не о чем не догадываться, но американское правительство в курсе. Они официально обвинили власти СССР в агрессии, все еще обдумывая услышанное, напомнил Сартинов. Но обвинили, но далее этого не пошли. А что за пространственный канал? Дело в том, что в месте прорыва энергии образовался некий тоннель. После некоторой паузы продолжил Павел. В нем пропали два мичмана, которые должны были охранять место аномалии. Не понял, насторожился капитан, оглаживая ежи в прическе. Как это пропали? По всей видимости, один из парней каким-то образом исчез. Второй же, в нарушении всех инструкций, бросился его спасать. Так и пропали. Это было в девяносто первом, воскликнул капитан. То есть прошло семнадцать лет? Павел Константинович молча кивнул. Капитан, задумавшись, автоматически прихлебывал остывший уже чай. «Получается», начал снова Сартинов, «что наш корабль и приданные морские пехотинцы должны обеспечить охрану периметра для безопасной работы специалистов». «Верно, капитан», согласился начальник проекта. «Работы ведутся уже восемь лет, но сейчас замечена активность наших заклятых американских друзей. Северный флот, возможно, в скором времени будет приведен в состояние повышенной боевой готовности. На днях аномалия должна будет открыться». «Даже так», протянул Сартинов. Далее Павел поведал Сартинову об установке, «Что везет на архипелаг БДК?» «Созданный в Петербурге аппарат должен будет поддерживать открытое состояние аномалий». «А что там в этой аномалии?» «Осторожно», спросил капитан. «По всей видимости, новый мир», неуверенно пожал плечами Павел, «а, скорее всего, слепок нашего мира. Вы слышали ранее об Эвереттике, капитан?» «Нет», помотал головой Сартинов, «Вы так буднично говорите о новом мире?» «А может, там ничего и нет?» «Мы пока этого не знаем». «На новый мир» надеется руководитель научной части проекта. новая 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 земля июль 2008 года боевая штурман не подвела БДК-91 ткнулся носом в недавно освободившийся от льда берег. Аппарели корабля опустились, началась разгрузка трюма. Стройматериалы, оборудование, инструменты, тюки с одеждой, медикаменты, цинки с патронами и множество всего прочего, что было погружено в Североморске, вплоть до раскладных креслиц для ученой части экспедиции. В ангарах, стоящих на каменистом берегу, уже налаживалось оборудование и связь. Склады постепенно наполнялись с помощью юрких погрузчиков. Как и в 1997 году, когда началось серьезное изучение аномалии, здесь снова было многолюдно. Место оборонки в 2000 году было заключено внутри огромного ангара, так как аномалию следовало все же упрятать от чужих глаз. Да и для нормальной работы ученых требовалась прочная крыша над головой. А то постоянно прописанный на новой земле резкий паровистый ветер не давал непривычным к нему людям спокойно заниматься своими исследованиями. Яма, где аномалия была некогда засечена, давно уже была расширена и забетонирована для удобства работы. Вокруг нее, правда, еще стояло старое оборудование 90-х годов, которое сейчас снималось, а на освободившееся место монтажники собирали аппаратуру, доставленную на остров кораблем. отряд морской пехоты тем временем занимал периметр базового лагеря. Карпинский за этим наблюдал с борта БДК. На следующий день, после полной проверки всех систем, ученые начали работать с аномалией. Для начала были определены ее границы. Она была зафиксирована по низкочастотным колебаниям давления воздуха с помощью микроборографа. Как оказалось, размеры ее на данный момент не превышали диаметр средней обеденной тарелки. Посредством направленных на аномалию инфракрасных лучей удалось и воочию ее увидеть. В воздухе висела бесцветная марева, изредка подрагивающие и переливающиеся слабыми бликами света, идущими как бы изнутри. По внешнему своему виду это больше всего напоминало жидкое зеркало. Люди, стоящие вокруг подсвеченной аномалии, застывшим на лицах восхищением, наблюдали эту волшебную картину. Павел Константинович неспешно подошел к светящейся аномалии и, преодолев небольшое внутреннее сомнение, мягко дотронулся до ее поверхности, несмотря на предостерегающий жест начальника научной части профессора Радека. Пальц его мягко обволокло. Эта субстанция не была похожа ни на жидкость, ни на эфир, она вообще не была похожа на что-то объяснимое. Это скорее был сухой песчаный ветер, зовущий за собой. Начальник проекта с трудом отбросил на вождение и отдернул руку, при этом отметил, что с сожалением. Внимательно наблюдавший за куратором Радек, с усмешкой посмотрел на него. Притягивает. Карпинский на берегу так и не побывал, в отличие от Васьки Новикова. Мичман лишь поеживался от ветра, привалившись к лерному устройству и наблюдая за вралом на берегу с палубы БДК. Он начинал завидовать другу, который был столь близко к недоступной ему аномалии. Тот рассказывал Петру удивительные вещи, пропаряющие в воздухе жидкость стекла, воскрешая в памяти друга прочитанные тем сотни фантастических рассказов до просмотренных фильмов. Наблюдая за берегом, Мичман видел, что там затевалось что-то действительно серьезное, очень важное. Причем Петр ясно понимал неким шестым чувством, что они, те, кто прибыл сюда на БДК, лишь первая часть. Самый мелкий винтик того процесса, что скоро тут закрутится на полную катушку. Да ну и ладно, все-таки, черт возьми, приятно чувствовать себя причастным к чему-то секретному и таинственному. Опять меня в романтику потянуло, усмехнулся Петр. Успевший до развала СССР немного попутешествовать по огромной стране благодаря отцовской службе, поучаствовать в нарождающемся взамен раскуроченной пионерской организации скаутском движении, полазать в горы, да чуть не утонуть из-за собственной любознательности в Байкале. Это был Петр. Главным своим богатством он считал стопки советских научно-популярных журналов до полки полных книг. Друг Карпинского, сержант из морской пехоты Василий Новиков, был уже давно на берегу в самом центре событий, нес караул в пространственной аномалии. О ней он и рассказывал своему другу в кубрике корабля, когда его отделение отправлялось на отдых. Ёшкин кот, Васька, как бы мне хотелось тоже так же быть поближе ко всему этому. Недавно вернувшаяся с берега группа морпехов сержанта Новикова отдыхала в офицерском кубрике БДК, когда туда же проскользнул и Карпинский. Ну, что там сегодня творится, Вася? Сегодня закончили наладку оборудования и провели тесты. Профессор наш радостный да нельзя. Красиво там, черт возьми, аномалии это разным светом переливаются. Что еще? присел на диванчик Мичман с интересом уставившись на друга. Когда подходишь к аномалии поближе, тело начинает ощущать вибрации. Довольно необычно, будто на дискотеке у колонок стоишь. Отходишь нормально. Ничего себе, выдохнул Петр. Я смотрю, ты поближе хочешь эту зеркальную аномалию увидеть, Петруха? Спрашиваешь. Ну, ладно, уговорил. В следующий раз пойдешь в наряд, а Санек отдохнет. Ему что-то нехорошо стало от этих трясок. Санек, ты как, согласен? ухмыльнулся Новиков. Александр пробастил, что, дескать, будет весьма неплохо, если сочканет разок, а то что-то ему эти научные тряски совсем не по натру. Оно совсем поплохело после двух смен. Ну, все, Петя, готовься через четыре с четвертью часа быть в составе десантной бригады нашего славного БДК. Есть быть готовым. С широкой улыбкой Карпинский проложил руку к пустой голове. Новая Земля Июль 2008 года Радек с напряжением смотрел на аппарат. Через пару мгновений его помощник подаст напряжение и цепь замкнется. Ионоплазменные волны начнут раздражать пульсирующие Марьево аномалии. По мере увеличения мощности аномалия должна начать раскрываться, словно створки ракушки. Перед пуском к группе ученых подошел руководитель проекта. «У вас все готово?» спросил он. «Да, Павел Константинович, мы вполне можем приступать», ответил невысокий человек в очках. «Отлично, от меня в Москве уже давно ждут информации». Через некоторое время нарастающий гул голосов перерос в ликовании. Аномалия, как и было запланировано, открылась. Но ненамного. Диаметр ее не превышал 55 сантиметров. Немедленно был отрегулирован уровень платформы на вход в аномалию. Теперь пришло время другой группы специалистов. Ученые из цении робототехники и технической кибернетики чуть ли не танцевали вокруг своей машинки, похожей на маленький луноход с торчащими в разные стороны антеннами, камерами и манипуляторами. Внутри ангара ученые застыли у приборов, датчиков и экранов. Собрались все участвующие в эксперименте специалисты и управленцы. Вокруг них по периметру ангара стояли морские пехотинцы с невозмутимыми лицами. Все было готово. Машинка, при полном молчании собравшихся людей, поскрипывая неспешно, покатилась к аномалии, утягивая за собой разматывающийся из бухты толстый кабель. Казалось, что все участники проекта в этот момент боялись даже пошевельнуться. Аппарат двигался очень медленно, люди смотрели, как он буквально растягивался, въезжая в аномалию, словно растягивая и ее саму. Но исчез он разом моментально. Его поглотила та сила, что тянула внутрь себя и руку Павла. Люди облегченно выдохнули и дружно загалдели. «Связь!» крикнул начальник. «Фиксируется связь стабильная», ответили ему. «Есть картинка, вывожу на экран». Все, кто был в ангаре, мгновенно повернули головы к большому экрану. На нем уже проступал сквозь белесую пелену, передаваемый аппаратом видеоряд. Люди ахнули, кто-то из женщин скрикнул. На экране появилось изображение высокой травы. Было видно о мельтешении насекомых. Затем камера, взяв выше, показала стоящие неподалеку высокие деревья, холмы, дальние горы. Все это щедро заливал яркий солнечный свет. Поступают первичные данные о климате и составе атмосферы. Камера, между тем, взяла правее. Перед восхищенными взорами людей предстала идиллическая картина. Также ярко освещенная солнцем гряда невысоких холмов, накаемленных кустарником, переходящим в густой хвойный лес. Далее камера пошла было влево. Стоп! Камеру вправо! Приказал Павел Константинович. Справа появился пляж с изумительно белым песком и ярко-бирюзовая вода, по всей видимости, неглубокой бухточки. На заднем фоне слева возвышались горы, на которых угадывались белые шапки снега. Первичные данные по климату. Температура плюс пятнадцать по Цельсию, юго-западный ветер, давление семьсот пятьдесят шесть миллиметров, влажность шестьдесят восемь процентов. Павел Константинович, сзади неслышно подошел Радек. Можно вас на минутку? Конечно, у вас какие-то данные? Да, данные состава воздуха, ответил ученый, немного нервничая. Отойдемте. В небольшом закутке, близ нераспечатанных еще коробок с оборудованием и инструментами, профессор, сияя, словно начищенный самовар, доложил. Можете смело передавать в Москву? Показания приборов дают основания полагать, что та атмосфера по сути является аналогичной земной атмосфере. То есть на той стороне аномалий мы имеем уникальную атмосферу, атмосферу, которая присуща живой планете. Это замечательно, воскликнул Павел, а теперь наиболее важным условием дальнейшей работы является недопущение утечки информации. Вы меня понимаете, профессор? Да, я вас понимаю, Павел Константинович. Я готов к этому. Я шел к такому шансу всю свою жизнь в науке, проговорил Николай. Мне нужна конкретная информация по атмосфере, восстановил его Павел. Отличалась атмосфера на том конце аномалии в гораздо лучшую сторону от своего земного аналога. Так концентрация углекислого газа была гораздо ниже здешней, а кислород присутствовал в большем соотношении. Наличие же в воздухе последствий промышленных выбросов в атмосферу не наблюдалось вовсе. Планета безразумной жизни? спросил начальник проекта. Возможно, согласился профессор, или же социум не достиг нужного уровня развития. Но при этом профессор пояснил, что соотношение кислорода и углекислого газа меняется на планете регулярно, и это не всегда зависит от человека. Так же, как и глобальное потепление, роль человека тут чрезвычайно преувеличена. В одном только мировом океане в этой толще воды растворено до 95% углекислого газа. Если вода прогревается хотя бы на полградуса, следует выброс углекислого газа. Так что теория парникового эффекта предполагает обратную последовательность. Ясно, Павел задумался, ясно лишь то, что этот мир либо не достиг высокого уровня развития, сопряженного с загрязнением атмосферы, либо... Либо вышел на иной уровень, закончил Радек. Ваш вывод, Павел поднял глаза на профессора. Нужно смело входить внутрь, выдохнул Николай и подрагивающими пальцами попытался вытащить сигарету из чужой пачки. Наконец с большим трудом смог это сделать, чиркнул зажигалкой и, отбросив таки сигарету, проговорил. Сомнения уже должны быть отброшены. Обратного хода нет, Павел. Радек внимательно посмотрел на собеседника, как бы проверяя его. Я уверен, что аномалия может поддерживаться в открытом состоянии сколь угодно долго, а в будущем, может быть, удастся и расширить ее канал. Пока что на это требуется запредельная энергия. Выйдя из ангара на свежий воздух, Павел в задумчивости присел на ступеньки. После нескольких минут размышлений он потянул из широкого кармана куртки спутниковый телефон. Лето на новой земле уже вступило в свои права. Буйство полярных цветов и сочной зелени соседствовало с лежавшим еще кое-где рыхлым назреватым снегом. Но люди проведшие на северах не один сезон, не в пример остальным были рады и такому лету. Пусть сильный холодный ветер, но зато этот ветер не несет в лицо колючий снег. Пусть еле согревающий, но зато солнце. Десятки сотни уток, гусей и других полярных птиц, прилетевших на архипелаг для вывода потомства, кружили над лагерем, расположенным на полуострове с говорящим названием Утины. А в лагере кипела работа. Аппарат, благополучно вернувшийся из аномалии по команде оператора, снял гору с плеч научной части экспедиции. Итак, канал двухсторонний, и это подтверждено. Новый мир является планетой земного типа, готовой колонизации. Павел сидел в своей палатке и с задумчивым видом выступил пальцами мелодию. После сеанса связи с Москвой он был крайне озадачен прытью кураторов проекта, которые потребовали немедленно организовать базовый лагерь на той стороне аномалии. Объяснения Павла о преждевременности такого решения, его сетывания на малый диаметр окна отметались. Люди в Москве хотели максимально быстро обустроиться в новом мире, официально застолбив его как первооткрывателей. Начальник проекта все же смог уговорить подождать совсем немного до того момента, как произойдет максимальное расширение точки перехода. А пока можно ограничиться наблюдательным аппаратом или группой разведки. Он предложил задействовать профессионалов, а не десантников срочной службы, пусть и сержантским и офицерским составом, служащим по контракту. Однако в Москве были непреколонны высылать группу людей и без промедления. Вероятно, вариант сколонизации планеты уже был поддержан в самых высоких кругах. По-видимому, возникла необходимость обустроить местность вокруг аномалии на случай возможных требований по интернационализации проекта. Как бы то ни было, Павел получил приказ немедленно начать колонизацию планеты до прибытия основных сил, выделяемых на проект государством. Собрание руководящего состава экспедиции проходило в палатке Павла, перезнакомившимся в рабочем порядке людям не нужно было представляться, поэтому начали сразу с главного. первая группа заброса была составлена и утверждена. Несколько дней спустя, вечер 21 июля 2008 года. Собрав людей в отдельном ангаре, для начала Павел зачитал в порядке необходимой формальности список командиров экспедиции. исполняющий обязанности начальника экспедиции Андрей Валентинович Смирнов, полковник морской пехоты ВМС России. Стал сидящий слева от Павла невысокий коренастый мужчина с выбеленными висками и бульдожей челюстью. Майор морской пехоты Алексей Сазонов, командир сводной роты и майор морской пехоты Ярослав Петренко, начальник штаба лагеря, заместителей полковника Смирнова. Начальник научной части экспедиции Радек Николай Валентинович, профессор, плотный среднего роста человек в шерстеном свитере, устаревшего фасона, сидевший справа от Павла, приподнялся и коротко взмахнул рукой. Партия рабочих специалистов, начальник Вячеслав Андреевич Соколов. Из первого ряда поднялся высокий мужчина с роскошными усами, приветствуя собравшихся. Итак, дорогие друзья, торжественно объявил Павел Константинович, я рад сообщить вам, что наша работа началась. На завтра намечено открытие окна аномалии на максимальный уровень. Мы начнем переходить на ту сторону. В зале раздались одобрительные крики, редкие аплодисменты. В основном люди восприняли это сообщение буднично. Все уже знали, что должно произойти завтра. Начальники групп, завтра утром у меня должны быть списки людей, а также типовые контракты с подписями согласных к участию в переходе. Говорили, что аномалии раскроются только на двое суток, как бы нас там не закрыло, выкрикнули из зала. Это исключено, уверяю вас, воскликнул Павел. Профессор Радок, скажите. Мы четвертый день удерживаем увеличенное окно аномалии без каких-либо проблем. Я уверен, что мы также сможем удерживать и большее окно, объяснил людям профессор. Опыт у нас уже наработан, никаких проблем в удержании контура возникнуть не может. Начальник проекта последним вышел в собрание и направился к аномалии. Там уже происходил конечный этап подготовки к завтрашнему погружению, монтаж оборудования, бытовых узлов, отделочные работы, освещение и прочее. Рабочие сновали, словно муравьи. Был готов и ленточный транспортер для быстрой переброски грузов на ту сторону. А в центре ангара плавало подсвеченный Марьево аномалии. Завтра негромко произнес Павел. Кубрик БДК-91 Оленигорский горняк 21 июля 2008 года. Карпинский после всех новостей ужасно нервничал и при виде Новикова состроил такую розу, что Васильев голос рассмеялся. Что, Петенька, уже боишься в аномалию прыгать? Нет, я не испугался. Просто как теперь выкручиваться? Мне же потом надо незаметно на корабль вернуться, а туда саню ставить. Ты что, уже перехотел экзотики? Новиков прищурился и Карпинскому стало непонятно. То ли Васька придуриваться, то ли издеваться. Нет, не перехотел, твердо сказал Петр. Норвегия, Вардио, РЛС США, Хейвстар. Сэр, сегодня опять замечена активность русских недалеко от полигона. Да, мы следим за этой ситуацией. Какие-либо перемены зафиксированы. Пока все так же, сэр. Большой десантный корабль, классифицированный как объект серии Ропуша и научный корабль профессор Штокман. Что еще? Активное обустройство куча народу, сэр. Что по аномалии? Все так же, сэр. Состояние стабильное. Вашингтон уже интересуется данной ситуацией. Усильте наблюдение. Вероятен вариант того, что нам придется влезть в эту заварушку. Ясно, сэр. Новая земля, полуостров Утиный, полдень, 22 июля 2008 года. Равняйсь! Смирно! Майор Сазонов доложил о построении полковнику Смирнову. Вольно! 120 бойцов, сержантов и офицеров сводной роты были построены в две шаренги. Карпинский притулился крайним левым во второй и старался не смотреть на полковника. Тот начал говорить речь, начал издалека, по-советски прошелся по международному положению, потом об аномалии, как плохо кончилась безумная затея гринписовцев, как пропали два офицера из научно-исследовательской части еще в 1991 году, как въехал и вернулся из аномалии научный аппарат. Рассказал про картинку, полученную аппаратом, о полной идентичности атмосферы той планеты атмосферы земной и о том, что канал двухсторонний и оттуда можно без проблем вернуться. Последующий ввод в аномалию аппаратов прошел успешно и передаваемые ими в рабочем режиме данные положительные. В конце полковник предложил отказаться от экспедиции тем, кто сомневается или считает это опасным. Никто отказываться не стал. Отлично, с этим разобрались. Теперь старшина первой статьи Карпинский и сержант морской пехоты Новиков после выполнения задания будут подвергнуты взысканию и прочим прелестям, которые этому сопутствуют. Ясно, орлы. Так точно, товарищ полковник, гаркнули проштрафившиеся. Все, проверить снаряжение и быть готовыми. Подвигайтесь к ангару. Полковник направился к группе рабочих. Вячеслав, как у тебя? Нормально? Андрей Валентинович, только двое отказались от перехода, заменил. Вот список ребят, 62 человека. Хорошо, готовность 10 минут. Становитесь шеренгой за бойцами. Смирнов направился к ученым. Профессор Родок, вы готовы? О, да, конечно, полковник. У нас все готово. Нас 38 человек. Хорошо, готовность 10 минут. Выходите к ангару, становитесь шеренгой за партией Вячеслава. Бойцы и специалисты выстраивались в колонну по одному. Каждый был нагружен под завязку. Первым ушел в Марьево аномалии робот для загрузки в него данных и первичной обработки результатов. Марш скомандовал Смирнов. Люди один за другим стали пропадать в аномалии. Процесс несколько затянулся. Последним в аномалии скрылся сам полковник. Павел, развернувшись, пошел в свою палатку докладывать в Москву о переходе первого десанта на колонизируемую планету. Петр, следуя за впереди идущим коренастым морпехом, не отрываясь, смотрел на покачивающийся хлястик его рюкзака. Карпинский судорожно думал, хотел ли он такого испытания, где, черт его знать, что будет дальше вообще, где ничего непонятно и, вероятно, слишком опасно, и с удивлением понял, что хотел он именно этого, что именно этого и не хватало в его жизни. Вот и оно. Надвигалась почти достроена конструкция над бетонной коробкой. Рабочие оторвались от инструментов и молча провожали бойцов взглядами. Тень закрыла петра, возник сумрачный свет от ламп. Карпинский, зажмурив глаза, входил в бетонный коридор. Над головами впереди идущих людей висело паряще Марьева, то самое жидкое стекло, о котором говорил Новиков. И вот оно все ближе, люди один за другим пропадали во мгле, со стороны казалось, что их поначалу самостоятельно вошедших в воронку, потом затягивало туда насильно. Карпинский зажмурил глаза и вошел в аномалию, и тут же она его обволокла теплым и сухим объятием и стилость затянула в себя. Машинально сохраняя темп шага, старшина вдруг ощутил ослепительный белый свет, бьющий в закрытые веки, и почувствовал теплый ветер с хвойным ароматом. Мгновенно и резко зашумело в голове, пришлось хватать ртом воздух, которого вдруг стало очень мало. Ах ты, ешкин кот, я уже там! Мысли и так и прыгали, голова раскалывалась, а глаза были буквально ослеплены ярким солнцем, и лишь наткнувшись на чей-то рюкзак, Петр упал в прорастающую траву. Цепкие руки схватили его за плечи. Мичман открыл глаза и понял, что двое солдат оттаскивают его бесчувственную тушку в сторону от аномалии, дабы он не мешал выходу остальных. Парни, сам, запротестовал Петр. Сам, так сам, пробосил невидимый голос, и морпехи тотчас отстали от него. Наклемавшись, Петр отошел в сторонку и, присев, начал наблюдать за ошалелыми рабочими, выходящими из... да из ничего. Просто вот так вот вдруг из пустоты появляются люди. На выходе из аномалии никакого малева, как на входе, не висело, не было абсолютно ничего. Карпинский начал оглядываться, и от увиденной картины аж дух захватывало, а сердце просто-таки выпрыгивалось с груди. Люди находились на невысоком и довольно пологом холме, покрытом травой и мелким хустарником. Слева за кустами начинался редкий лесок. Хвойные деревья грубками росли и на соседних холмах. А дальше? О, дальше было нечто. Высокие горы со снежными шапками и лес. Зеленое море леса. О, боже, справа тоже было море, но море удивительно голубого. Да нет, скорее бирюзового цвета. Песочный пляж бело-светлого цвета, прибрежные скалы, мелкие островки, на которых тоже росли деревца. Все это напоминало японские миниатюры. Сходство было просто потрясающим. Майор Петренко достал из своего рюкзака цифровую видеокамеру и принялся обзорно запечатлевать окрестности. Это было задание от Павла Константиновича для московских кураторов проекта. Смирнов начал раздавать команды. Морские пехотинцы, сбросив рюкзаки и приготовив свои АКС-74М, распределялись по небольшому периметру. Солдаты с ручными пулеметами Калашникова и снайпера с СВД занимали позиции немного позади. Остальные ставили огромные армейские палатки и выкладывали амуницию, шустро потроша сброшенные рюкзаки. К Петру подбежал Новиков. Ну, что и рот раздявил, давай за мной. Трое бойцов, Карпинский и сержант Новиков, заняли позиции за выходом из аномалии. Тем временем все ученые уже вышли и вместе с рабочими занимались наладкой оборудования. Вячеслав громко командовал своими людьми, направляя еще не отошедших от полученной нагрузки людей. «Только только через полчаса ситуация более-менее успокоилась и прошел первоначальный дискомфорт, связанный с резким перепадом давления. Люди наконец отошли от шока, вызванного перемещением в пространстве. Свернов уже проводил первое полевое совещание, собрав вокруг себя офицеров и сержантов. Итак, сейчас у нас несколько задач. Первая, пока самая главная, осмотреться на местности. Майор Петренко, вы с группой пройдете по периметру вокруг нас на удалении до километра. Дальше пока не заходить. Связь каждые десять минут. Если заметите что-нибудь интересное, сразу на связь. Ясно? Так точно, товарищ полковник. Все выполнять. Есть! Петренко быстрым шагом направился к бойцам, которые уже поставили палатку и разместили в ней амуницию и запасы пищи и разделил их. Сам он с двумя десятками морпехов пошли налево через густые кусты, а остальные направо через пляж. Через некоторое время группы должны были встретиться. Смиров же подошел к Вячеславу Соколову, отвечавшему за техническое обеспечение первой заброски. Вячеслав, закончите обустройство и получите на своих ребят пистолеты. В моей палатке уже приготовили 20 АПС в кобурах. Ясно. Соколов побежал к своим подопечным. Вечером из Марьево аномалий вышел майор Петренко с отснятым на той стороне материалом. Его тут же поместили в изолятор, где провели первичное обследование. Вскоре выяснилось, что кроме проявящего при переходе давления, все остальные показатели организма были в норме. То есть, никакой видимой опасности для человека проходят через аномалию нет. Однако, карантин пока никто не отменял, на мало ли там возможных инфекций. Хотя, архипелаг был отличным местом для карантина. Как поделился своими ощущениями Петренко, интересно было и то, что если в ту сторону аномалия буквально насильно затягивала людей, то обратно пропускала совершенно свободно, без какого-либо отталкивания или упора. Руководитель проекта приказал опять отправить в аномалию аппарат, подсоединив к нему кабель и держать через него связь с ушедшей группой. Спустя некоторое время стали поступать сообщения. Уже далеко в заполноч Павел смог посмотреть принесенное видео, подключив камеру к своему ноутбуку. Не отрывая глаз и почти не дыша, он созерцал окрестности холма и далекие перспективы местности. Великолепный морской пейзаж, бухточки с изумрудной водой и первый поход группы по окрестностям лагеря. Восхищенно наблюдая за дисплеем, начальник экспедиции нервно теребил свой телефон. Вскоре он набрал номер, ответили моментально. Есть новости? Да, очень хорошие. Проект абсолютно рабочий. Окно стабильно действует на вход и выход человека без проблем. Отлично. Что представляет собой местность за аномалией? Планета земного типа. Море, лес, горы, много зелени. Внешне ничем не отличаются от земли. Воздух чистый, следов селений или местных жителей пока не наблюдаются. Я отправил людей на осмотр ближайшей местности. По нашим наблюдениям эта планета и есть наша земля. Видимо имеет место темпоральный скачок или параллельная реальность. Готов первый видеоматериал. В скором времени я отошлю его вам для ознакомления. И еще вчера обследуя местность на той стороне, ребята чувствовали запах костра. А только что сообщили, что видели огонь, так что это или наши пропавшие бойцы, или местные. Как бы то ни было, утром в том направлении отправится исследовательская группа. «Отлично». «Отлично!» «Скоро отправим к вам в помощь нашу команду и, наверное, надо недалеко от норвежской границы провести учения Северного флота Для островски. Ладно, Павел, удачи. Российский базовый лагерь «Новая земля». Солнце постепенно скрывалось за горами, расцвечивая снежные шапки великолепным багровым цветом. В этом свете купался величаво развивающийся на прохладном вечернем ветру российский триколор. Картина была потрясающе красивая. С час назад вернулись бойцы во главе с майором Сазоновым, проделав пешком по два эллипса по холмам и окружающим лесам. Ничего особенного не было обнаружено, однако один из бойцов отряда Зайцева утверждал, что чувствовал слабый запах мяса, готовившегося на костре. Отметив направление ветра, откуда якобы шел запах, группа доложилась Смирнову, но тот добро на вылазку в сторону не дал. В целом результатов не было, найдены следы животных и остатки процессов их жизнедеятельности не в счет. Завтра было решено устроить более глубокую разведку. Перед ночевкой запустили дизельный генератор и в палатках появился свет, но в центре лагеря все равно загорелся костер. Эта инициатива Смирнова вызвала у всех полное одобрение. Место аномалии отметили, и рядом с ней были поставлены две палатки для подчиненных Радека. С другой стороны лагеря стояла палатка Смирнова. Работы по обустройству безопасности лагеря были закончены. По периметру установлено ограждение из корючей проволоки, насаженные на составные колья под метр высотой. Караул на постах сменялся каждые четыре часа. Ночкар, заместитель и разводящий заступали на сутки. Часть бойцов, чье время дозора было с десяти вечера до двух ночи, завалились спать. Досили уже похрапывал, а Петр лежал с открытыми глазами. Завтра в разведку пойдет его отделение, как он хотел, чтобы завтра поскорее наступило. Ему лезла в голову всякая чушь про то, как он будет разведывать новый мир, какой он будет первооткрыватель неизведанного, ну, что-то в среднем между Хабаровым и Деженевым. Побоюканной этой нелепостью, Петр, наконец, погрузился в сон. И снилось ему, черт знает что. Однако, когда Новиков разбудил его, все сны Карпинского куда-то улетучились, как он ни старался их припомнить. «Петя, наша смена, быстрее очухивайся!» зашипел Новиков. Пятерка часовых Новикова заняла позиции по краям лагеря. Лишь ночкар Сазонов фланировал от поста к посту, изредка подбрасывая дровишки в прогорающий костер в центре лагеря. Время пролетало довольно быстро. Ничего особенного не было замечено. Лишь постоянный шум прибоя, всплески воды и редкие звуки животного мира, ночного леса нарушали тишину ночи. Вдруг Сазонов по рации вызвал на свой пост Евгений Лопахин, парень, призванный из Боровичей, маленького района Новгородчины. С ним Компинский даже немного скорешился. «Товарищ майор, гляньте туда, огонь вроде!» Женя указал рукой направление в темноту. Крошечный огонек плясал отблеском на гребне далекого холма. Полученный майором на новой земле бинокль ночного видения Филин подтвердил увиденное глазом костер. Похвалив бойца за наблюдательность, майор проследил за далеким огоньком до конца своей смены, и передал бинокль сменщику. Доложившись Смирнову о ночном костре, Сазонов получил указание отдыхать, а наутро готовит свое отделение к походу по направлению к отмеченному месту. Глава вторая Уфа, Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Июль 2008 года Подпишите здесь и здесь. Спасибо, улыбнулся молодой человек. Сейчас вас отвезут домой и будут ждать. Потом поедем в аэропорт. Такая спешка. Зачем? Удивилась Катя. Это объясняется важностью работы. Вы уже определились с напарником? Да, да, определилась, торопливо сказала она. Елена Мышкина, мой ассистент. Молодой человек еще раз улыбнувшись, кивнул и вышел из лаборатории. За ним засеменил, поджидавший его у двери руководитель научного центра, на ходу выспрашивая о грантах и расширении научной базы института. Спустя сутки Екатерина Тимофеева, доктор биологических наук, вместе с коллегой тряслась на борту Ми-8АМТ, летевшего из поселка Белушья-Губа на полуостров Утиный. На новую землю они прилетели из Мурманска на борту Ан-12. Там же они познакомились с группой военных медиков из Питера и мурманской бригадой врачей из местного военного госпиталя. Медики, так же, как и Катя, заключили полугодовые контракты с государственной организацией спецпроект. Деньги за вахтовую работу были более чем хорошие, поэтому люди были довольны. Пусть ей пришлось Катерине отложить свадьбу, намеченную было на август. После первого неудачного брака общие друзья ей дали ненасильно познакомили Катю с Борисом, сорокалетним холостяком. К ее немалому удивлению, он оказался весьма душевным человеком, готовым к серьезным отношениям. Время тянуть они не стали и вскоре подали заявление в ЗАГС. Недовый месяц они планировали провести у родственников Бориса в Туапсе. На свадьбу и отдых требовались деньги, поэтому Екатерина сильно заинтересовалась контрактом. Поговорив с Борисом, она не смогла убедить его в правильности своего поступка. Он просил Катю подумать, на что она ответила, что контракт уже подписан. За эти шесть месяцев она могла заработать столько, сколько не получила бы и за два года в институте. В тот вечер они поругались первый раз. И теперь она сомневалась. А может, это и к лучшему? Теперь у нее было время подумать и решить для себя, а нужен ли он ей вообще? Катерина взяла в ассистенты Леночку, свою помощницу в лаборатории. Несмотря на то, что та была младше Кати на семь лет, они отлично сдружились. Лена согласилась на контракт сразу же, не сомневаясь. Тут Катя и поняла, что никакого молодого человека у Ленки все-таки нет. А сколько было разговоров о нем. В вертолете Катя была полностью погружена в свои мысли, с грустью скользя взглядом по темной воде Баренцова моря. Она думала не о предстоящей работе, а о собственной судьбе. Елена же трепалась с Наташей, военным медиком из отряда Дарьи Поповских, майора медицинской службы. Девчонка, свяло улыбкой, подумала Катерина. Новая земля, полуостров Утиный, 23 июля 2008 года. Когда в лагерь прибыло очередное пополнение, группа биологов и два отряда военных медиков, руководитель проекта провел недолгое собрание. На нем он максимально быстро ввел людей в курс дела, не давая им времени опомниться, но он принялся расписывать красоты мира, в котором предстоит работа. После чего новоприбывшим была продемонстрирована видеозапись, сделанная на месте высадки экспедиции. Увиденные картины нового мира повергли Катю в восхищение, причем они никак не казались картинами нового мира. Безумно красиво, это да. У нее появились смутные догадки, но пока она решила, что для первых выводов надо побывать на месте. Лену же захлестнули эмоции. Новый мир, другая планета. Это могло показаться розыгрышем, дурной шуткой, если бы не все окружавшие их, огороженная территория с часовыми, десяток ангаров, строительная техника, сотни людей. Это было слишком серьезно. Да и начальник проекта на шутника похож не был. После ответов на вопросы Павел Константинович предложил новичкам сразу готовиться к переходу, буквально через полчаса. Вскоре людей собрали у входа в аномалию, и через некоторое время все они исчезли, поглощенные мерцающим маревом. Вечером Павел разговаривал с профессором Радоком, вернувшимся с той стороны. Его уже не имело смысла обследовать в изоляторе, и так по Петренко ясно, что ни вирусов, ни каких-либо инфекций люди там не подхватывают. Для начала начальник научной части экспедиции заявил, что планета на той стороне это, несомненно, Земля. Старина Хью был прав, проговорил Николай Иванович. Многомирие это реальность. Можно получать Нобелевскую премию, Павел. Кисло улыбнувшись, добавил он. — Забудьте, сухо отозвался собеседник, утечка любой информации недопустима. — Да понимай, не дурак, усмехнулся Радок. А что ждет людей в занятых в проекте? — Да вам не стоит об этом волноваться, Николай Валентинович, заметил Павел. — Промывка мозгов, профессор посмотрел на оскорбившегося начальника. — Ладно, ладно, шучу. Руководитель проекта поинтересовался возможностью расширения окна аномалии на больший диаметр с тем, чтобы появилась возможность использовать технику на той стороне. — Мы увеличили насколько возможно окно, объяснил Радок, но носущее сантиметры. Чтобы достичь большего, нужна большая мощность наших аппаратов. Сейчас мы не в состоянии этого добиться. — Но попробовать-то можно, — воскликнул Павел. — А вдруг получится? — Готовьтесь увеличить мощность. — Можно и попробовать, — кивнул Радок, но неизвестно, как это отразится на аномалии. Из чрева десантного корабля выпуск нагруженный стройматериалами грузовик ГАЗ-66. Въехав внутрь ангара, машина продолжила движение прямо на аномалию. За грузовиком в ангаре появился и армейский УАЗ. Первая машина неспешно покатила на мостки, установленные на уровне нижней кромки окна перехода. ГАЗ прокатился насквозь, но не исчез. Ничего не исчезло и внутри машины, а водитель даже ничего не почувствовал. Павел вопросительно посмотрел на специалистов, стоящих неподалеку. Ученый развел руками. Аномалия в порядке? Настала очередь советского джипа, но он также не смог пройти в аномалию, проехав в след за грузовиком. Черт возьми, это все усложняет дело. В сердцах бросил Павел. Российский базовый лагерь Новая Земля Ранним утром в рассветной дымке над лагерем плыли ароматы готовящегося завтрака. Запахи гречевой каши с мясом и свежезаваренного какао разносились далеко по округе. После завтрака полковник Смирнов собирал бойцов на инструктаж, но он и сам был не прочь отправиться с отрядом к ночному огню, что был обнаружен, но не имел права покидать лагерь, тем более, что майор Петренко еще не вернулся снова из земли. Внимание! обратился Смирнов в группе. Действуйте с максимальной осторожностью, от маршрута отклоняйтесь только в случае визуального обнаружения любых неприродных объектов, как то постройки, развалины, местные жители, либо предметы, обработанные рукой или механизмом. Ни в коем случае не разделяться. Мы не знаем пока ничего о том, что представляют собой местные обитатели. Скрытность приоритетна, на открытые участки местности не выходить. Все ясно, оглядел он солдат. Сержант Ким. Я с готовностью откликнулся кореец. Будешь вести съемку местности. Ким заулыбался, получая камеру, отчего его и так узкие глаза вовсе превратились в две щелочки. Не я свести съемку. Ну, все, сбор, приказал полковник. Алексей, связь держать каждые пятнадцать минут и смотри. Осторожность, еще раз осторожность. Смирнов хлопнул майора по плечу и направился в свою палатку, где его ждал Соколов. Сазонов жестом направил ждущих команды морпехов на выход из лагеря. Шли цепочкой, соблюдая дистанцию. Бойцы, спустившись к холма и пройдя по низинному лугу, углубились в бой на разросшийся кустарник. Минут десять активной работы по перехвату отведенных впереди идущим ветвей, чтобы не получить ими по физиономии, были потрачены на преодоление кустарника. Внезапно кончившиеся заросли открыли группе шикарный вид на побережье и пляж со светлым, почти белым песком, для подхода к которому осталось лишь спуститься с невысокого песчаного обрывчика. Вдоль берега рукой природы были причудливым образом набросаны большие камни и небольшие скалы. Хвойные деревья с выдающимися земли корнями напомнили Карпинскому детство. Поблизости от пионерского лагеря наука, что в Крыму, где он провел не одно лето, было много таких же согнутых, словно застывшие раскоряченные фигуры стволов. По всей видимости, на побережье сила дующего ветра была немалой. Петр поделился наблюдением спереди идущим Новиковым, на что Василий молча кивнул. Но что-то неуловимое не давало общей картины, что-то должно присутствовать еще. Запах моря. Да, не было крепкого морского запаха, характерного запаха водорослей. Значит, это огромная масса воды до горизонта, морской пейзаж, скалистые островки, изумрудная вода, все это так похоже на море лишь озеро. Карпинский решил догнать Сазонова. Товарищ майор, это же не море, а огромное озеро. Да я уже понял, возвращайтесь в строй, кивнул Сазонов. Вдоволь напрыгавшись по камням, отделение подошло к подъему в лес. Он был также и бесподобно красив, временами напоминая горный Крым, временами джунгли. Переплетение веток создавало иллюзию Лиан. Пышные листяные шапки деревьев ассоциировались с лесами Амазонии, и все великолепие дополнялось солнечным светом, играющим бликами в процветах зелени. Было жарко, одежда бойцов быстро покрылась белыми разводами высохшего пота. Спасало то, что часто путь пересекали речушки и ручейки с пронзительно холодной, от которой аж сводило зубы, но необычайно вкусной водой. Группа забирала влево, вынимаясь по склону холма среди редколесья. Нагонец Сазонов скомандовал привал и подозвал Новикова. — Василий, мы уже близко, сейчас поднимемся на холм, оттуда можно будет уже действовать по обстановке. Бойцы немного передохнули перед последовавшей командой. — Пойдем, осталось немного до цели, не забывайте про осторожность, смотрите по сторонам. Отделение стало подниматься на вершину холма. — Да это не холм, это целая гора, нудил Карпинский. — Не мороси, Петя, расслабься и получай удовольствие, как будто ты в походе. Василий ухмылялся, снисходительно поглядывая на Карпинского. — Не, ну я был, конечно, в походах, но в гору мы не лазали. Петр осекся, глядя на склон соседнего холма. — Ты чего? — пошептал сержант. — Показалось, будто что-то светлое там мелькнуло, нерешительно произнес Петр. Движение какое-то было. — Может, животное? — предположил Новиков. — Но в любом случае будем посматривать. Пошли. Деревья росли все реже, сквозь них на склоне угадывался некий амфитеатр. Небольшая площадка с выступающими по двум сторонам выходом скальной породы. Сазонов остановил группу, приказал вытянуться цепью и охватывать полукругом открывавшуюся цель. Крайний боец поднял руку, привлекая внимание майора. Все замерли. Теперь был отчетливо виден белый дымок, поднимающийся из-за скалы. На деление тихо подбиралось к площадке, стал слышен треск ломаемых сучьев. По всей видимости, кто-то ломал хворост для костра. Бойцы подобрались для броска, стали обходить природный балкон со стороны скал. Внезапно треск хвороста прекратился, и в наступившей тишине все отчетливо услышали юношеский голос. «Кого там еще несет? А Юрка, ты что ли?» Бойцы с изумлением переглянулись. «Ай, чужие!» раздалось сверху, потом зашуршали осыпающиеся мелкие камни, и, видимо, говорившие тоже по-русски пытались убежать. «Стойте! Мы не причиним зла!» закричал вдруг Сазонов, боясь упустить незнакомцев. «Нам надо поговорить!» «А вы кто?» выкрикнул невидимый парень. «Научная экспедиция!» отозвался майор. «Можно я поднимусь к вам?» «Только автомат оставь внизу, а то сбежим!» Сазонов посмотрел на замерзших морпехов. Что сейчас творилось в головах солдат, одному богу известно. Открыли новый мир и сразу же наткнулись на своих. «Поднимаюсь!» предупредил незнакомцев майор и принялся карабкаться наверх. Оказавшись на площадке, он увидел до их мальчишек лет пятнадцати. Одеты они были в дурно выделанные шкуры, под которыми угадывалась грубая ткань. Штаны искроены из той же рогозы, а на ноги надеты кожаные макосины. Обоясывал фигуры кожаный же пояс. На майора смотрело две пары внимательных глаз, в которых читался восторг. Лица ребят расплылись в широких улыбках, и один из них допил «Пришли! Пришли! Отец говорил!» «За нами пришли!» «Ребята!» буквально возмолился Сазонов, пытаясь успокоить пареньков. «Да кто ваш отец? Где он? Объясните мне, кто вы?» «Меня зовут Петр, а его Павел», ответил один из них. «Это мой брат. Ну вы же из Советского Союза!» «Нет», опешивал майор, «но так моя страна называлась раньше». Пареньки переглянулись, не понимая, о чем говорит этот человек. Потом они тихонько поговорили между собой, так, чтобы Сазонов их не услышал. «Но вы же не американцы!» нагляд спросил тот, кого звали Павлом. «Нет, мы русские!» «Как можно мягче, сказал майор. «Вы проводите нас к отцу!» «Тебя проводим, а остальных нет», шмыгнул носом Петр. «Ну, пошли что ли?» Ребята, подхватив свои мешки, принялись подниматься а вскоре они уже спускались с другой стороны, по видимой только им тропке, уходившей круто вниз. Сазонову едва получалось не отставать от братьев, высматривая, куда ставить ногу. Мальчишки продолжали радостно безумолку галдеть, перемежая иногда русскую речь незнакомыми Алексею словами. Речь их все же отличалась некоторым акцентом, но вскоре он перестал его ощущать, принорвился к говору. Мелкие камешки с шуршанием осыпались из-под ботинок. Майору приходилось то и дело держаться за пучки травы, растущей между камнями. Он успевал еще и поглядывать по сторонам, а со склона, где они сейчас находились, открывался поистине шикарный вид. С одной стороны голубое море воды, с другой зеленое море леса, а далеко впереди за скрывающимися в тумане изумрудными холмами гордой грядой выступают горы. Восторг одним словом. Бойцы тем временем заняли площадку, откуда только что ушли незнакомцы и майор Сазонов. В центре ее еще горел костер, рядом была навалена куча хвороста, а кости и куски шкуры какого-то копытного лежали в ямке, явно с прицелом прикопать это добро позднее. Новиков осмотрел площадку, приказал радистам передать сообщение на базу, но скалы торжали радиоволну. На гребень холма шуруйте, попробуйте там связь. Карпинский полез вверх по склону с некоторым отставанием, за ним стал карабкаться радист отряда Иван Коломейцев. Петр, все, давай тут склон подходящий, воскликнул он, снимая рацию. Присев на безвлесном каменистом склоне, Иван попробовал связаться с лагерем. После нескольких попыток связь появилась. Коломейцев принялся передавать сведения о произошедшей встрече с местными жителями, говорившими на русском языке, и о решении Сазонова пойти на более тесный контакт с ними. Петр, пошли. Иван закончил передачу и собрался спускаться. — Ты чего? — Слушай, Вань, ты пока посиди тут, а я наверх слазаю. Гребень сопки манил своей близостью. — До вершины всего ничего. — Погодь, давай вместе. Через некоторое время бойцы выбрались на поросшую редкой травой и продуваемую ветром вершину. Открывшиеся красоты заставили Карпинского присвистнуть. Стянул берет, он взъерошил волосы и зашагал к каменному выступу, за которым начинался довольно крутой склон, и застыл там. — Ваня, давай сюда! Петр с изумлением оглядывал открывшуюся его взором картину. Радист подбежал к Мичвану и тоже оторопел от неожиданности. Внизу, на берегу реки, изливающейся из огромного озера, располагался поселок. Рядом с ним было видно несколько аккуратных прямоугольников, обработанных земли, огражденной по периметру забором. Неподалеку горело и несколько костров, а на берегу угадывались вытащенные из воды лодки перевернутые данищем вверх. Вокруг самого крупного костра сидело много людей, перед ними кривлялись и махали руками странные фигурки. Карпинский подсчитал примерно количество людей, выходило никак не меньше пятидесяти, шестидесяти человек. Переведя взгляд на реку, Иван показал на торчащую из воды скалу. Рядом с ней на воде качалось несколько лодок. — Майор к тем дикарям отправился? — спросил Петр. — По всей видимости, растерянно проговорил радист. Карпинский между тем осматривал поселок. В основном там были конические домишки, похожие на... на что? Казалось, на индейские вигвамы, неразвиденные в кино. — Это чумы? — предположил радист. — Как в Сибири? Так же виднелась и пара шалашей. — Ладно, двигаем к нашим, Петр похлопал радиста по плечу. Ваське надо рассказать. Несколько километров восточнее. Спустившись со склона, братья по едва угадывающейся трубке повели майора в лес. Расстелавшийся между грядами сопок, он был темным и густым. Настоящая девственная тайга, не знавшая топора. Продираться сквозь нее было сущее проклятие. Алексей в полголоса ругался, снимая с лица очередную налившую паутину, да отводя в стороны ветви, так и норовивший его ударить. Услышав тихое подхихикывание, Алексей нарочито строго проговорил. — Чего улыбитесь? Думаете, я каждый день, как и вы тут, шастаю? Почему мы не идем в поселок? — А зачем? — искренне удивились пареньки. — Данул не будет рад чужаку. — Данул? Это кто? — Наш вождь, — ответил Петр. — Он незнакомцев не жалует. Наконец они вышли на небольшую полянку, покрытую мягким ковром темно-зеленого мха. Сазонов сразу обратил внимание на груду валежника в центре поляны, призванного, видимо, скрыть некое сооружение. — Землянка? — указал майор на темный зев, под поваленным столом ели, тоже покрытые мхом. — Там раньше берлога была, отец с дядькой Вити убили медведя, а яму расширили, пояснил Павел. — Адам он сказал брату остаться здесь с гостем, а сам отправился в поселок за отцом. Не было его около часа. Это время Сазонов провел в разговорах с Петром. Оказалось, что фамилия его Васильев, а его отца звали Николай Сергеевич, и что кроме Павла у него было еще четыре брата и две сестры. — Это сколько же у твоего отца жен? — удивился Алексей. — Трое жен. — Нашу сполучшую маму отец Ольга зовет, объяснил паренек. Она самая любимая у него, младшая. У дяди Виктора, как выяснилось, тоже три жены, да и детей на одного больше. Словоохотливый Петр рассказал, что живут они в поселке, а тут у них, по словам отца, дача. Сазонов спросил разрешения посмотреть на землянку. Перед дверью обитой рогожей Алексей наткнулся на череп медведя, висевший над входом. — А чтобы чужие не зашли, — моментально пояснил Петр. Хмыкнув и покачав головой, майор достал фонарик и толкнул дверь. Луч, ворвавшийся внутрь, вызвал у Петра удивленный вскрик. Объяснив ему природу появления света, Сазонов подарил ему и сам фонарик. Внутри землянки ничего интересного не было, посередине кострище, по краям лавки до два топчана, на которых лежала солома, покрыта все той же рогожей. — А там внизу нычка, брякнул Петр. — Что? — не понял майор. — Какая нычка? — Ну, замешивался парень, тут же поняв, что сболтнул лишнее. — Не говорите отцу об этом, пожалуйста. В лесу послышался треск сучьев. Кто-то приближался, будто бы намеренно производя шум, дабы и появление его не стало сюрпризом. А вскоре на поляну вышел коренастый человек с пышной растительностью на лице. Одет он был так же, как и ребята, курточкой из грубой ткани, штаны и макосины. Он издал торжествующий вопль и устремился к майору, тут же заключив его в крепкие мужчина с мокрыми слез глазами, с минуты не отрывал взгляда от Алексея. Его борода задралась лопатой кверху, а улыбка оказалась щербатой. Довольно продолжительное время человек не мог вымолвить и слово только похлопывал Сазонова по плечам, по груди и снова обнимал. Его сыновья стояли рядом, не понимая, до чего у их отца текут слезы. Казалось, они такого до сих пор не видали. Натерев рукавами лицо, мужчина наконец выдохнул. Как? Как вы смогли попасть сюда? Он с неподдельной радостью смотрел на майора, продолжая пожимать его руку. Давно прибыли, задал он сразу второй вопрос Алексею. Второй день, отвечал тут, мы увидели костер на сопке. Оказалось, его жгли уже пятнадцать лет, надеясь на то, что когда-нибудь за ними придет помощь. Их не оставят одних посреди дикого леса и не менее диких людей. Так вы те два офицера, что пропали еще в девяносто первом году, сумели выжить оба? Мичман Васильев представился мужчина, приложив руку к волосам, перехваченным кожаной тесемкой. Сафаров тоже жив здоров. Бывший советский Мичман приказал сыновьям разжечь огонь и разогреть похлебку, которую принес в котелке Павел. Сазонова же он попросил пройти в землянку, чтобы поговорить, не опасаясь лишних глаз. Они тут не ходят, махнул Васильев в сторону леса, но так, на всякий случай. Внутри было сумрачно и сухо, Николай снял с единственного окошка в потолке, занавес из плетеного лыка, и в бывшей берлоге стало чуточку посветлее. Присели на лавку, через некоторое время Сазонову был предложен рыбный суп с какой-то разваренной кашей, от которой Алексей поспешил отказаться. Хозяин же был голоден и, попросив извинения, принялся за еду. — Ты рассказывай, майор, оставив котелок с оставшимися супом для сыновей и, утеревшись рукавом, Васильев повернулся к Сазонову. — Ну, что там в мире делаться? Пока Алексей говорил, во взгляде Митчем она что-то менялась, и сам Николай как будто оживал, возвращаясь к тебе прежнему, спадала какая-то отчужденность. Васильев внимательно слушал гостя, поперев голову кулаком. До рассказа об аномалии его было видно не особо волновал. Видимо, столь долгое житье среди мест нетронутых цивилизацией заставило его философски относиться к произошедшему. Гораздо больше его заинтересовал рассказ о тех глобальных переменах, что были в мире. Известие о развале СССР повергло его в глубокий шок. — Развалили таки сволочи, глухо проговорил он, отставляя котелок. Никто же не верил, что такое случится. — Случилось, развел руками Алексей. — Ладно, прибалты пытались таможни ставить, за границу игрались, вспоминал Васильев, потеря виски. — Погоди, а Минск тоже за граница? Сазонов угрюмо смотрел на Мичмана. — Будьте на, воскликнул Николай, мой брат родной теперь иностранец. Васильев, находясь в сильном волнении, встал и начал прохаживаться по земляному полу. — Николай, ваш черед рассказывать, что с вами было? — обратился к Мичману Сазонов. Николай кивнул, но сначала, немного смущаясь, спросил, а есть ли у Сазонова что-нибудь сладкого с собой? — Алексей. достал из кармана жестянку с мятными леденцами. — Только это отлично! Николай быстро сцапал плоскую коробочку и, торопясь, открыл ее. Наслаждаясь забытым вкусом, он стал рассказывать, что с ними случилось за эти годы. Попал он сюда по глупости. Находясь на посту у аномалии, молодой Мичман, лишь двадцати двух лет от роду, решил разглядеть это чудо поближе. Присев на корточке у ямы, испытывая неодлимое любопытство, Васильев лишь протянул руку, а аномалия буквально затянула его внутрь. Но он не успел даже вскрикнуть, как оказался в густой траве. Вместо сумрачного света полярной ночи вокруг было залито ярким солнцем поле. Тогда ему вдруг стало плохо, грудь будто сдавила неведомой силой, голова закружилась, и Мичман повалился навзничь, а спустя несколько секунд на него свалился Сафаров. «Я попытался привстать», говорил Николай, «а пошевелиться не могу». Ни мысли в голове путаются. Хотел тогда крикнуть что-то, но горло пересохло, только свист идет, а потом звуки на меня как накинулись все сразу, шум прибоя, крики птиц, стрекот насекомых, посвист ветра. «Я аж за голову схватился», хриплый рассмеялся бородач. Почему они не вернулись назад сразу, Васильев уже и не вспомнил. Находясь в ошеломленном состоянии, они поврели прочь от места перехода. Вскоре они наткнулись на труп человека. Облепленный мухами мужчина, лишенный руки по локоть, валялся в траве. Его лицо сохранило то мучение, которое он испытывал перед смертью. Документы франкоязычного канадца до сих пор хранятся у Васильева. Только тогда они наконец осознали, что с ними произошло. Похолодевшие от нахлынувшего ужаса, мичманы со стервенением стали искать окно аномалии, но так и не смогли его найти. Поиски продолжались несколько дней. «Оно открывалось лишь на двое суток», проговорил Сазонов. Васильев покивал с кислой улыбкой. Сейчас ему это было уже и не важно. А тогда два мичмана советского флота оказались посреди дикой природы чужого мира. Первый год был самым страшным, приходилось действовать, зубами цепляясь за жизнь. Четыре рожка патронов к автомату Калашникова, штык в нож и содержимое карманов. Это все, чем располагал каждый из них. Тем не менее, молодые парни выжили, а на второй год и вовсе обзавелись собственным племенем, в которое их приняли по доброте душевной, князька Данула. Один из младших сыновей мелкого тунгусского князька Данул с несколькими соплеменниками был изгнан из кочевья отца Зохулу в адрес богов. Их встреча произошла случайно, и мечманы уложив троицу самонадеянных воинов по патрону на каждого, да поколотив оставшихся нескольких мужчин ушли прочь. Глава чепенцев, молодой гонористый Данул, шесть дней преследовал странных чужаков, требуя от них возмещения ущерба. Убитые ими воины были лучшими среди людей Тунгуса. Теперь незнакомцы должны были поделиться своей силой, то есть кровью, исчезливить многочисленных жен, погибших своим стеменем. Поначалу чужаки прогоняли вдов, кидали в них палки и снег, ругались и грозили побить, но в конце концов сопротивление было сломлено. Данул узнал, где живут чужаки, и стал становищем неподалеку от их землянки. Со временем Тунгусу удалось заставить их привыкнуть к своим людям. Вдовы часто ходили в их землянку, возвращаясь оттуда весьма довольными, неимоверными усилиями Данул расположил к себе русских, как они себя называли. Он понимал, что столь сильные чужаки заменят ему убитых воинов, но он был сильно впечатлен огнестрельным оружием. Митчманы же, в свою очередь, наконец, смекнули, какие выгоды им сулит коллектив. В первое время все было нормально, они вживались в племя, митчманы обзавелись женами, а потом и вторыми. Выучив необходимый минимум языка туземцев, пропавшие во времени товарищи принялись учить русскому своих женщин. Николай говорил, что это сделает их сильнее, чем поощрял изучение языка. Они хвалили каждого, кто делал успехи в обучении, принуждая следовать этому остальных членов группы Данула. Остальные, правда, не горели желанием что-то учить, отмахиваясь от приставучих соплеменников. Тем временем племя становилось все сильнее, вбирая в себя новых данул желал большего, а именно покорить ряд мелких кочевий своей родни. Русским парням это не понравилось, ведь все, что они хотели, это просто жить и улучшать жизнь вокруг себя. Зачем каждый год срываться с насиженного и обжитого места, уходя в другую часть тайги? Короткая ссора в чуме Канеска закончилась соглашением. Сафаров пообещал устроить домницу. Он заинтересовал Данула возможностью выплавки железа. Это сулило неплохие шансы на повышение его статуса бесконфликтным способом. Железо могло привлечь и новых людей, а с тем и большую силу его кочевью. Что лучше, палка или палка с железным наконечником? Для начала Митчманы решили уговорить Данула перейти к оседлому образу жизни, добавив к привычной охоте и собирательству, рыболовство, скотоводство и сельское хозяйство. С последним дело обстояло труднее всего. Непривычные к этому тунгусы не отказывались от работы, но не понимали ее важности. Лишь со временем их удалось заставить поверить в собственные силы. Постепенно увеличивалось поголовье овец и коз год от года все больше засевалось проса, ячменя и овса, которые удалось получить от живших ниже по течению бурят. Через некоторое время вчерашние Митчманы устроили таки домницу и, пройдя через пробы и ошибки, получили таки из болотной луговой и дерновой руды первое плохонькое, но железо. Постепенно улучшая качество плавки, бывшее кочевье богатело, обменивая железную утварь соседям на скот и зерно. А потом остров встал вопрос безопасности. Богатейшее поселение все чаще привлекало к себе алчные взгляды соседей. Начались нападения, тщательно оберегаемый запас драгоценных патронов таял на глазах, выручали железное оружие и металлические пластинки, накладываемые на плотные кафтаны воинов. Пришлось деревню, названную мичманами Ламской по имени огромного озера, обносить частоколом. В таге застучали глухие удары топоров и со временем Ламская обрела нехитрое укрепление. Пара башенок позволяли лучникам выцеливать вражеских воинов. Соседям хватило пять отбитых с великим уроном штурмов, чтобы понять, на странную деревню нападать опасно. Ведь после каждого нападения того или иного князька на это поселение неминуемо следовал ответный рейд ламцев, которые забирали у побитых агрессоров женщин и детей, а также уводили подростков, усиливая этим себя и ослабляя соседей. Заняв удачное место для деревни, близ священной скалы у истока реки, Данулу удалось и тут снимать пенки, брать налог с каждой группы паломников. Многого он не требовал, пару-тройку куриц или овцу, пару щенков или мешочек зерна. Удавалось ладить. Через несколько лет деревня разрослась до трех сотен жителей. К князьку уже начали обращаться мелкие вожди, округи как судье, прося посодействовать в справедливом решении того или иного конфликта между кочевьями. Таков итог нашей Одиссее, закончил свой рассказ Васильев. Сейчас мы с Витькой на правах левой руки нашего князька Данула. Не упреждая вопрос майора, поспешу добавить. Правая рука шаман Уяткан. Если сказать, что Сазонов был изумлен рассказом бывшего Митчмена, это будет слишком мало. В душе майора кипел котел эмоций, в котором было и все, и гордость за мужиков, и восхищение их успехами, и фактом того, что остались живы в конце концов. Теперь вы можете вернуться домой, Николай, воскликнул Сазонов. Тот ответил не сразу. А нужно ли, товарищ майор? Да после того, что случилось с моей страной, мне будет проще остаться здесь. Лицо Алексея вытянулось. Да, да, не удивляйтесь, усмехнулся Васильев. Жизнь у меня налажена, детишек восемь душ, всеобщий почет. Единственное, замялся Николай, я смотрю, у вас два рожка в разгрузке осталось. Может, презентуйте, как и леденцы. Созону, словно завороженный, отстегнул лямки и с тяжелым стуком выложил на стол два рожка. Наш боезапас вышел уже давно, пояснил Васильев. А поддерживать авторитет надо. У меня в нычке два калаша. Так что вы не хотите возвращаться обратно? Все еще не верил майор. А как же ваши родные? Думаю, по прошествии семнадцати лет меня уже не раз соплакали, ответил бородач. К тому же моя родня теперь иностранцы, а страна превратилась в сумасшедший дом. Нет уж, мне здесь хорошо и спокойно. Николай, у меня еще вопрос. Алексей посмотрел на Васильева. Какие опасности нас могут подстерегать тут? Ну, дикие животные, дикие люди. Если оборудуете периметр и будете нести корол не так, как мы, усмехнулся Мичман, то вам ничего угрожать не будет. Медведь к людям сам из леса не выходит, а местным будет достаточно пары столкновений, чтобы обходить вас за несколько километров. Небрежно махнул он рукой. Колючка, прожекторы и всего делов. Поблагодарив собеседника, Сазонов засобирался к оставленным солдатам. Скоро уже будет темнеть. Не хотелось, чтобы они пошли искать его, вот только... А я скажу повольше, он вас проводит, упредил его Николай. Приходите еще, только захватите патронов для меня, а еще картошки. Деревенский начальник протянул майору руку и крепко пожал на прощание. Майор Сазонов возвращался к своим бойцам с непонятным чувством, словно в его душе что-то надломилось. Возможно, это лишь впечатление от общения с Николаем и искребущее ощущение вскоре пройдет. Разговор с Павлом Васильевым не складывался на обратной дороге. Мальчишка провел его к тропинке, ведущей наверх, совсем с другой стороны. Алексей прошел мимо нескольких амбаров и помещений для животных. Там же, с другой стороны деревни, также была обработана земля, которая тянулась до самой границы леса. Попрощавшись с пареньком, майор стал подниматься на холм. Он обдумывал то, что ему следовало вскоре передать в базовый лагерь. Сазонову менее всего хотелось нарушить то равновесие, что Васильев и его товарищ создавали в течение долгих семнадцати лет. Когда он увидел отблески костра, зажженного бойцами на обживаемой ими площадке, его уже кликнул часовой. Палатки были расставлены, ужин готов, в обратный путь предстояло идти ранним утром. Иван позвал Сазонов радиста, организуй связь с лагерем. Базовый лагерь Новая Земля В середине дня лагерь объяла суматоха. Обживающие холм бойцы и ученые приветствовали появление своих товарищей, которые вдруг неожиданно стали возникать из ниоткуда. Из-за аномалии выходили новые люди. Сначала шесть отделений морпехов, два отделения роты хозяйственного обеспечения, которые споро начали стаскивать рюкзаки и ручную кладь. Присев, они с изумлением оглядывали местность вокруг. На их лицах читалось восхищение и радость. Появились улыбки и торжествующие возгласы. После бойцов вырос и Павел Константинович. Люди продолжали выходить, появились очередные рабочие и специалисты, пополнение в группу Вячеслава Соколова, группа военных медиков и несколько ученых. Последним вышел, наконец, отпущенный после всех проверок Ярослав Петренко. Для переброски грузов с новой земли был задействован ленточный транспортер. Смотрелось это несколько диковато. Казалось, что часть транспортера парила в воздухе, а на ней возникали будто бы из ничего коробки, ящики, тюки и прочее. Морпейки и рабочие по очереди принимали с ленты груз и сразу уходили с ним на место складирования. Это продолжалось несколько часов с перерывами. В числе прочего, с той стороны были получены и две бурильные установки с трубами. Предстояла первичная геологоразведка, пока не глубокая, метров на шестьдесят. По окончании разгрузки люди выглядели порядком уставшими, зато посреди базы экспедиции возвышались горы перемещенного материала. Прошедший аномалию начальник проекта сразу нашел глазами полковника Смирнова и помахал ему с нескрываемой радостью. Полковник с удивлением отметил, что это первое проявление Павлом Константиновичем таких эмоций. И, усмехнувшись, Смирнов направился к нему. Через некоторое время в палатке полковника на складных стульчиках сидело трое, включая Вячеслава Соколова. Собеседники уже около часа вели беседу, попивая чай, заваренный на воде из местного источника, которая была кристально чиста и потрясающе вкусна. Это отметили еще и в первый день экспедиции. То есть колонизация Павел Константинович свернув широко расправил руки. Москва будет здесь прочно закрепляться? Да, ответил начальник проекта, но у нас будут проблемы. Сьянки в первую очередь. Им активно сливают информацию по проекту. Вячеслав молчал, слушая товарищей, но сейчас обозначил свою позицию движением. На него сразу обратили внимание. Инженер не спешил высказаться, потрепал волосы на голове, как первокурсник на зачете, и только тогда размеренно произнес. Павел Константинович, окно аномалии не пропускает в контур любой объект, который шире его. Так? Совершенно верно. Мы пробовали протиснуть вазу, ничего не получилось. То есть, получается, что можно рассчитывать только на то, что поступает по транспортерной ленте, задача на произнес Смирнов. Павел кивнул с крайне озабоченным видом и продолжил. Появляется проблема со стройматериалами? Да можно использовать местное дерево, мы же можем протащить и собрать тут станок с циркуляркой или любой другой станок, ведь такая задача вполне разрешима, предложил Вячеслав. Я думаю, уже стоит начать устройство тут станочного парка, специалисты есть. Вот и займитесь этим, Вячеслав энергично кивнул Павел. Тем временем рабочие из новой партии поставили еще одну палатку, в этот раз уже за оградой лагеря, на Низинном лугу. Непослушную траву пришлось сначала уминать, а особо стойкую выкорчевывать. Доделение хозероты занимались готовкой и оборудованием простсклада, фасовкой и сортировкой продуктов. Работа спорилась. В лагере царило чувство первооткрывателей, люди были одохотворены стоящей перед задачей по исследованию этого мира. Несомненной удачей места выхода аномалии было то, что холм стоял на продуваемом теплым ветром месте и, стало быть, в лагере не было той надоедливой мошкары, что донимало людей при выходах за водой или дровами для костра, а особенно при посещении туалета, обустроенного по высшему разряду и ставшего первым строением на новой земле. При этом страдали двое и тот, кто справлял свои надобности и особенно тот, кто шел для подстраховки. Из палатки начальника лагеря вышло руководство экспедиции. Слушайте, мужики, а мы уже неплохо расширяемся, Смирнов, сложив руки на груди, оглядывал лагерь с нескрываемым удовольствием. А не пора ли уже ставить более долговечные подстройки? Палатки уже всем надоели, наверное. Заметил Соколов. Вячеслав, я понял, что ты имеешь в виду. Через несколько дней на новую землю придет корабль из Мурманска. Он может привезти станки и все необходимое тебе оборудование. Но мне нужен список нужды. Павел глянул на часы. Предоставь его мне в течение пары часов. А он у меня уже готов, Павел Константинович. Вячеслав, улыбаясь в пышные усы, вытащил из нагрудного кармана, сложенный в четверо лист бумаги и торжественно вручил опешившему Павлу. Вот хитрец! Смирнов тоже аж крякнул от восхищения. Ну, ладно, я на новую землю. Павел пошел было проходу между мирами, но развернулся, точно вспомнил, что так. Чуть не забыл. Андрей Валентинович обратился он к Смирнову. Карпинского пришлите ко мне, когда будет готов новый видеоматериал. Радек знакомился с новой партией специалистов, введя их курс дела. Пополнение прибыло для изучения флоры и фауны этой планеты, ее почвы и воды. Попутно планировался пробный засев зерновых культур, а после и овощей. Новенькими были сотрудники Института почвоведения и агрохимии, а также специалисты из московской войны эпидемиологии и вирусологии. Биологов и почвоведов Радек сразу после скорого ужина собрал, поставив задачи предстоящей работы. Катя уже походив по лугу недалеко от работающих строителей, собирала образцы местной флоры и в данный момент находилась в некотором недоумении. Собственно, ничего нового она не увидела. Вполне земные растения и травы, кустарники, деревья, вот и плящие кедры, что характерно для этого времени года, но на земле в Сибири. Ладно, завтра будет ясно, проговорила она. Байкал базовый лагерь Новая земля Утром за пределы лагеря вышла партия биологов с почвоведами и приданной им четверкой бойцов во главе сержанта Васина, здоровенного детины под два метра ростом с пудовыми кулачищами. В его ладони автомат Калашникова смотрелся пластиковой игрушкой. Правило большого человека сработало и в этот раз, как повелось. Девушкам он показался добрым и немного застенчивым. Группа пошла новым маршрутом на юго-запад от базы, делая пробы и собирая экземпляры местной флоры. Сначала прошли рощицу лиственных деревьев, затем миновали луг, потом направились через редкий хвойный лесок, постепенно забирая к побережью. Спускаясь по песчаному ступу к открывающейся полянке перед берегом, Катя чуть не налетела на остановившуюся перед ней с дровяковазина. Олег стоял, напряженно вглядываясь в буйно разросшиеся кусты по сторонам от открытой площадки. Катя, Ленка и Тамара Пачвовет пытались из-за спины сержанта разглядеть, что же его внезапно остановило. Посреди полянки было кострище, обложенное крупными камнями. Ближе к берегу виднелась вытащенная на берег лодка и кучка хвороста перед ней. Олег подошел ближе и нагнулся к месту костра. Было предельно ясно, что огонь тут горел очень давно, да и лодка выглядела довольно непрезентабельно. Борта вывалились внутрь, отчего она была похожа на костях длинного и крупного зверя. Хм, странная лодка, каркасная, но борта из бересты. Тьфу ты, сгнила вся. Лена, смочив носик, отошла от нее. Сержант! Двое бойцов стояли в дальней стороне поляны. Прежде чем Олег подошел, он уже понял, что там. Итак, труп. Труп давний, остался лишь скелет, да истлевшая напрочь одежда, которая угадывалась по сохранившимся клочкам. Сержант, осматривая останки, вынул провалившиеся в грудину пару длинных стрел. Наконечники были костяные, а вот оперения не осталось. А вот и удачная находка. Под скелетом сохранился кожаный кисет. Олег аккуратно разложил его, но внутри не оказалось чего-то особенного, интересного. Разноцветные камешки, непонятная фигурка из белой глины, небольшой сриток железа и несколько слежавшихся перьев. Так, собираемся в лагерь. Васин выпрямился. Вы их двое. Он указал на бойцов, нашедших скелет. Пожарьте вокруг, если ничего не найдем, уходим. Он собрал стрелы и стали находки, замотал мелочь из кисетов тряпицу и убрал в чемоданчик с пробами почвоведов. Бойцы обойдя вокруг место былой трагедии вернулись с пустыми руками. Ничего, все, уходим. Ближе к четырем часам дня они вернулись на базу. Олег с Катей сразу направились в палатку полковника рассказывать срочные новости. Пара почвоведов с образцами ушла к себе. Завтра у них начиналась основная работа. Предстояло высевать культуры, взятые в экспедицию для определения пригодности почв планеты для культурной колонизации. Высевалось семь культур, взятых в первую партию. Картофель, пшеница, овес, гречиха, горох, чеснок и лук. Культуры второй очереди, семена которых хранились в палатке агротехников, предстояло засевать чуть позже. Стоявший ухода в палатку Смирнова морпех доложил, что все начальники собрались у главного инженера экспедиции. Ясно, Радок наверняка тоже вернулся. Катя уже была уверена в своей догадке, решив высказать свои мысли, не откладывая. Сразу всем и скажу. Они направились в палатку Вячеслава Соколова. Войдя внутрь, Тимофеева едва не задохнулась от табачного дыма. Ядовитый туман был таков, что хоть топор вешай. Мужчины, казалось, его и не замечали, с увлечением споря о своем. Когда вошла девушка, разговоры немедленно прекратились, и взгляды присутствующих устремились на биолога. Катя не смутилась, а сразу обратилась к своему непосредственному начальнику. Николай Валентинович, а вы не находите странным то, что мы здесь наблюдаем вполне земных представителей флоры и фауны, например, голубая ель, кедр, свойственные сибирскому региону, чабрец, камнеломка. Радок откинулся в кресле, встряхнул пепел с сигаретой и проговорил. Екатерина, мы на Байкале. Это Сибирь уже стопроцентно известна. Хотите, называйте это параллельным миром, автономной реальностью, иным измерениям или еще как-нибудь. Мы это сейчас обсуждаем. Присоединяйтесь, пожалуйста. Глава третья Байкал, базовый лагерь Новая Земля, конец мая. Олег молча выкладывал на стол все находки. Радок заметно напрягся, подрагивающие пальцы выдавали его внутреннее напряжение. Говорите, совсем недалеко нашли? Встав со стула, Соколов подошел к столу и взял в руки слиток железа, принявшись его оглядывать со всех сторон. А что, неплохое железо, чистое, думаете, тут железный век? Внимательно посмотрел на инженера Радок. Возможно. Итак, что мы имеем? Вячеслав обвел всех собравшихся в палатке долгим взглядом. У нас есть лодка берестянка, стрелы с костерным наконечником, которыми убили человека недалеко от нас, но, правда, давненько. Недалеко от места нашей высадки шаманы скачут и нашлись дети, говорящие по-русски. Это дети, пропавшие в девяносто первом Мичманов, напомнил полковник. Ну что ж, одной загадкой меньше, но остается их немало, проговорил профессор. Попахивает параллельщины какой-то, господа, вздохнул Вячеслав и, наконец, присел. иномирье. А что тут такого? Во-первых, это все же земля, только малость другая. Катя невесело улыбнулась. Другая или не другая, начал Радок, а изучать будем со всей ответственностью. По моей теории, это земля, один из бесконечного числа вариантов дублеров, происходящего на нашей планете. И какой из них настоящий, усмехнулся Вячеслав? Для нас настоящий вариант там, Николай Валентинович махнул рукой в сторону перехода. На новой земле, а для тех, кто живет тут, настоящим являться этот мир. Логично, согласился с профессором Смирнов. Я думаю, так и доложим начальнику проекта. Доложим, согласился профессор. Я сегодня пойду на архипелаг. Нужно тестировать работу систем. Спустя пару часов после перехода Радека снова заработал транспортер. В лагере доставлялась очередная партия оборудования и продовольствия, а также несколько дизельных генераторов и бочки с топливом. Вошла бригада рабочих, которая занялась монтажом силового электрооборудования, расчистка места под складской ангар. Рабочие в темно-синих спецовках начинали принимать составные части металлических ферм-каркаса, деревянную решетку и оцинкованные листы обшивки. На Новоземельской базе профессор Радек первым делом сообщил начальнику проекта не о проводящейся работе и научных изысканиях, а о найденных майором Сазоновым Мичманах, пропавших при первом открытии аномалий. Их счастливое нахождение однако не вызвало у Павла Константиновича положительных эмоций. Хм, я должен проконсультироваться с Москвой, покачал он головой. Внезапное появление двух пропавших людей будет увязано только с работой на новой земле. Сейчас идет активный поиск информации о нашей работе со стороны американцев, китайцев и европейцев. Они и так уже знают непозволительно много. А что вы имеете в виду? опешил Радек. Лишняя шумиха сейчас не нужна, ушел от ответа собеседник. Мы вернем Мичмана в полдже вместе с морпехами, которых будем выводить из аномалий через несколько месяцев. Что ж, понятно, проговорил профессор, я думал о чем-то эдаком. Пока нам необходимо собирать информацию, Свернов должен организовывать разведывательные походы. Нужно установить степень заселенности местности и уровень потенциальной опасности для нашей базы. Радек хотел было что-то сказать, но Павел остановил его мягким жестом. Эту информацию мне предоставит полковник Свернов. Вам не нужно выполнять его работу. «А что с заказом Соколова? Станки, материалы?» спросил Николай. Руководитель проекта ответил, что контейнеровоз Мурманского морского пароходства подойдет к Рогачеву завтра к вечеру. Наконец, профессор, все еще под впечатлением реакции начальника по поводу найденных Мичманов, доложил о первом неприятном для исследователей звоночке. Сегодня рано утром были замечены первые возмущения контура окна аномалий. Для стабильной работы перехода пришлось увеличить едва ли не вдвое мощность подаваемой на объект энергии. Павел тут же связался с Москвой, объяснив с помощью Николая суть проблемы куратору проекта, после чего им было предложено подождать минут десять, но они не успели даже выпить по чашечке кофе, как спутниковый телефон подал сигнал вызова. Слушая Павел кивал и хмурил брови, произнеся лишь одну фразу «Технология отработана? А будет ли это безопасно?» Отложив трубку, он сообщил профессору суть телефонного разговора. «Самое позднее, через неделю, в Рогачево из Нижнего Новгорода доставят мини-АЭС. Это должно решить все проблемы с электричеством». «Да, проблему с энергией надо решать быстро», проговорил Радек. «Похоже, это и есть лучший выход». Спустя двое суток станочный парк, заказанный главным инженером, предстояло еще смонтировать в новом ангаре. стройматериал для него должны будут прибыть следующим рейсом контейнеровоза. Пока же шла рутинная работа первого этапа экспедиции. После долгого перемещения грузов с корабля на берег оттуда на транспортер и через окно аномалий в лагерь, начальник проекта продолжил сетовать на узкий вход аномалий. Из-за этого обстоятельства значительно тормозилась общая работа экспедиции в новом мире. Павел должен был обеспечить там в течение полутора месяцев стабильную работу и размещение новой группы научных специалистов и офицеров спецподразделений, которые должны будут начать вторую фазу освоения Россией новой планеты. Предполагалась работа беспилотников и зондов. Радож же должен был сделать все возможное для расширения окна перехода. Стань малый размер коридора категорически не устраивал Москву. Московский куратор ошарашил Павла новостью. Пекин в лице своего министерства энергетики негласно заявил о недопустимости сокрытия природного артефакта и предложил осваивать объект совместно, обещая значительные инвестиции в проект. Этим выяснилось, что китайцы не до конца поняли, что происходит сейчас на новой земле. Также из Москвы передали, что янки знают гораздо больше китайцев благодаря работе осведомителей. Помимо того, в Мурманске и Североморске было полно иностранных граждан, вплоть до швейцарцев, проявивших повышенный интерес к архипелагу и всему, что с ним связано. Зато контрразведки раздолье. Сколько новеньких клиентов засетелось в этот небольшой временной промежуток. Москва обещала вскоре закрыть Североморск для иностранцев, как и было до демократизации страны. Ну, а на месте аномалии решили строить фиктивный филиал энергетического института. Альтернативный вариант с местом утилизации радиоактивной дряни был отметен сразу, как было и отклонено китайское предложение в совместной работе. Как надоели уже эти скользкие азиаты, подумал Павел. Он был обрадован известен о том, что Москва не допустила китайского партнерства. Они верно надеялись, что Россия, опасавшаяся влияния американцев, бросится в объятия Пекина. А нет, сегодня китайцы предлагают вместе изучать что-либо, а завтра тут от них будет не продохнуть. И через энное количество лет на ней объявят ненцев китайским народом, а новую землю исконной территории Китая, отторгнутой от поднебесной русскими поморами в результате очередных неравноправных договоров. Ну, вот уж родня великого Ломоносова в гробу-то заворочается. «Кстати, что-то они в последнее время раздухарились, снова требуют землю у Хасана, пока правда через свою прессу и приморские СМИ, с радостью подхватывающих слухи, закидываемые Пекином. Если берег реки туманный, все же отдадут, то Приморье окончательно захереет, когда китайцы рядом с ним свой порт отгрохают. Да они и сам Владивосток уже давно своим объявили Хэйшиньвеем кличут. Эх, вот радость-то жить во времена перемен. При Сталине такого не было». Павел, когда еще слышал байку про то, как великий корм Чимао просил красного монарха Союза СССР поселить двадцать миллионов китайцев на Дальнем Востоке. Виссарионович тогда ему отлуп дал, мол, у меня свои миллионы имеются. А сейчас от Пекина кусками русской земли откупаются. Вон на Дальнем Востоке. Уже скоро сами русские в тотальном меньшинстве будут. Откупаться не придется, все само Китай в руки свалится, как груша перезрелая. Тут они совсем скромность потеряли. Днем Радек планировал увеличить подачу энергии на окно аномалии, воздействуя на контур, чтобы заставить его расширить свои границы. Это была не его идея. Павел Константинович требовал от профессора провести этот опыт. Выяснилось, что нижегородцы запаздывают в мини-АЭС. Их подводили смежники из подольского гидропресса. Поток грузов для экспедиции не иссякал, и на площадке перед переходом скапливались ждущего своей очереди погрузки на транспортер, штабеля материала, оборудование, да и всего прочего. Профессор несколько опасался заставлять аномалию раздвигаться, ведь ее природа еще не была изучена и понята, и всякое воздействие чревато противодействием. Хотя у него был небольшой успешный опыт в этом деле, ему же удалось раздвинуть окно на некоторое расстояние, и прошло это вполне безболезненно, лишь увеличилось количество энергий, идущей на поддержание работы перехода. Значит, все дело в мощностях. С прибытием мини-АЭС все проблемы будут решены. Находясь в ангаре у пультов управления, работающего с аномалией оборудования, Николай ощущал небольшой дискомфорт, но все же заставил себя успокоиться и прогнать мысли, о возможной неудаче. Ведь, в конце концов, это и есть работа ученого-исследователя. Но он должен пробовать, идти вперед, сомнения, помеха делу. И если бы ученые сомневались в своих силах и не занимались якобы опасными исследованиями, то, возможно, мир вокруг нас был бы другим, менее динамичным, менее развитым. Так что вперед, Рады кивнул своему помощнику и тот принесся задавать алгоритм работы аппаратуры. Увеличение мощности воздействия поначалу ничем себя не проявляло. Подсвеченная аномалия продолжала мерцать и вибрировать, как обычно. Но по прошествии нескольких минут ее границы начали таки раздвигаться в стороны удалось выиграть еще примерно до двадцати сантиметров. Павел с жаром поздравил Рады с искренней улыбкой пожавтому руку. Это великолепно, Николай Валентинович, воскликнул он, у нас все впереди, мы сделаем тут полноценный коридор. Профессор вяло улыбнулся. К счастью, ничего страшного не произошло. Аномалия, оказывается, имела свойство растягиваться. Недалек тот день, когда можно будет использовать на той планете и технику. Цикличность аномалии уже давно была остановлена, а накопление возмущения ее контура не замечено. Это значило, что пробой, организованный людьми на архипелаге, не критичен, а значит не опасен. Теперь Рады мог с чистой душой сделать такой вывод. Доложив о нем Павлу, он тут же услышал предложение снова попробовать увеличить окно перехода. На этот раз Николай решительно отказался. Павел Константинович, твердо сказал профессор, голосом не терпящим возражения, это вам не в игрушки играть. Все-таки я буду отвечать, если что-либо произойдет. У нас может не хватить мощности на поддержание контура. Ясно, ясно, тут же сдался начальник. Это ваша епархия, товарищ Радок. Давайте дождемся этих ваших АС для начала, договорил профессор, а потом будем снова пытаться. После обеда к руководителю проекта подошел капитан БДК Федор Сартинов. Вас можно поздравить, Павел Константинович, с улыбкой проговорил он, приподнимая солнечные очки. Да, Федор Андреевич, Павел пригласил жестом к своему домику, поговорим, чайку попьем? Можно, кивнул каперанг, но я к вам по личному делу, так сказать. Слушай вас, улыбнулся Павел. Как оказалось, Сартинов хотел осмотреть колонизируемую планету, а то одно дело слушать рассказы морпехов, а другое увидеть самому. Вы не будете против, Павел Константинович? Тот несколько смутился и ответил, что, дескать, раз уж мы тесно сотрудничаем, то тайны тут нет никакой. Да и формы допуска мне сверху не спускали, сказал Павел, так что, я думаю, большой проблемы тут нет. И детях, конечно, это того стоит. Вот и отлично, пожал ему руку Сартинов. Мы с офицерами на пару-тройку часиков тогда отлучимся? Павел недовольно посмотрел вслед. Да что их туда тянет-то? Только что рабочие выпросили провести там время до окончания святого дня, теперь моряки, а завтра что, туристов туда водить? надо надо будет спросить у куратора о формах допусков. Вечером после очередного телефонного переговора с Москвой Павел Константинович, поглядывая на часы, направился к ангару над аномалией. Рабочие, оставшиеся на той планете, явно испытывали его терпение, не возвращаясь обратно к оговоренному сроку. Напаздывал и капитан Сартинов, что особенно удручало Павла. Уже подходя к двере ангара, он едва не столкнулся с помощником Радека, буквально выскочившего оттуда. На лице его было глубокое изумление и тревога. Что с вами? Начальник проекта остановил его возле дырного проема. Что случилось? Аномалия! воскликнул. Она закрылась! Что? Павел схватил его за грудки. Поначалу все шло отлично. Профессор, удостоверившись в стабильной работе перехода, оставил своему помощнику необходимые указания и ушел снова на новую землю. Аномалия до поры ничем себя не проявляла. Лишь около десяти минут назад неожиданно произошло помутнение контура перехода, и она стала расширяться, выпуская в разные стороны языки плазмы. Резко подскочило потребление электроэнергии на поддержание работы аппаратуры, постепенно увеличивая до возможного максимума подачу мощности. Специалисты сдерживали контур, однако события развивались слишком стремительно, переход будто сгущался, темнее изнутри. В конце концов он попросту исчез, внезапно, разом, выплюнув кабель связи. На месте висящего Марьева не осталось ничего, что напоминало бы об аномалии. Исчезли и вибрации. Заходить пробовали, срывающимся голосом проговорил Павел, находясь уже внутри ангара. Конечно, ответили ему, ничего не происходит, переноса нет. Черт побери, а ведь завтра утром их ждали на организованной видеоконференции с Москвой на борту профессора Штокмана. Они только что разговаривали с куратором проекта об этом. Смирновой Радака нужно было предупредить об этом. Решив самостоятельно проверить отсутствие аномалии, Павел прошел сквозь это место. Ничего не произошло. Его ботинки с хрустом давили бетонную крошку на полу. — Господин помощник профессора, вы же обещали мне стабильную работу аномалии и ее цикличность. Что теперь скажете? Лицо руководителя проекта исказилось в гримасе отчаяния. — Мы все ошибались, проговорил ученый, уставившись на место, где прежде висела Мария во вход об аномалию. Возможно, не стоило лишний раз дергать контуры за нескольких сантиметров. Это слова профессора, Павел Константинович, строгим голосом проговорил помощник Радака. — Не стоит так драматизировать, воскликнул начальник. Скоро у вас будет достаточной энергии, чтобы снова открыть ее. Я тоже на это надеюсь, глухо проговорил ученый. Байкал Байкал, базовый лагерь, новая земля, конец мая. В палатке, где монтировалось научное оборудование, а также находилось мобильная химическая лаборатория, было многолюдно. Помимо монтажников, еще только подводивших кабелей и скреплявших блоки аппаратуры, тут было все начальство экспедиции. Радок инспектировал ход работы и переговаривался со Смирновым по поводу будущего увеличения контура перехода. Да вы представляете, Андрей Валентинович, рассказывал профессор, со временем мы сделаем так, что сюда будут прибывать и автомобили, да что там автомобили, грузовики, спецтехника, да вы представляете, как мы тут развернемся. Нам нет преград ни в море, ни на суше, с улыбкой пропел известную советскую песню полковник. нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей, подхватил Николай, мы пронесем через миры века. В нашем случае это именно так. Ну, если с мирами все ясно, согласился Соколов, то с веками полная неразбериха, товарищи, пока мы не знаем, что тут за времена, но факты говорят, что не слишком развитые. Если судить по рассказам найденных Сазоновым Мичманов, времена довольно дикие, уже серьезным лицом проговорил полковник. Рода племенной строй, охота и собирательство. С первой встречи Сазонова с Мичманами прошло уже несколько дней. С тех пор встреч было еще три. На второй появился Виктор Сафаров. Он, в отличие от коллеги, по несчастью, страстно хотел попасть домой в Казань. Но неожиданно встала проблема в лице начальника проекта. Павел Константинович был против того, чтобы Мичман брал с собой свою местную семью, трех жен и восьмерых детей. Но он оправдывал это тем, что, покуда не получил разрешение из Москвы, чтобы выводить из аномалии жителей иного они могли принести с собой вирусы и болезни, свойственные этой планете. Поэтому Павлом после долгих колебаний было дано разрешение Сафарову поселиться поблизости от базового лагеря землян в выделенной ему палатке. Появление огромной семьи бывшего советского Мичмана вызвало в лагере множество пересудов и дало пищу для разговоров на неделю вперед. Бойцы из рот ее обеспечения носившего ему еду, а также врача, осматривавшего этих людей, донимали множеством вопросов. Как говорил Виктор, Васильев остался в поселении думать, что же ему предпринять. Смирнов предположил, что он тоже придет, поскольку его товарищ был здесь, то следует ждать и Николая. «Одному ему станет тоскливо», сказал тогда полковник. Андрей оказался прав. Васильев, поначалу не испытывавший восторга по поводу возможного ухода на родину и оставления уже ставшей ему привычной жизни в тайге, появился у лагеря на исходе прошлых суток. По его словам, их вождь Данул был весьма зол из-за ухода Сафарова и пытался запретить уйти ему. Однако появление боеприпасов к автомату Николая решило вопрос в его пользу. Данул ничего не смог этому противопоставить. Он хорошо помнил первое знакомство со злой палкой, пускающей невидимые стрелы. «Почему им не позволяют выйти из-за аномалии?» удивился майор Сазонов, собираясь выходить из палатки. «У Павла есть опасения насчет режима соблюдения секретности объекта?» ответил за всех полковник. «Но он обещал Сафарову через полтора месяца решить вопрос положительно. Правда, Виктору придется поменять место жительства». «Ну, это еще ничего», протянул Соколов и, делая шаг за полок, закрывая глаза солнечного света, удивился. «А это что такое?» «К палатке руководства со всех ног спешил один из научных сотрудников проекта, отвечавший за контроль перехода. Едва увидев его лицо, все поняли, что произошло нечто. «Саша, что случилось?» вышел вперед профессор. «Николай Валентинович», тяжело дыша выдохнул ученый, «Аномалия, контур закрылся». «Что?» доскликнули буквально все. Вспыхнувшее было страсть и тут же погасили, свернув и Радек, аргументировав это недопущением распространения паники. Было решено срочно устроить какую-либо видимость работы у перехода. Радек, побледнев от неожиданной вести, предположил, что это рабочий момент. Как он пытался объяснить, контур аномалии держался за счет аппаратов, которые держали его открытым, действуя на него ионно-плазменными волнами. Для этого процесса было необходимо бесперебойно подавать напряжение. «Возможно, что-то случилось с электропитанием», сказал он решительно. «Мои ребята найдут выход, я уверен». «А если не смогут найти?» негромко спросил главный инженер. «Что тогда?» «Тогда нам остается ждать», ответил еле слышно «Семнадцать лет». «Самой главной задачей сейчас было недопущение в лагере паники, поэтому собравшиеся у бывшего перехода рабочие, временно оставшиеся на базе, были немедленно направлены полковником на проведение инвентаризации всего имеющегося имущества. Экскурсанты, сортинов и офицеры, покуда были у берега Байкала и капитану послали бойца с просьбой прибыть в палатку руководства экспедиции. Майор Сазонов был отрежен на срочный пересчет всех находившихся в лагере людей. Он должен был свериться с журналом учета переходов, в котором расписывались все входящие и выходящие из аномалии люди. Примерно через час майор доложил Смирнову о полном соответствии наличествующего состава списочному, присовокупив семьи бывших мичманов. Товарищ полковник, докладывал майор, произведен пересчет людей, находящихся в базовом лагере. Согласно списочному составу расхождений нет, наличествует 416 человек, из них 184 военнослужащих. Спасибо, Алексей, кинул полковник. Ваша с Петренко задача не допустить возможное выступление персонала в случае распространения известия о закрытии перехода. Только паники мне тут не хватало. А мы с товарищами будем совещаться в палатке связи. Держите ситуацию под контролем. Докладывайте по каждому случаю. Некоторое время спустя Полковник на правах председатель стоящего открыл совещание, начав с главного вопроса. Товарищ Радок, каков ваш прогноз по поводу возобновления работы перехода? Как я уже говорил, отвечал профессор, вопрос стоит в подаче электроэнергии. Как только будет подано достаточно мощности, контур будет восстановлен. Время. Нас интересует время, сказал Соколов. Максимальная неделя, решительно проговорил Радок. На днях в Рогачево прибудет самолет с мини-АЭС. Это должно надолго снять проблему питания окна. Хорошо. Будем исходить из-за этого, кинул полковник. Объясним людям, что сейчас происходит монтаж электростанций. Им следует какое-то время потерпеть до ее пуска, предложил главный инженер. «Вот только что», нахмурился Смирнов. «Удовлетворит ли персонал такой ответ? И на сколько времени хватит их терпения?» объяснил даже у самых стойких оптимистов стали сдавать нервы. Начались первые стихийные выступления рабочих, грузчиков, монтажников. Их контракты не предусматривали подобной ситуации. Да и обитать они должны были в обустроенных домиках, а не ютиться в палатках. Спустя неделю дело едва не дошло до драки. Специалистов научной группы морпехам пришлось взять в кольцо охранение, дабы не пускать к ним разбушевавшихся рабочих. Начались призывы к неповиновению. Вскоре пришлось даже стрелять в воздух, охлаждая иные горячие головы. Обстановка в лагере постепенно накалялась. К концу второй недели страсти поутихли, уступив место апатии. Но начались случаи неподчинения у морпехов срочников. Контрактники офицеры держались отдельной группой, уже нехотя подчиняясь руководству лагеря. Создавалась критическая ситуация. До полного разложения персонала было совсем недолго. И Смирнов это понимал. На очередном совещании Соколов предложил собрать людей и объяснить все как есть и направить усилия всех на собственное выживание. Уже сейчас надо что-то предпринимать. Через три, максимум четыре месяца начнутся холода. Что такое сибирские морозы все знают и топливо начинать экономить. Что ты конкретно предлагаешь, Ячеслав, скрестил на груди руки Смирнов. Вот Соколов выложил на стол ту самую странную фигурку из белой глины, которую нашли биологи под скелетом. Что это? Раздалось несколько голосов. Что ты хочешь этим сказать? Полковник удивленно посмотрел на инженера. Кирпичи. Ты хочешь делать кирпичи? воскликнул Смирнов. А разве не надо? А кто из вас зимой откажется от дровяной печки? Инженер обвел взглядом маленькую компанию. Но как ты их будешь делать? И где материал возьмешь? Да я уже нашел. Спасибо Виктору Сафарову. Я показал ему эту фигурку и спросил, где тут в округе есть такие глины. Но он не рассказал о некой белой реке. Местные ее хорошо знают. Она впадает в ангару. Поэтому сейчас я ставлю первоочередной вопрос об организации экспедиции на поиски белой глины. Я знаю, что она хорошего качества. Глина жирная. Фигурка не разбилась о камни с метровой высоты падения. Я проверял. Нам нужны печи на зиму и нужен кирпич для построек. Ясно. Я думаю, что возражений быть не может по этому вопросу. Смирнов оглядел людей. Но как мы поступим с туземцами, проговорил Петренко, ведь это сейчас мы в волчьем углу, и пока нас никто не посетил, и только потому, что мы не высовываемся. Мы же не можем запретить им ходить по тайге. Да, Ярослав, это верно. Да и мы не можем вечно тут сидеть, согласился полковник. А вдруг завтра анамале откроется, задумчиво проговорил Радок. А вот как откроется, тогда и будем думать. А пока все, вопрос закрыт. Вячеслав, собирай группу, подумай, сколько человек тебе надо. Валентинов, че обижаешь? Я уже тут накидал кое-чего. Инженер достал из кармана рис бумаги. Смирнов углубился в чтение. Погоди, это тебе около двадцати человек надо? Еще охрана? Да, по охране я там тоже написал. Но это прикидочно. Сначала надо найти глину и обследовать местность вокруг. Я думаю, если место подходящее, то нам придется переезжать на новое место. Да вы что, бросите место аномалии? Вы в своем уме? Как так можно делать? Я отсюда никуда не уйду. Радок разошелся не на шутку. Погодите, об этом никто не говорит, примиряюще сказал Вячеслав. Конечно, это место надо должным образом оборудовать и постоянно находиться тут, рассудил Смирнов. Так, ладно, по первому вопросу ясно. Завтра уйдем на двух лодках по ангаре, поищем место, о котором рассказал Сафаров. Кирпичи нам действительно будут очень нужны. Пекин Женьмин Жибао 15 июля 2008 года Власти Российской Федерации до сих пор не дали внятного ответа по поводу территориального размежевания в Хасанском районе внешнего Дунбэя Приморья. По мнению министра иностранных дел Китая Ли Джао Сина, китайская сторона и так до сих пор проявляла беспрецедентную сдержанность в вопросе спорных территорий. Как известно, в 2004 году китайские власти добились передачи России Китаю исконно китайских островов близ Боли Хабаровск, а до этого мы получили от советского лидера Хрущева свои острова на реке Уссури. Потом от господина Горбачева, предателя коммунистических идеалов, мы получили часть спорной территории. Тем более непонятны сегодняшние трудности в оккупированном русскими исконно китайском районе близ Хайшвея, Владивосток. Коммунистическая мембассивный регион для строительства крупного океанского порта на побережье Японского моря. Также власти Китая обещают полное соблюдение всех прав русского меньшинства. Между тем, глава провинции Хэллэцзян Ван Ли Нинь заявил, что пора поднять вопрос о принадлежности Китаю всех незаконно отторженных у него царской России территорией, а именно Забайкальского края и Бурятии, Амурской области и Приморья, побережье Охотского моря и Сахалина, Якутии и других территорий. Как заявил Ван Ли Нинь, пора пересмотреть варварский акт захвата китайской земли, осуществленной в результате навязанных Россией неравноправных договоров, сообщает специальный корреспондент провинции Хэллэцзян Джангуан Чэн. Мурманск 17 сентября 2008 года Дела складывались хуже некуда. Аномалия не проявляла себя уже второй месяц, в Североморск был отведен БДК-91, а научно-исследовательское судно профессор Штолкман ожидал решения Москвы, оставаясь у архипелага. Базу сильно сократили, оставив вахтовый персонал. Также было принято решение о заморозке планов по строительству корпуса филиала Московского института физики высоких энергий, как прикрытие для объекта. Бойцы спецподразделений, управленцы и большая группа ученых и специалистов все еще находились в поселке Рогачево. За время изучения аномалии Рогачево чудесным образом было реанимировано из того ужасного состояния, в котором находился практически умерший, покинутый и разрушающийся поселок. Теперь коммуникации его были восстановлены, несколько зданий, в которых еще теплилась жизнь, были отремонтированы, а также покрашены в яркие цвета на манеру некоторых северных городов. Была построена целая улица из небольших домов, конструкция которых разрабатывалась специально для северных широт. В них сейчас и жили люди, ожидающие открытия окна аномалии. Павла же пока отправили в Мурманск, объяснив это отпуском, чем он был очень недоволен. Профессиональная ревность к полковнику из спецчасти, недавно прибывшему с материка, не давала ему расслабиться. Слишком уж резко полковник стал пытаться поставить себя выше Павла. И где уж там можно было подлечить расшатанные неожиданным ударом нервы. Тем более, что научный руководитель всего проекта оказался запертым с той стороны вместе с остальными людьми, а их там было без малого четыре сотни. Но были и позитивные моменты. Самое главное, что напряжение в международных отношениях из-за российской аномалии заметно спало. Убралась и большая часть агентов иностранных разведок и северных городов Мурманской и Архангельской областей. Тех, кого еще не арестовали, а просто взяли на карандаш наши контрразведчики. Даже китайцы больше не досаждали предложениями о совместном изучении аномалии. Павел начал осознавать, что исчезновение этого прохода между мирами не столь уж и плохо. По прибытии в Мурманск он сдал офицерам Федеральной Службы и Безопасности паспорта и документы людей, оставшихся на той стороне. Павлу было предложено отдохнуть какое-то время и после этого снова приступать к исполнению своих обязанностей, пока что в Мурманске. Павел действительно долго не мог найти себе место. Себя и только себя он винил в сложившейся ситуации. Он пошел на поводу Москвы и не мог или не смог разъяснить опасность массового перехода людей через объект. Но паршивые дела складывались не только у Павла. Паршивой была все же и международная политическая ситуация. Затихнув с требованиями на одном направлении Китай, словно взбесился на другом. По всем каналам крутили кадры, да более напоминающие хронику конфликта далеких шестидесятых. Кадры, снятые на российско-китайской границе в Приморье, переплывавшие Уссури на лодках, катерах и даже плотах китайцы, как и раньше устраивали бессмысленно с точки зрения российских обывателей акции. Они опять, как при Хрущеве, махали красными книжечками, цитатниками Мао и со стекленевшими глазами на безумных лицах толкали наших пограничников, пытаясь выдавить их подальше от российского берега. Но вся дикость ситуации заключалась в том, что на российской стороне происходило то же самое. Такие же китайцы с теми же цитатниками и с такими же безумными лицами собирались у застав и пытались прорваться внутрь граждений. Усугублялось это тем, что зажатые с двух сторон пограничники не открывали даже предупредительного огня. Приказа такого не было. Павел знал, что официальный Китай давно стимулировал процесс въезда граждан Поднебесной на Дальний Восток России с целью, получив там национальное большинство, устраивать провокации. Видимо, время уже пришло. Ситуация была критическая, на все призывы московые одуматься, власти Китая не отвечали. Лишь центральная пресса Китая печатала пламенные воззвания к восстановлению исторической справедливости. Также печатались изречения Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина о варварских захватах китайской земли царским правительством России. В статьях поносились русские казаки, дипломаты и деятели прошлого, такие как Хабаров, Невельской, Муравьев, Игнатьев и многие другие. Истерия нарастала. А что же будет дальше? Павел обреченно вздохнул. И главное, отбиваться-то кажется нечем, ведь советская стратегия войны с Китаем предусматривала локально применение ядерного оружия. Иного способа сдержать людское море из Китая не было, а сейчас что? Наворотили делов демократишки. Япония уже давно демонстративно держит свои корабли в Курил, нагло посылает браконьерствовать своих рыбаков в российские воды. А где наш флот? Ага, правильно, что не сглило и не продано на металл, то стоит прикованным к причалу. Забыли власть придержащие слова императора Александра Миротворца. Во всем свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас. Эх, забыли или не знали вообще. Зато нефтедолларов у нас мертвым грузом висит и не работа от рекордного количества, как рапортует иной чиновник по ящику. Правильно? А зачем стабилизационному фонду работать? Ведь мы по словам другого чинуши не можем освоить такие деньги. У нас, свидетелей, подходящих объектов для финансирования нету. Конечно, не сельское же хозяйство финансировать. Да зачем оно нам, если есть польская буйволятина аргентинского производства годов этих семидесятых, снятых с армейских запасов глубокой заморозки, и есть канадская пшеница с измененным генным составом, голландские помидорчики с геном рыбы и прочая отрава. Эх, что же дальше, повторил Павел, а ничего хорошего. И стал, чтобы развеяться, а то грустные мысли, лезущие в голову, совсем добили. Выйдя из гостиницы Меридиан на улице Воровского, что практически центр, Павел зашел в супермаркет за коньяком. Расслабляться так до конца решил он и выбрал полулитровую бутылочку выдержанного ромянского. Внезапно зазвонил выданный Павлу еще в начале проекта служебный сотовый телефон, заставив его чертыхнуться. Цифры, высветившиеся на дисплее, были незнакомы, хотя его собственный номер был известен лишь очень узкому кругу людей. Алло? Что? И сунутая была подмышку бутылка брызгами сколков разлетаются по полу, распространяя в отделе литиного алкоголя запах дорогого коньяка. Звонили из Москвы. Аналогично новоземельской новая аномалия внезапно появилась под Сар-Рыташем, что в Киргизии, недалеко от заброшенной советской станции противовоздушной обороны. Китай и США уже в курсе, характеристика аномарий, и оба гиганта готовятся к высылке солдат и ученых в зону нового пространственного перехода. Американцы уже отправили самолеты на свою базу в аэропорту Манас. Китайцы сосредотачиваются на границе. Вялые попытки официального Бишкека противиться никто не принимает в Сиридез. РЕН-ТВ Экстренный выпуск новостей 18 сентября 2008 года Мы находимся на главной площади Бишкека. Здесь собрались тысячи людей, которые выражают свой протест произволу американских военных. Напомним, прибывшие сегодня ночью четыре роты батальона сил специальных операций армии США без применения оружия оттеснили части Национальной гвардии Киргизской республики из местности неподалеку от бывшей советской базы войск ПВО. Руководство Киргизии выразило решительный протест действиям американских военных. Однако Белый дом пока никак не отреагировал на заявление Бишкека. Тем временем находящиеся в Киргизии согласно договору между членами Шанхайской Организации Сотрудничества китайские войска приведены в полную боевую готовность. Также на киргизско-китайской границе скапливаются части китайской армии прибывающей из Синцзян-Уйгурской автономии Китая. Командующий контингентом находящихся в Киргизии американских войск полковник Генри МакГроуд предостерегает Пекин о недопустимости промечивых решений, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия. В целом ситуация в данный момент очень взрывоопасная. Сегодня рано утром местные информагентства передали сообщения о неоднократных нарушениях воздушной границы Киргизии летательными аппаратами ВВС КНР. С вами был специальный корреспондент РНТВ Средней Азии Василий Атабаев. Павел выключил телевизор и откинулся на кровать, закрыл лицо ладонями. Что-то совсем у наших друзей крыша поехала. Так и до крови недорого осталось. Это чертова аномалия, как будто выеда от мозги у высших государственных мужей. А что, если так и есть, осенила его дикая мысль, эта штука способствует агрессии за право ею обладать. Он, как Китай, голодно поглядывает на кладовые Сибири и Дальнего Востока. А огрызок Советского Союза ему уже не препятствие. Янки чуть флот свой не двинули к Новой Земле. Даже карлики из Евросоюза присылали своих шпионов в Мурманск и другие города и поселки акватории Баренцева моря. Байкал базовый лагерь Новая Земля Отплытие поисковой группы было намечено на раннее утро 20 августа. Хотя здесь явно был июнь, календарный отсчет времени еще по привычке вели по прежней своей жизни. Плыть решили на двух больших моторных лодках, в охранение было отправлено отделение Сазонова как наиболее опытное. Между прочим, возглавлявший поход Ичислав Соколов решил отпустить Бороду. «Просто здесь бриться лень!» отшутился он по этому поводу. До истока Ангары добрались без происшествий. Минуав скалу шаманов на реке сбросили скорость и, внимательно глядывая берег, пошли вниз по Ангаре. Лес по берегам реки поступал прямо к воде и было весьма затруднительно что-либо в нем разглядеть. Вскоре миновали небольшие пороги и острова. Насчет них Сазонов отметил, что тут туземцы могут устроить им кузькину мать, если что. Через пару часов достигли первого крупного притока, но Соколов рукой показал первой лодке двигаться дальше. Карпинский обозревал огромные пространства с невысокими горами на горизонте. «Землищи-то сколько, мать моя женщина!» Миновали и второй приток. Все шло без приключений до тех пор, пока Карпинский не заметил вытащенные из воды лодки на левом берегу. На песчаной площадке между деревьями весело горел костер, в небольшом котелке кипело варево. Хозяева костра, видимо, только что удрали, и все попытки докричаться до них причалившие экспедиции успеха не возымели. Вече Став с интересом разглядывал неуклюжий котелок, пложки, деревянные остроги. Между деревьями были растянуты шкурки белок, горностаев и прочей меховой живности. В открытом кожаном мешке лежало пшено. Видимо, его только хотели засыпать, да пришлось убегать. Карпинский, осмотрев полянку, сделал вывод, «Все ясно, охотники, они сами тут в гостях». «Ладно, уходим», Сазонов торопил всех на реку. Лодки вошли в третий крупный приток слева и углубились в него, а через несколько километров наконец начались крутые белые берега, искомые. Но среди этих почти отвесных берегов надо найти подходящее место для высадки. После того, как лодки причалили, инженер сразу принялся прощупывать глину. Сазонов троих человек отправил за хворостом. «Майор, надо пошарить по округе, дай пяток человек». Дечислав подошел к Сазонову, едва тот присел на корточке у начавшего разгораться костра. «Сержант», «Сержант», вызвал майор Новикова, «возьми трех людей и с инженером. Смотри, боба, световое время у вас есть, слишком не удаляться». Проверив рацию, Новиков выбрал троих парней, и через пару минут группа скрылась в высоком кустарнике. Вернулись они спустя пару часов. «Ну что, Алексей, оглядись вокруг, ознакомься с местностью. Тут будет наше новое поселение», «с немалым удовлетворением», сказал инженер. «Что нашел ты интересного, Андреич?» «А много чего. Ну, во-первых, с глиной все нормально. Как я и ожидал, отличная глина, жирная. Будем замешивать ее с речным песком для кирпичной массы. А во-вторых, тут есть известняк, то есть и вяжущий для кирпичей есть, и камень для строительства. По-крайней мере, выход одной из подземных жил, вон на том утесе точно имеется. Я зафиксировал. Так что строимся и живем тут». Обратный путь занял гораздо меньше времени. Группа вернулась в лагерь буквально с заходом солнца. Вячеслав рассказал Смирнову о новом месте и так красиво его расписал, что выходило, будто там находится рай земной. После долгих споров было решено разделить людей примерно пополам. На новое место отправлялись часть рабочих и специалистов Соколова. Два отделения морских пехотинцев под командованием майора Сазонова, отделение хозроты, бригада медиков, йоба, специалиста почвоведа. Рейсы на лодках для доставки инструмента, топлива, пищи и оборудования заняли почти двое с половиной суток. В базовом лагере по настоянию Смирнова пока продолжалось строительство изб. Также шла заготовка бревен для частокола. Они складировались под навесом. Оставшимся девяти рабочим помогали посменно бойцы Петренко. Вячеслав начертил примерный план построек. Первым делом над местом аномалии соорудили шестигранный сруб, похожий на дозорную башню. Частокол со встроенными башенками планировался по периметру всего холма с будущим захватом северного луга. На южном обрывистом склоне в проекте должна была быть сооружена градница большого прямоугольного укрепления изба, в котором расположились бы казармы для морских пехотинцев, а под ней для закрепления обрыва предполагался обруб, деревянная вшивка из бревен. Жилые дома и медицинская изба пока теснились в центре проекта поселения. Северная, самая пологая сторона холма в будущем обзаводилась воротами и двумя башенками по сторонам. Так что работ было море, и людей было чем занять на ближайшие до наступления настоящих холодов три месяца. Характерно, что рабочие, по примеру своего начальника, стали отпускать бороды. Даже Сартинов, который наконец начал принимать участие в общей работе экспедиции. Глава четвертая Лагерь Белая речка Ранняя осень Производство кирпича уже шло. Правда, пока небольшими темпами, зато споро и четко. Но и для этого надо было повозиться. Как и заверял инженер, глина оказалась отличного качества. Первый кирпич сырец, обожженный в конструкции из железной бочки с ножками, дал возможность довольно быстро сделать печи для обжига просушенного кирпича. Теперь дело пойдет быстрее, и сушащиеся в четырех формах заготовки кирпичей через несколько суток будут готовы к обжигу. Да и еще повезло, что не было дождей, хотя опасные тучи на небосклоне наблюдались. Также были сложены печи и для нужного поселку процесса углежжения. И, кстати, еще до процесса формовки кирпичей Соколов определил группу рабочих в углежоге. Мужики валили окружающий лагерь вековой лес. Все работали слаженно и строили основательно. Люди понимали, что от их работы зависело то, как они переживут уже совсем близкую зиму. Поэтому никакие понука не были и не нужны. Да и людей с ленцой в экспедиции не было. Первые оцепенения и шок уже прошли, уступив место самосохранению. Лагерь расширялся, обрастал постройками, постепенно становясь поселком. Каждые сутки работы кирпичной ротели сжигалось до пяти кубометров дров. Соответственно, в отвалах копилась древесная зола. И, как-то раз, Соколов, обходя свое хозяйство, увидел эти завалы. Вскоре морпехи, работая лопатами и носилками, перенесли всю залу в специально построенный неподалеку от Брижнего поля сарай. Вынесение в почву сей калийной соли, или, как ее звать, по-иному поташа, дает чудный прирост урожайности картофеля, свеклы, пшеницы и прочего, сказала как-то незадолго до этого Вячеславу агротехник Сотникова. И в строительстве сгодится, с ним бетон быстрее схватывается. Да, и что может быть лучше безотходного производства? Около месяца назад в базовом лагере произошел принципиальный спор среди руководства. Полковник, решив сберечь на зиму запас консервов, начал раздавать людям картофель. Едва увидев это, Сотникова и старший медик экспедиции Дарья Поповских набросились на Смирнова с кулаками, напишивший начальник сдерживал разгоряченных женщин в одиночку. Да ты что, кричала Дарья, хочешь нас всех без картофеля оставить на следующий год? Ты консервы весной сажать будешь? Вопрос с продуктами решился. С этих пор запас картофеля был объявлен неприкосновенным, а его с охранностью занялись специалисты. Ни туземцы Данула, никакие другие пока не объявлялись вблизи поселений, но их присутствие угадывалось по редким приносимым ветрам запахам далекого костра и ночным звукам доносящимся с ангары. Смирнов уже подумал было, что в конце концов им самим придется заявиться к аборигенам. На носу бери холода, а запасов теплой одежды на всех не хватало. Вот тут и помогли первые визитеры в этот мир Васильев и Сафаров. Они уже щеголяли в подбитых мехом кожаных курточках и теплых штанах и объяснили, что для обмена главным богатством для местных жителей являлось железо и изделия из него. Если бы вы производили железо на обмен, то вас бы завалили и теплой одеждой, и мясом, и птицей, объяснил бывший Митчман Васильев. Вон, пример, наше становище. Всего с одной домницы стало доминировать в округе. А что можно сделать с большим количеством продукта? Вообще можно всех под себя подмять, согласился с другом Виктор Сафаров. Хорошо, мы никого не учили выплавки, только своих сыновей, так что никого крест в конкурентах не будет. Смирнов крепко задумался. Предложение Митчману было весьма логичным, поскольку железо тут в цене, его производитель будет аккумулировать у себя миновой продукт. членам экспедиции это особенно важно, поскольку вскоре наступит дефицит одежды и продуктов. Андрей обсудил это со своими товарищами и коллегами. Построить обычную домницу, аналогичную Митчмановской, было делом нехитрым, зато результат будет быстро. Но былой продукции будет мало, поэтому надо было сразу проектировать Мартен. Для начала нужно иметь его схему, а затем начать воплощать проект в жизнь, тем более пока есть возможность работать с ноутбуками. А через несколько дней начальник экспедиции прибыл на реку Белую. Полковник Смирнов, обходя развернувшееся производство инженера, лишь восхищенно цокал языком. Ну, Вячеслав Андреевич, ты даешь. Хозяйство у тебя, смотри, в гору идет. Когда кирпич перевозить к нам будем? — Думаю, с месяц еще поделать, потом уже снег может выпасть, да и смысл возить. В ваших окрестностях надо будет насчет глины пошукать, кирпичи возить, топлива на моторке не напасешься, а в нас его в обрез, объяснил Вячеслав. Беречь надо для генераторов. Да беречь-то надо, но на две-три печи кирпич нам все равно нужен. Смирнов почесал удрученно голову. Да везти придется, ну ничего, печи вам сложен, солярку на тепло не надо будет перегонять. Это да. Второй сруб был почти готов, сейчас одеты по пояс рабочие крепили крышу и прокладывали ее мхом. Хороша изба у тебя, заметил полковник, просторнее наших. Так у вас срубов больше, поэтому компактнее они, а это и не изба еще. В смысле? Избой она станет после того, как печку сложим. Ясно, усмехнулся полковник. Ну, пойдем в дом, побеседуем, что делать дальше, как жить будем. В доме уже были сколочены две длинные лапки, большой стол стоял посредине зала или горницы, как и подмывало это помещение назвать. Рядом было несколько табуретов. Второй этаж занимала спальня, там стояло шесть двухъярусных кроватей. Да, мебельную фабрику впору открывать. Что у нас там этого добра уже навалом? Что у вас? заулыбался полковник. Так специалисты же, Андрей, не зря сюда их отобрали. Вячеслав вздохнул. Я вот еще дом ставить буду на следующий год. Железо надо плавить. С земцами меняться, спросил Смирнов. А то мне Васильев тоже все уши прожужжал насчет этого. Верное дело, товарищ полковник, заметил инженер. Кстати, а как у тебя люди себя чувствуют? Ну, я имею виду, как они переживают то, что мы тут застряли. Смирнов заметно нахмурился. Да многие до сих пор как в воду опущены ходят, проговорил начальник. Мечта о нашем вызволении улетучиваться с каждым днем. У многих наше обустройство вызывает неприязнь, будто бы мы утверждаемся тут навека. Радок говорил семнадцать лет, напомнил Соколов. Это мне уже шестьдесят будет. Невесело усмехнулся Смирнов. Кто мне это время оплатит? Слова. Будем надеяться на лучшее, отозвался инженер. Быть может, АЭС нас выручит в конце концов. А с другой стороны, продолжал рассуждать полковник, вся эта экспедиция изначально была великой авантюрой. И начальник начал следовать на самоуверенность Радока при работе с контуром. Соколов возразил, объяснив самоликвидацию перехода ответной мерой самой аномалии. Ведь насильно изменять ее размеры, вторгаясь в природу неизведанной сущности, это большой риск. Дечислав объяснил полковнику, что вины профессора тут нет, от него постоянно требовали расширение контура. Николай виноват в том, что поддался на эти требования, сказал Соколов. Ему обещали скорое увеличение доступных мощностей. Повисла пауза, каждый думал о своем. Да, кстати, оживился Вячеслав, кашу будешь? Чай? Чай буду, кашу не хочу. А я поем с твоего разрешения. Вячеслав разлил по стаканам чай, после чего пододвинул к себе котелок с кашей. Андрей, а капитан Сартинов как? Да что-то он совсем плох стал, боюсь, как бы с ума не стронулся. Сидит в палатке у себя безвылазно, на избы и не смотрит даже. Ему девчонки еду носят, а он зверем смотрит. Надо что-то с ним делать, на него же люди смотрят. Вячеслав пожал плечами. Андрей, смотри сам, я не знаю, его надо пристраивать. Кстати, на частокол у вас бревна готовы уже? Да, они пока лежат штабелями, пленкой накрыли. Скоро ставить собираемся. Все разметили? Да, колышки по периметру вбили, обрыв укрепляем. Как с урожаем засеянного? Да у нас все отлично, почва богата, все растет, как черноземья. На следующий сезон еще больше засеем, а с третьего урожая уже небольшую часть его можно и на питание оставить. Это радует. Пока есть консервы, запас продуктов, проговорил Вячеслав, мы с голоду не помрем, главное не трогать картошку и зерно. Да, усмешнулся полковник, я уже понял, подумать только, вот я дурень, решил консервы экономить, а картошку есть. Полковник немного помедлил, кстати, Вячеслав, тут еще одно дело, прямо скажем, первостатейное. Чего еще сделать? Железо еще рано ковать, весной попробую, улыбнулся Соколов, а домницу сейчас сразу и сложим. Да нет, я не об этом. К Васильеву Туземка пришла с ребенком. Андрей внимательно посмотрел на инженера. Зовут ее Галдана. Ну и хорошо, а нам то что? рассмеялся Вячеслав. Ее сына Трифоном зовут? Отличное имя, хмыкнул Вячеслав. Только почему такое редкое? Не могли попроще подобрать? Ну там Саша или Дима? Инженер подмигнул Смирнову. Ты погоди шутить, Андреич, тут дело серьезное. Полковник стал подбирать нужные слова, потом проговорил. Трифоном звали отца ребенка, а насколько я знаю, у нас никаких Трифонов нет. Да и ребеночку около годика. Вячеслав от изумления выронил ложку, та с глухим стуком ударилась о пол. Ишь ты! нагресс произнес он. А где она его встретила? Говорит? Говорит, кивнул Андрея, там, где ангара соединятся с другой большой рекой. Ты смотрел карту? Вячеслав заметно напрягся. Конечно, ангара впадает в Енисей. Как далеко отсюда? Почти две тысячи километров. Инженер заметно приуныл. Да и было с чего, ведь две тысячи километров сейчас проплыть почти невозможно. Ну, ты так не унывай. Там все расстояние рекой увеличивается. Она просто большущий крюк по тайге делает. В Ангаре не так сложно попасть туда. А что у нас на Енисея стоит? Вячеслав задумался. Красноярск? Да, но ему далеко до слияния рек. Я посмотрел атлас офицера. Там есть Енисейск, немножко выше слияния. Ну, если только по весне, как лед сойдет. Ну, конечно, по весне. Русский город в Сибири, да еще в пределах доступности, делал положение экспедиции не столь безнадежным. В крайнем случае, можно было послать за возможной помощью. Можно было бы договориться, но все-таки русские люди смогут понять друг друга. Вот только что они себя представляют, и почему местность вокруг Байкала ими не освоена. Тегеран, иранское информационное агентство ИРНА, 19 сентября 2008 Нарастает напряженность противостояния КНР и США в Киргизии. Как передает из Киргизии корреспондент иранской газеты Кейхан Али Лариджани, вчера в долине Сары Таш раздавалась стрельба из автоматического оружия. Как сообщают очевидцы из числа местных жителей, вошедшие накануне в долину солдаты специальных подразделений китайской армии, утром сегодняшнего дня пытались оттеснить батальон американских войск с занимаемой ими территорией долины. В ходе завязавшейся перестрелки было убито по меньшей мере до двухсот китайцев. Потери американской стороны не разглашаются, но, как говорят очевидцы, днем было вывезено на территорию американской базы ВВС Ганн-Си несколько десятков тел убитых и около десятка тяжело раненых солдат. Таким образом, этот очаг напряженности получил сегодня новый виток. Тем временем, отмечен массовый переход китайских войск к киргизской границе. Национальная гвардия Киргизии, несмотря на локальные успехи в обороне, которым способствует сложный рельеф местности, не сможет долго сопротивляться Ноак. Уже сейчас осталось лишь несколько очагов обороны, в которых еще сопротивляются блокированные остатки армии Киргизии. Китайцы предлагают им сдаться или в противном случае грозят их уничтожить бомбардировками. США грозят Пекину не только применить экономические санкции, но и пересмотреть позиции по статусу Тайваня, Тибета и Уйгурии. Официальный Пекин никак не реагирует на американские заявления. Бишкек в данной ситуации остается наблюдателем. В стране нарастает кризис власти. Население массово выражает недовольство по проним суверенитета Киргизии со стороны других держав и просит правительство Российской Федерации и Совет Безопасности ООН вмешаться в урегулирование конфликта. В связи с тем, что в продвижении китайской армии к месту конфликта не останавливаться, сегодня вечером нас ждут новые подробности конфликта. Река Белая Ранняя осень В эту смену валить лес должен был он. Карпинский, проснувшись первым делом, сбегал на речку мыться. С мостков, глядя на разбегающиеся по воде круги, Петр машинально отметил прогрессирующую неуставщину своей физиономии. Лицо его приняло крайне небритное состояние, еще бы, последний раз он касался бритвы в день приезда полковника. А в остальное время майор Сазонов смотрел на это нарушение сквозь пальцы. Надо будет спросить у него насчет этого, а то вон работяги уже с бородами щегляют. Дал себе обещание Петр. Поднимаясь по утоптанным ступеням склоне берега, Петр вдруг услышал на противоположном берегу странные звуки. Больше всего это напоминало разнобойный стук дерева но тот берег скрывал густой туман стелющийся над водой. Сколько Петр не силился рассмотреть хоть что-нибудь попытки его были тщетны. Махнув рукой он побежал одеваться. Навстречу ему на реку ушло двое рабочих с полотенцами. Поздоровавшись и предупредив их о странных звуках Карпинский поспешил к Новикову. Команда лесорубов уже почти собралась. парни собирали инструменты. Карпинский а ну подойди сюда крикнул стоящий на крыльце майор. Сазонов черт возьми чего ему надо то? Петр мрачно подумал о том что он совершил в последнее время. да вроде ничего. Майор смирил Карпинского уничижающим взглядом и зло произнес. Матрос Карпинский никак и нет товарищ майор. Мичман произнес на автопилоте Петр и тут же остекся и мысленно прикусил язык глядя как багровеет лицо майора. Стоявший рядом Соколов укоризненно посмотрел на моряка. Ах ты Мичман а я погоны твои видел? Или ты думаешь твой капитан тут командовать будет? Нет не будет. Где твое оружие боец? Кому я треплю языком о постоянном ношении оружия? Ты думаешь тут турпоход а я вам задобрываю гида? Сазонов повышал голос явно для того чтобы его слышали все обитатели лагеря. Ты посмотри даже девчонки с оружием. Но он указал на трех девушек внимательно смотревших на словесную экзекуцию этого растяпы морпеха. У каждой из них на поясе висели пистолеты АПС а у одной на плече даже вихрь с разложенным прикладом. Карпинский понур опустил голову щеки его предательски горели. Да черт возьми майор был кругом прав а он балбес. Сержант Новиков я товарищ майор вытянулся Василий. Еще раз увижу этого деятеля без оружия. Спрос будет с тебя есть. Лицо Новикова ничего не выражало, но Карпинский знал, что потом Васька задаст ему трепки. После разбора полетов, осуществленных возмущенным другом, Петр осознал глубину своей ошибки, обещав Ваське невозможность повторения такой ситуации и чувствуя себя полным лохом, Карпинский нацепил на ремень кобру с общелагерным АПС, закинул на плечо АК-74 АК-74 и поплелся за товарищами к месту порубки. Внезапно с реки донесся хлопок пистолетного выстрела и вскрики. Карпинский почувствовал холод в животе, секундное замешательство и вытянувшаяся была колонна лесорубов, побросав инструменты, рванула к месту умывания. Туда же побежали и находившиеся в лагере люди. Тем временем грохнуло еще два выстрела. Подбежавшим открылась нерадостная картина. На берегу лежал наполовину в воде окрывавленный один рабочий, а второй с пеной от зубной пасты на губах зажимал рваную рану на бедре. Вырванная из ноги стрела валялась рядом с ним. Он истошно ругался и выцеливал непонятно кого на том берегу. Хоть туманный рассеивался, но противоположный берег почти не просматривался. Морпейки, держа тот берег на прицеле, дали забрать раненых. Больше ничего не происходило, было непонятно, кто напал на рабочих и подстрелил ли второй кого-нибудь. Девчонки-медики уже обрабатывали раны пострадавших, когда из окна второго этажа их дома вырвалась автомат и очередь. Послышались крики. «Лес!» кричали сверху. «Смотрите, они из леса прут!» Морские пехотинцы собрались на колец и перевешками между сложенными бревнами и поленницами дров стали стекаться к северной стороне лагеря. В редком лесу было уже видно какое-то шевеление, виднелись перебегающие между деревьями люди в земляного цвета халатах и меховых конических шапках. В воздухе вдруг послышалось шуршание, Петр инстинктивно поднял голову, но еще не успев ничего увидеть, он уже почувствовал резкую боль в плече. Рука вдруг начал наливаться горячей кровью, а в земле осталась стрела. Выдернув ее, он с ужасом оглядел широкий железный наконечник. Покасательный прошла, черт, повезло, ведь без эмоций отметил Петр. Огонь, огонь, надрывался Сазонов. Его не было видно, но его голос наконец заставил бойцов начать стрелять. Петр, шипя от боли, начал выцеливать серые фигурки. Бил короткими очередями, но магазин все равно кончился быстро. Он достал пистолет, огляделся, вокруг него продолжали стрелять, также навесно падали стрелы. Идут, там еще идут. Слева от него рабочий, сидевший за полейницей дров, с пустым магазином от АК в руках, показывал на группу туземцев с копьями, которые заходили в лагерь с юга. Там же раненые девчонки! Петр ужаснулся и рванул туда. Медички уже увидели грозящую им опасность и достали пистолеты. Одна осталась у раненых, другие начали стрелять. К счастью, они первым завалили туземца, который был с луком. Петр, остановившись у крыльца, отстреливал нападавших. Уложив с девчонками четырех, он понял, что магазин кончился. Такие же проблемы были и у медичек. Они судорожно меняли магазины, и Петр понял, что они не успевают. Мгновение тянулось мучительно долго, но положение спасла та самая девушка с вихрем. Она, к своей очередью, прошлась по атакующим, свалив троих или четырех копейщиков. Больше никто пока не лез. Со стороны врага доносились лишь хрипы, но и они были недолги. Перевалившись к перилам, Петр почувствовал слабость в ногах и попытался присесть. Тут же ощутил, что и голова его стала слишком тяжела, и язык не слушается, и, проваливаясь в темноту, вяло махнул рукой в сторону девушек. Начнулся он от мерзкого запаха на шатыре, резко ударившего в нос. Петр лежал над застеленной лавкой в доме. Рядом лежали такие же неудачники, суетились девушки. Приподнявший Скорпинский насчитал восемь раненых, включая и себя. Плечо было туго заминтовано, боли не было, видимо, и вкололи еще обезболивающее. Ну, что же, неплохо, жить можно, а плечо заживет до свадьбы. Хотя нет пока никакой свадьбы. Маринка, Петр позвал девушку, которая сидела на лавке у него в ногах. Что? Мне можно вставать-то? Можно, ты просто крови немного потерял, не критично. Я тоже ранена. Она с гордостью продемонстрировала забинтованные предплечья и пояснила. Тоже стрелой чиркнула. Хорошо мы сразу того гада с луком пристрелили. Марина, а из наших никого не убили? Дрогнувшим голосом спросил Петр. К счастью, нет, все живы, но легко раненых много. Стрелки из этих дикарей хреновья. Однако много людей стрелами посекло, а кому-то ее вытаскивать пришлось. Хуже всего тот рабочий, он первым получил две стрелы в бок. Марина кивнула на замотанного бинтами мужика, около которого колдовали два врача и стоял Вячеслав. Отворилась дверь и зашел Сазонов. Увидев Карпинского, майор подсел на лавку. Ну что, Петя, убедился, что оружие нужно? Как ты? Вроде у тебя не очень серьезно. Да, товарищ майор, ерунда, все нормально, заживет скоро, с улыбкой ответил Петр. Вот и получили мы, крещенница боевая. Вообще-то нам сильно повезло, что без трупов обошлось. Алексей Петрович, надо огораживаться сейчас, в первую очередь. Знаю, Петя, знаю. Ладно, давай поправляйся. Майор направился к Вячеславу и, похлопав по плечу, что-то тихо сказал ему на ухо. Тот кивнул, и они оба направились к выходу. Накинув на плечи куртку, Карпинский тоже вышел из оборудованного в санчасть дома. Солнце уже здорово припекало, спасал свежий ветерок слугов, лежащих слева от лагеря. Новиков нашел сразу же, но тот был занят, расставлял наряды бойцов по временем трубазы, объясняя каждому его задачи. Петр решил подождать. Его внимание привлекло нечто необычное. На площадке за домом были сложены рядами трупы туземцев. Карпинский решил посмотреть на врагов поближе, а заодно и посчитать урон, понесенный атаковавшими их лагерь аборигенами. Обходя ряды распростертых тел, Петр насчитал 37 трупов. Все они были одеты примерно одинаково. Халаты перетянутые поясом, стеганные штаны, остроносые сапоги, подбитые мехом, и все это обильно залито кровью. Лишь одно тело было наряжено в цветной халат. Вот и предводитель их. Вот чудо в перьях, полез грудью на автоматы. Хотя откуда ему знать, бедняги, дикий народ? Рядом было сложено нехитрое оружие нападавших, копья, обожженные заостренные колья, костяные ножи, луки, стрелы с железными и костяными наконечниками, несколько железных ножей и даже одна сабля. Ее хозяин легко угадывался. Карпинский глянул на предводителя. Да, пустые ножны подтверждали личность бывшего владельца сабли. Ух ты, даже пленные есть. Карпинский немедленно направился в их сторону, горя желанием рассмотреть живых врагов. Четы разгорбленных туземцев, со связанными за спиной руками, сидели на земле спина к спине. Лишь изредка они бросали затравленные взгляды на направленную в их сторону штыки двух охранников. Один был ранен плечо и перевязан. Видимо, сквозное. Ерунда. Карпинский снова увидел Новикова. Теперь тот переговаривался со снайперами отряда, показывая что-то руками по округе. И парни со старыми добрыми СВД пошли занимать позиции в башенках на крышах обоих домов. Идея Соколова встроить в крышу гнезда для снайперов была весьма недурственна. Получив момент, Карпинский крикнул Новикову. Тот махнул рукой, мол, сейчас подойду. Друзьям было о чем поговорить. В этот день лагеря больше никто не тревожил. После обеда люди были направлены на рубку, сразу две смены. Было необходимо максимально быстро закончить частокол. Одна группа валила длинные ровные лиственницы, вторая зачищала стволы. Свободные от нарядов и легко раненые, поцарапанные стрелами морпехи и рабочие споро оттаскивали готовые кулия к лагерю. На ближайшее время планировалось рытье котлованов под башней и ям под частокол. Карпинский здоровой рукой ухватывался за перехваченный веревками ствол и вместе с мужиками крякнув тащил его к намеченной раскопом стене. Все работали сосредоточенно и без лишних слов. Никто, как обычно бывало, не травил анекдоты или подначивал дружков. Сегодня лагерь получил серьезную встряску. Все понимали, что лишь слабые боевые качества и допотопные оружия туземцев не позволили появиться трупам в маленьком отряде экспедиции Вячеслава. Инженер тем временем вместе с майором решил проведать захваченных пленных. Да молчат они, Вячеслав Андреевич, только зыркают, боятся, что мы их сейчас зарежем или в жертву принесем. Что они еще могут думать? Ну да, логично. А что, майор, может и правда принесем их в жертву? Вячеслав Андреевич, да ладно, шучу, шучу, шучу. Ну, что у нас тут? Четверка связанных пленных понура глянула на подошедших. На их лицах была написана покорность судьбе, но в то же время и страх сидел в глазах туземцев. Ну, что, орлы, не видели до этого в деле автомат славного мастера Калашникова? Орлы молчали, вопросительно глядя на Вячеслава. Перевязанный что-то пробормотал, естественно, никто ничего не понял. Алексей, надо срочно Голдану сюда везти и капитана, фамилию боюсь перепутать, он что-то про казачьих строк говорил. Может, еще знать чего интересного. Кстати, может, наши девчонки, что с Голданой занимались тоже, выучили немного туземный язык? Смирнов говорил, они тоже учились у туземки. Сазонов пожал плечами. Когда отправляться, думаете? Наверное, завтра с утречка. Вячеслав Андреич, может, мы рванем сегодня? Налегке одну лодку задействуем. Алексей, мне же тоже надо поговорить со Смирновым. Тогда втроем туда, в пятером вернемся, до ночи вернемся. Вячеслав Андреич, Новикова здесь за главного оставим. Ну, давай, командуй, майор. В темпе вальса только. Есть. Инженер снова обратился к пленным. Ну, что вы, дураки, на нас полезли? Да вы кто вообще? Ну-ка, попробуем, как в кино про индейцев. Вячеслав подмигнул охранником и ткнул себя пальцем в грудь. Вячеслав потом ткнул ближнего туземца. Тот сглотнул и будто выплюнул через силу. Арачон! Вячеслав ткнул следующего пленника. Арачон! Инженер хомыкнул. Следующий тоже оказался арачоном. Последнего туземца он решил не спрашивать. Да и так уже было ясно. Махнув напленных рукой, он пошел к мосткам, где Сазонов уже ждал его, чуть ли не приплясывая от нетерпения. Оружием затарили серьезно. Помимо уже имеющихся у всех АПС, майор взял по три шка для АК и четыре гранаты РГН, как пояснил на всякий случай. Узнали, что Вячеслав Андреевич видел вы у них задержались. Да что у этих братьев узнаешь? Алеша! хмыкнул инженер. Лодка вспенив финтом в воду мостков рванула к месту перехода. Шли по реке ходка на максимуме скорости. Мотор давал почти сорок километров в час. Прошли больше, чем половину пути и стали виднеться островки. Внимание, сейчас пороги будут. Проход есть, но придется сбавить скорость. Смотрите в оба. Сазон приготовил свой АК. Проверил гранаты в разгрузке. Кивнул сидящему за рулем мотором арпеху. Готовься, мол. Тот стал снижать скорость, внимательно поглядывая по сторонам. Проскочили без проблем. Вячеслав Андреевич, не нравится мне это место. Засаду тут легко сделать. Вот бы углубить дно, камень не растащить. Нам сейчас не до этого, Леша, огородиться бы успеть. Да я знаю, но это скорее на будущее. Инженер кивнул. Нагонец показалась скала в истоке Ангары. Тут тоже туземцев не наблюдалось. Через полчаса лодка уткнулась носом в белый песок знакомого пляжа. Кстати, в отличие от ледяных вод Байкала, вода в бухточке была теплой, чем обитатели лагеря с удовольствием пользовались. Лодку встречали, Вячеслав с удовольствием оглядел уже почти по всему периметру возвышающийся частокол. Отлично тут поработали мужики. Остались башенки и надвратные укрепления. Градница уже потихоньку поднималась над обрывчиком. Сам обрыв был укреплен. Ну, Андрей Валентинович, принимай поздравления. Молодцы. Через месячишко уже отстроитесь капитально. Так ведь вам спасибо, Вячеслав Андреевич, заулыбался полковник. Кабы не твои мужики сидели бы в палатках. Как там Радок, кстати, отошел? Да нормально уже. Проектом Мартену заниматься это вам не домницы складывать, ухмынулся полковник. Хотя он до сих пор себя во всем винит. Ничего, вот начнет проект в жизнь воплощать, так все и забурят плохое. Слегка улыбнулся инженер. Пойдем в дом, Вячеслав, вижу, ты крепко озабочен. Да уж есть от чего заботиться. Андрей, ты это зови к нам Голдану и Владимира. Фамилию его боюсь напутать. Вячеслав улыбнулся. Кабаржитского? Да, да. Вячеслава не перебивали. Он уложился минут пятнадцать, лишь изредка вставлял фразы Сазонов. Он и тут не утерпел, упомянул о порогах. Смирнов слушал широко открытыми глазами и иногда кряхтел осиплым горлом, как будто простудился. Да, только это Смирнов и смог протянуть после рассказа инженера. А я еще помнится хотел сэкономить на рабочих в составе экспедиции. Если нам не огородиться, нас там как курея щиплют, ночью, например. Ночью не может. Утром рано воевать будет, сказала Голдана. О, ты делаешь успехи, Голдана, воскликнул Вячеслав. Ты уже хорошо говоришь? Да, рано утром напали, верно, кивнул майор Сазонов. Голдана, а что такое ручон, вспомнил угрюмых братьев инженер. Тунгусы, то и севенки, воскликнул Кабаржицкий. А на вас севенки напали? Ну, если ты так говоришь, Володя, то да, именно они. Сазонов переглянулся с Вячеславом. Тот подмигнул, кивнув на Кабаржицкого. Эвенкил, согласно кивнула Голдана, кыштыми. Кыштыми? Вячеслав начал вспоминать что-то. Слышал я такое слово. Город такой есть, Вячеслав Андреевич, на Урале, снова порадовал знаниями Владимир. Голдана, что такое кыштын? Заинтересовался Смирнов. Слабые люди нам дают соболь. Вам это кому? Буряад. Это слово поняли все. Смирнов снова начал обдумывать слух сложившуюся ситуацию. Ну что же, картина немного проясняется. У нас есть слабые венки и сильные буряты. Буряад дает соболь Халх, ставила Голдана. Смирнов вопросительно посмотрел на Кабаржицкого, тот пожав плечами сказал, или монголы, или другое племя. Русских тут пока что-то не видно, но Голдана встретила, как мы предварительно определили, в Енисейске своего Тарифона. Ну, и Енисейска там еще может и не быть, пояснил Владимир. И вообще, если все же опираться на нашу историю, то можно сделать кое-какие выводы. Что ты думаешь, Владимир, что за ситуация у нас получается? Потерев голову ладонями, хмуро спросил полковник, что это за время такое? Я думаю, это не сложно. Освоение Прибайкалья Ангары это начало семнадцатого века, с учетом постройки Енисейского строга первая треть. О, черт! Смирнов выразил этим возгласом общее мнение по поводу ситуации, в которую попала экспедиция. Но параллельный это мир или наша земля в прошлом? Этого нам не узнать уже, если только аномалия вновь не откроется. Владимир высказал вслух свои мысли. Володя, а как мы узнаем, если аномалия откроется? Заинтересался Сазонов. Бредбери описывал такую ситуацию. Эффект бабочки называется. Эх, осталось этого дождаться, подвел итог разговору Смирнов. Вячеслав, вам пора уже, если хотите успеть свой лагерь до ночи. Инженер забрал Галдану и Владимира, и лодка взяла обратный курс. Сазонов увидел в вещах Кабаржицкого подозрительно с знакомой чехлы. — Володя, это не как спиннинги. — Да, Шимана форсмастер, заулыбался Владимир. Все никак не могу пробовать здесь. — У-у-у, это мы тебе предоставим, Володь, и скоро, так что готовься, заявил Вячеслав. Мимо проносились высоченные деревья, разлетали в стороны разные птахи при приближении рыка мотора. Так, скоро пороги, внимание, Сазонов наскоро объяснил Владимиру про опасность прохода между валунами и островками. — Заливные островки, их весной заливают. Хиш ты, неожиданно свистнула пара оперенных стрел. — Пригонись, умник! Сазонов загрохотал калашом в сторону высокой осоки. Вячеслав одной рукой пригнул за борт лодки Галдану, другой палил из пистолета по теням, еле видимым в вечернем гле прибрежного леса. — Давай, Гена, выноси! К счастью, Гена вынес. Прибыли в лагерь, все же в полной темноте. Фонарь почти не помогал, подплывали практически на ощупь, выручили костры, горевшие по периметру лагеря. Новиков достойно справился с охраной лагеря, Сазонов был доволен. — Как пленные Василий? — Отлично! Устали как черти и сейчас спят, отрапортовал Новиков. — А что это они устали? — заинтересовался Вячеслав. Работать заставил. — Ну так, тут у нас Женевские конвенции не действуют. Они у меня сегодня учились с лопатами работать. Своих неудачливых товарищей закапывали. Нормально прошло, без происшествий. На ночь я им постелил тряпье и привязал к бревнам хорошенько. Парни охраняют их. — Ну и отлично! — Молодец, Василий! Вячеслав взявнув и махнул рукой в сторону дома. — Все, не могу больше, спать надо. — РИА Новости Специальный репортаж 20 сентября 2008 года Сегодня утром Совет Безопасности ООН выразил глубокую беспокойность с конфликтом, развернувшимся между США и КНР. Генеральный секретарь ООН господин Пан Гимун призвал конфликтующие стороны одуматься и найти мирный выход из сложившейся конфликтной ситуации за столом переговоров. — Военный конфликт между двумя ядерными державами угрожат безопасности всего мира, заявил Пан Гимун. Он добавил, что если стороны пожелают, то ООН способны стать посредником в деле мирного урегулирования этой ситуации. США, в свою очередь, выразили свое недоумение сегодняшним выступлением генсека ООН. Как заявил президент США Джордж Буш буквально следующее, «И пусть этот японец не вмешиваться в дела, которые его совершенно не касаются, это наше дело, как защищать свои интересы, и мы не позволим никому нас осуждать, да поможет нам Бог». Китайская сторона никак не отреагировала на заявление Пан Гимуна. Как передают наши корреспонденты из Киргизии, сегодня днем вновь произошло боестолкновение между китайской армией и американскими войсками. В результате короткого боя китайские войска вновь отошли на исходные позиции. Наблюдатели передают о колоссальных жертвах. По некоторым источникам они достигают двух тысяч убитых. Потери американских войск не оглашаются. Также и сегодня при попытке прорваться к блокированным американским солдатам китайцами был сбит медицинский вертолет Чинук. Из экипажа вертолета никто не выжил. Китайцы между тем обвиняют США до использования генного оружия. Якобы американские солдаты стреляли по позициям китайских войск минами, начинка которых содержала модифицированный вирус SARS, более известный как атипичная пневмония. Власти США не отрицают, но и не комментируют данное заявление Пекина. Как заявил сегодня лидер Китая господин Ху Цзиньтао, в случае повторения таких атак Китай будет вынужден отвечать адекватно, то есть оружием массового поражения. Очевидцы с места событий передают о новой экипировке костюма химической защиты китайских войск. Во множестве прибывающих на передовую линию боестолкновения с американскими войсками. Между тем продолжается китайская экспансия в Киргизию. Сегодня ночью в Бишкек, Нарын, Ош, Каракол и некоторые другие населенные пункты были введены войска народной армии Китая. Танки и другая техника продолжают прибывать на территорию Киргизии. Президенты члены правительства Киргизии бежали в Казахстан. Пекин объявил киргизское правительство незложенным и заявил, что вскоре будет проведен референдум о вступлении Киргизии в состав китайской республики на правах автономной области. Тем временем китайские войска сейчас подавляют стихийные народные выступления против оккупации. Казахстан, Узбекистан и Таджикистан привели свои войска в полную боевую готовность. Пока мировое сообщество никак не комментирует действия Китая. Дождемся официальных заявлений глав мирового сообщества. Специальный корреспондент РИА Новости Антон Киселев Ташкент Узбекистан Казахстан, Алматы Утром Павел вылетел в Алма-Ату точнее Алматы как сейчас зовут этот город. Но когда-то его звали Верный. Казакам основавшим этот город было виднее как его назвать. Путь Павла лежал в российское консульство расположенный на улице Джандосова. На улицах города было множество народу. Казахи с национальными флагами зачастую надолго перекрывали улицы. Так что дорога до консульства растянулась на лишние два часа. Кстати, русских на улицах было на удивление мало. Да и те, что были, старались обходить в бессующиеся толпы казахов. Наблюдалось наличие военных патрулей, но они не обращали внимания на возбужденное население, видимо, полностью выражая свое согласие с по-боевому настроенными толпами. Горели магазинчики с вывесками на китайском языке, те, что пару раз были встречены по дороге. У одного из магазинчиков толпа увлеченно забивала двух китайцев. Судя по ожесточенным лицам казахов, Павел понял, что забьют их на смерть. На проспекте Абая машина консульства пропустила колонну БТР В-80 и крытых грузовиков с солдатами. Что-то назаревало. Остана вела себя подчеркнуто антикитайский. Павел знал, что китайское консульство в Алматы уже закрыли, а в сельских районах происходят массовые волнения, изгоняются и избиваются китайские сезонные рабочие. Да какие там сезонные? Все сезонные, так правильней, подумал он. Милиция, или вернее уже полиция, не умеешь в это выйти без порядки. Видимо, власти решили пустить все на самотек. По всей стране задерживаются граждане Китая, было закрыто посольство в Астане, власти закрывают и многочисленные китайские консульства. Это началось после оккупации Китаем Киргизии. Ну, что же, им видней. Но в данной ситуации так задираться перед Китаем чистой воды сумасшествие. Разве у казахов армии так сильно? Или да нет, не могут быть у Казахстана такие амбиции по поводу аномалии. Бред какой-то. Ограничились бы по примеру Евросоюза разрывом дипломатических отношений. Хотя что говорить, европейцам проще. Они далеко от здешних проблем. Лишь заехав во двор консульства, Павел перестал слышать шум улицы и крики толпы стали более отдаленными. Здесь чирикали птицы, дошуршали под слабым ветром своей листвой длинные тополя. Выйдя из-за машины и прикрыв рукой глаза от солнца, Павел залюбовался игрой солнечных бликов на распахнутых окнах здания консульства. Зазвонил телефон. Павел опять вызывала контора. Суть разговора свелась к тому, что Павлу следовало перебираться из Алматы в Павлодар и быстрее. Работники консульств и российских фирм уже предупреждены. Ведется работа с русским населением Южного Казахстана. Цель одна срочно выезжать в западные или северные области Казахстана, восточные города Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Вечером ожидается вторжение Народной армии КНР в Южный Казахстан. Потрясенный Павел присел на лавочку. В консульство он так и не зашел, погнал машину в Павлодар. По пути было множество машин с русскими беженцами. Хорошо, хоть так. Французское информационное агентство АФХ 22 августа 2008 года Сегодня в течение дня ожидается вторжение китайских войск в Казахстан. Это государство в Средней Азии, граничащее с Китаем и оккупированной им Тиргизией. В данный момент, по словам наших корреспондентов, наблюдается концентрация китайских войск и бронетехники на границе с Казахстаном. Свидетели с места событий передают о фактах массовой вирусной инфекции, поразившей как китайские войска, так и местных жителей, киргизов и казахов. Пекин, комментируя этот факт, заявляет, что наука и медицина Китая способны отразить этот акт геноцида со стороны Вашингтона. Повторяю, так заявляют власти Китая. Далее. Сегодня утром казахские ВВС сбили два китайских МиГ-29, нарушившие воздушную границу республики. В Казахстане тем временем продолжаются китайские погромы. Этнические китайцы бегут из страны. В свою очередь США предостерегли Китай от дальнейших противоправных действий. Как известно вчера Соединенными Штатами Японии, Австралии и Южной Кореи была признана государственность Тайваня. Также эти страны вслед за Евросоюзом разорвали дипломатическое отношение с КНР. В Киргизии остаются блокированными американские войска численностью до батальона. Ожидается, что китайская армия обрушится на них одновременно с вторжением в Казахстан. Тем временем российские войска концентрируются на казахской границе. Индия в свою очередь скапливает свои войска в Кашмире. Дели инициировал проведение полной мобилизации своей армии. Регион готов взорваться достаточно лишь одной искры. Все прогрессивные страны мира требуют от Китая одуматься и не совершать опрометчивых поступков, которые могут привести к еще более трагическим последствиям. Следите за новостями. Павлодар встретил Павла суетой и отсутствием военных на дорогах. Улицы были забиты народом, машину Павла пару раз останавливали, стучали по ней. Один раз пьяный толстый казах прорычал барване в боковое стекло. Что, рыс, тоже уматываешь, а кто с китайцами воевать будет? Павел поддал газу. Толпа не расступалась, а наоборот заинтересовалась новым объектом для развлечения. Машину начали раскачивать, посыпалось блестящим крошевым ветровое стекло. Ай, пошли вы нахрен! Павел утопил педаль газа до упора. Растолкав людей движущимся автомобилем, Павел выскочил на свободное от людей пространство и теперь гнал по улице, распугивая оревом двигателя, оказавшись на пути автомобиля зевак. К сожалению, впереди ожидаемо оказалась еще одна толпа. Павел вывернул руль, притормаживая. Однако скорость погасить не успел, и его автомобиль въехал в пустую автобусную остановку. Тут же брызнуло стекло рекламного щита, и Павел почувствовал резкую боль. Стекло посекло ему кожу рук. Один осколок оставил глубокую кровоточащую борозду. Двигатель заглох, и Павел, зажимая серьезную рану на руке, стал выбираться из машины. Засистели камни, пару раз ударило в бок и в спину, тут же послышались торжествующие вопли. Павел заметил недалеку арку между домами и побежал туда. За ней был внутренний дворик, образованный тремя корпусами дома. Павел заметался, не зная в какую сторону бежать. Гул же толпы нарастал. — Эй, мужик, давай сюда, в этот подъезд, я тебе дверь открою! Это из окна второго этажа кричал сединитель старик. Его окна, видимо, выходили на улицу, и он мог наблюдать сцену остановки. Только после того, как за ним захлопнулась стальная дверь, Павел позволил себе перевести двух. — Вот они лупят сейчас русских. Правда, в центры не суются, там наших много. Именно это и русские есть с оружием, но их так мало всех повыгоняли за время независимости. Сельских казахов набирали. Старик тяжело вздохнул. Павел с хозяином квартиры сидели на кухне. Вырисовывалась непонятная картина. Москва санкционировала бегство русских из Южного Казахстана, а воинствующим казахам казалось, что те бегут от конфликта и не желают помогать казахам бить китайцев. Москва что-то задумала. Но что? Тут кухонное стекло взорвалось тысяч осколков. Павел только и успел прикрыть старика. С улицы послышались радостные вопли. В 17.00 взрывели моторы танков, и китайская армия перешла казахскую границу. Они шли как нож сквозь масло, слишком неравны были силы. Казахские войска, значительно ослабленные с планированным Москвой массовым выводом русских солдат и офицеров, были практически втоптаны в землю. Тараз, Шуи и Маканчи были захвачены в первые часы столкновения, и китайцы наводили в городах свой порядок. Всех жителей отправили по домам и объявили комендантский час. Чимкент был захвачен массовым авиадесантом, бывшая столица Алматы также блокирована воздушно-десантными войсками КНР с применением десантирования бронетехники и подвергалась массированным бомбардировкам. К ночи китайцы вышли к Кзыл-Орда, Жасказгану и озеру Балхаш. На этой линии они сделали остановку и перегруппировали свои силы. Российская Федерация предупредила Китай, что она не допустит дальнейшего продвижения китайской армии. Китай поспешил заверить Москву о том, что Пекин понимает заинтересованность России в этом вопросе, и все спорные моменты могут быть решены на переговорах министров иностранных дел двух стран в Хабаровске. В США начали переброску авианосных соединений китайским берегам. Подводные лодки с ядерными боеголовками уже давно дежурили там же. Даже Северная Корея заявила о разрыве дипломатических отношений с КНР. Армии Индии и Пакистана снова схлестнулись в очередной раз. Китай обещал поставлять Пакистану вооружение. И Индия в ответ поддержала идею тибетской государственности, выдвинутой США. Весь мир оцепенел и застыл в ожидании развязки этой драмы, играемой в духе театра абсурда. Глоба пятая Долина Сары-Таш 22 сентября 2008 года Полковник Генри МакГроу командующий батальоном сил специальных операций армии США получил последние инструкции от радиста, блокированные китайцами базы Ганси в Бишкекском аэропорту Монаст. Инструкции заключались в следующем. Вашингтон требовал удерживать объект до последнего шанса. При невозможности удержания объекта, при прогнозируемой на сегодняшний вечер атаке китайцев, солдатам лупит, как настоящий солдат, исполняющий приказы. Поначалу Генри даже хотел застрелиться после активации таймера, но решил оставить это на волю судьбы. Будь как будет. В 17 часов по местному времени Генри доложили, что китайцы открыли ураганный огонь по позициям батальона с участием минометов. Крупные калибры и танки китайцы не использовали. Подавляя очаги растянутой обороны американцев, китайцы при помощи множества легких бронемашин и огромного числа пехоты продвигали все ближе к объекту. Генри на свое удивление сохранял ясность ума и бодрость духа, командуя обороной. Связь с Ганси пропала сразу после атаки китайцев. Было ясно, что аэропорт захвачен китайской армией. Там проклятые азиаты не церемонились. Здесь эти сволочи аккуратны. А вот хрен вы получите объект. Он достанется или Америке или никому. Генри присел рядом с бомбой и открыл крышку на панели активизации заряда. Прибежавшие к нему в палатку, солдат из взвода охраны аэропорта доложил о том, что китайцы подбираются к охранению объекта. Их ничто более не сдерживает. Сколько солдат осталось рядовой? Невозмутимо спросил Генри. «Здесь около дюжины, сэр. Остальные уже в окружении и отстреливаются последними патронами». «Зови всех сюда. Немедленно, солдат». «Ес, сэр». Боец скрылся за откинутым пологом палатки. Генри поставил таймер взрывателя на семь минут. Через пару минут собрались все. Одиннадцать бойцов из службы охраны аэропорта, некоторые уже с полученными ранениями. И он, полковник Генри, начальник разбитого спецподразделения. «Парни, эти поганые азиаты не берут пленных. Не думаю, что нам стоит погибать, так и не выполнив свой долг перед Америкой. Но им ничего не остается, кроме как уйти в новый мир с надеждой на волю Господа». С патетикой достойно лучших шедевров Голливуда воскликнул полковник. «А китайцам оставим этот подарочек». Генри с видимым удовольствием показал на атомный заряд. Бойцы, увидев его, заметно приободрились, но в этот момент по палатке хлестко прошлись очередью, засвистели пули, солдаты пригнулись, и полковник заорал, указывая на невидимый проход в аномалию. «Марш сюда! Марш! Марш! Перед!» Солдаты не заставили себя долго ждать и быстро исчезли в тоннеле пространства. Генри ушел последним, на его глаза мгновенно накинулась темнота, горло жестоко сковало, и он потерял сознание. ВГДРК Россия ВЕСТИ Экстренный выпуск Сегодня президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Российской Федерации в связи с вероломным нападением КНР на Казахскую Республику приказал Вооруженным Силам России взять под свой контроль области Казахстана, населенные преимущественно этническими славянами. Это решение продиктовано исключительно заботой о жизни и здоровье населения. Мы не можем, заявил он, безучастно наблюдать за развивающейся трагедией в Средней Азии. Одновременно президент Российской Федерации направил послание председателю Коммунистической партии Китая Ху Циньтао, в котором предостерег Китай от дальнейшей эскалации конфликта и заявил о возможности достижения договоренностей с официальным Пекином по поводу раздела сфер влияния в Средней Азии. Однако, в случае дальнейшего наступления китайских войск будет применено ядерное оружие. Это должно охладить пылки умы в правительстве Китая, заявил президент. Тем временем, поступает тревожное сообщение из Южной Кореи. Китайская армия перешла границу Северной Кореи, обвинив ту в сговоре с империалистическими странами и отходе от коммунистических идеалов. Хеньян блокирован, правительство Северной Кореи погибло в полном составе при попытке вылететь на вертолетах в Сеул. В корейском небе господствует китайский ВВС. Ситуация накаляется в связи с активацией ядерного потенциала Северной Кореи. Мы будем следить за новостями, выходя в эфир при каждом случае получения новой информации. Следите за новостями. Павел отвел старика в комнату, уложил на диван. У Анатолия Борисовича, как звали его, нежданного спасителя, прихватило сердце. «На комоде!» прошептал старик. Павел нашел таблетки и положил лекарства старику под язык. Надо было что-то делать. Но что? В кухню продолжали залетать камни, свисты возгласы становились яростнее. «Эй, дай бить русаков!» кричали помешавшиеся от злобы представители титульной нации. Уже забарбанили и в дверь. Внезапно шум толпы разорвал грохот автоматной очереди. Послышались крики боли и ужаса. На улице загремела траками бронетехника. Павел осторожно выглянул в окно. Во дворике никого не было, кроме нескольких скрюченных тел его недавних обидчиков. Павел прошел в маленькую комнату, окна которой выходили на улицу и, выглянув на улицу, тут же задохнулся от счастья. По проспекту Батырбая, бывшая улица Кутузова, неспешно и величаво катили танки Т-80у, по тротуарам проходили пехотинцы с калашниковыми. Из окон домов им уже восторженно кричали приветствия, люди высыпали на улице, обнимали солдат. Период власти узконационально окрашенной юрты закончился. Российские войска входили также и в старый город Уральск, основанный яицкими казаками, где танк подминал под себя нелепый таблоид «Welcome to Oral», оставленный новыми местными ревнителями казахски созвучных названий русских городов. А ты Рау снова стал Гурьевым, Семей Семипалатинском, а Осткамен Усть-Каменогорском. Павел вызвал старику скорую и сдал его врачам на руки, записав на всякий случай адрес больницы. Пожелав ему удачи, Павел побрел по улице, направляясь к консульству России. Ну, а что мне теперь-то делать? недоумевал он. Набранный номер долго не отвечал. Странно, всегда же брали трубку первого гудка. Вскоре наконец ответили. Да, Павел, я хотел бы получить инструкции по моим дальнейшим действиям. Инструкции пока не предвидится, Павел, я даже не знаю, что вообще предвидится, что вы имеете в виду. Все наши предварительные договоренности с Китаем пошли прахом. С час назад Северная Корея врезала всем своим ядерным потенциалом по Пекину и Шанхаю. Что будет дальше, я не представляю. Павел, действуйте по обстоятельствам. Я думаю, что объект в данный момент ни нам, ни кому бы то не было не светит, тем более он не фиксируется. Молчите? Я вас понимаю, Павел, сейчас сложно что-либо сказать или спрогнозировать. Отдохните в гостинице, например, или напейтесь. Ладно, удачи! ВГТРК Россия 200 экстренный выпуск Сложно что-либо комментировать. В данный момент КНР силами нескольких дивизий и бригады специального назначения при активной поддержке авиации атаковала Корею. Вторжение в празднующее свое единение страну заставило Пхеньян прибегнуть к радикальным способам обороны, использовав ядерные заряды. Китай в свою очередь воздержался от применения оружия массового поражения, концентрируя в границе с Кореей все новые войска, имея в виду возможные столкновения с высаживающимися в Пусане американскими, австралийскими, филипинскими, японскими войсками. Через некоторое время после вторжения в Корею были атакованы скопления индийских войск в Кашмире. Информации из этого района очень мало и пока не ясно, что происходит на этом участке китайского наступления. Агрессия началась с того, что Китай уничтожил тактическим ядерным зарядом горстку американских войск, блокированные в долине Сары-Таш. В то же время Евросоюз и Москва призывают все страны, участники конфликта, сесть за стол переговоров. Пока не поздно. Ведь возможны применения ядерного оружия странами-участницами конфликта приведет к ужасающим последствиям. Павел выключил телевизор и словно во сне пошел в ванную, умыв холодной водой лицо и глядя в зеркало, он наблюдал за падающими с подбородка каплями. Только что он осознал, что мир который он знал рухнул в небытие. А вместе с ним рухнули все ограничения и моральные нормы поведения государства. Теперь ничто никого не сдерживает. Судьба целого мира висела на волоске. Такой дьявол впихнул в наш мир эту чертову аномалию. Зачем? Или все же аномалия тут ни при чем? Она лишь предлог для ждущих своего часа амбиций. Павел решил последовать совету московского доброжелателя и до ночи надержался в баре-гостинице Иртыш, празднуя вместе с остальными постояльцами смену власти. После полуночи Павла отнесли в его номер, где он и забыл с омертвецким сном. Проснулся Павел естественно поздно в начале третьего и тут же решил позвонить своему куратору в Москву. И он решил еще вчера, что попытаться отказаться от дальнейшей работы по проекту аномалии объект. Внезапно до него донесся далекий протяжный гул и здание немного потрясло. Абонент не только не отвечал, даже гудков трубки не слышалось. Странно. Павел попробовал дозвониться до своих московских друзей, но и тут ничего не вышло. Телефон и коллега тоже молчали. Тогда он решил позвонить в свой питерский институт. Пока он набирал цифры, его сознание обожгло молнией липкого страха. Нет, нет, этого не может быть. Да просто не может быть. Питерский институт тоже не отвечал. Трубка была мертва, и только индикаторы на панели телефона показывали, что он в рабочем состоянии. Находясь в состоянии прострации, Павел вышел из номера. На автопилоте выйдя на улицу, он даже и не подумал ловить такси до консульства, тем более, что ловить было нечего. Павел шел по пустынной улице, солнце палило вовсю, было жарко и душно. Слабый ветер трепыхал, развешанные на фасадах зданий российские триколоры. Было чудовищно тихо, и хлопки флаговой материи раздавались грохотом по всей улице. Неужели у всех состояние не стояние после вчерашнего праздника? Мимо Павла пролетела старенькая легковушка, неожиданно вывернув из-за угла дома. Павел с удивлением отметил в ужасе раскрытые глаза водителя. Легковушка же, не снижая скорости, унеслась по проспекту. Ничего не понимаю. Павел зачесал назад мокрые волосы, достал поток, потереть лицо от пота, но так и замер, откинув голову. Боже мой, мысленно закричал Павел, все небо было расчерчено белыми дымными хвостами, но хвостами отнюдь не самолетов. Следы шли со стороны Китая, многие по дальней траектории, но некоторые по более низкой. Опять донесся дальний ракочащий гул, но в этот раз не трясло. Да что творится, черт возьми! Гул доносился с проспекта, и Павел рванул туда, не отдавая отчета в своих действиях. К гулу добавился лязг. Танки, значит, это войска, наши войска. Павел увидел вдалеке знакомые чертания танковых силуэтов. Сейчас я все узнаю. Но он побежал навстречу танком, бежал, пока хватало сил, но вскоре выдохся и перешел на шаг. В боку заколол и Павел согнулся пополам. Отдышавшись, он разогнулся и почувствовал, как страх опять сковал его, проникая из низа живота и распространяясь по всему организму. Это не наши, Павел остолбенел. Но кто? Казахи? Американцы? Но нет, он не угадал. В вымерший Павлодар входил авангард народно-освободительной армии Китая. Павел с открытым ртом наблюдал, как мимо него с грохотом лязгом проносятся танки, выпуская клубы едкого дыма, как проходят пехотинцы, облаченные в костюмы химической защиты и оттого похожие на космонавтов с такими же родными, как и танки, автоматами Калашникова. В небе барражировали звенья вертолетов. Так бы он и стоял, но какой-то пехотинец, похотя, засветил ему по лицу прикладом. Павел сел на тротуар и больше не реагировал на внешние раздражители. Пребывал он в этом состоянии довольно долго, лишь под вечер его привели в сознание ударом сапога в бок. Закашлявшись и пребывая в обалделом состоянии, с горящей от боли скулой, Павел увидел перед собой руку, облаченную в серебряного цвета костюм, с красной нашивкой флага Китая на рукаве, которая указывала ему направление движения. Павел вместе с толпой таких же несчастных поплелся вперед по проспекту, полностью отключившись от происходящего, пребывая в состоянии полного аффекта. Сейчас он больше всего хотел попасть туда, в тот неведомый мир, куда вышли его товарищи. Португальское информационное агентство Луса 24 сентября 2008 года Разморожен ядерный потенциал Франции и Великобритании. Сегодня прибывший в Европу министр вороны США Роберт Гейтс проведет полную координацию управления и совместного использования всего комплекса ядерных потенциалов Франции и Великобритании с ядерным потенциалом США. Все силы будут направлены на уничтожение Китая и его армии, если Пекин не одумается и не сядет за стол переговоров. Как известно, ядерный потенциал Китая сейчас находится в полной боевой готовности, китайские генералы ждут лишь приказа из Пекина. В то же время Вьетнамская республика героически отбивает атаку войск КНР и присоединилась к прогрессивным силам, борющимся против китайской агрессии. Также вчера к новой коалиции присоединились Лаос и Камбоджа. На что рассчитывают эти страны непонятно, но уже ясно, что их армии станут пушечным мясом для китайских генералов. Сегодня утром Китая присоединился Непал, Бутан и Бирма. В результате отступления индийских войск армии Китая оккупирована Северная Индия. Корреспонденты передают о массовых фактах геноцида индийского населения, в том числе и пакистанскими войсками. Роберт Гейтс заявил, что он крайне раздосадован мерзким и циничным сговором Москвы и Пекина, он заявил буквально следующее «Вести переговоры с общим мировым агрессором и тем самым способствовать китайской чуме в ее агрессии и потворствовать этому означат только одно объявление Москвой войны США Евросоюзу и всему остальному демократическому и прогрессивному человечеству. Это преступление Москвы против человечества будет наказано». Тем не менее оба противоборствующих в лагерях готовятся к дальнейшей эскалации конфликта. ООН призывает стороны не использовать в своих целях ядерное оружие. Президент Франции, премьер-министр Великобритании, президент США и министр иностранных дел России поспешили заявить о том, что эти страны ни при каких обстоятельствах не будут применять ядерное оружие первыми. Весь мир застыл в ожидании ответа китайской страны. Тем временем информационное агентство всего мира сообщает об инфекции неизвестного происхождения, выносящей сотни тысяч жизней в Китае, Центральной и Юго-Восточной Азии. Следите за новостями. Первый раз после смерти Мао Китай решил пойти ва-банк и если первый шар пущенный великим кормчем в сторону Советского Союза в общем-то удался и Китай из инструмента советской политики превратился в самостоятельного игрока на политической карте мира, пусть и потеряв дружбу с Москвой, то второй шар пущенный уже в сторону США превратил локальный конфликт в общий мировой. Река Белая Ранняя осень В горнице было жутко накурено, хоть топор вешай, пришлось открывать окна. Последняя пачка, мужики, больше сигарет вообще нету, виноват развел руками Вячеслав. Ну и отлично, Вячеслав Андреевич, наконец вы перестанете травить нас. Сазонов обрадовался этому сообщению. Ладно, как проветриться, зовите голдану этих тунгусов, надеюсь, они уже позавтракали. Сазонов, Цоколов и Кабаржицкий сидели уже около получаса, но так и не пришли к общему знаменателю, обсуждая планы Вячеслава. Инженер предлагал наведаться в логово атаковавших их туземцев. Логика была в том, что экспедиции необходимо пополнение пищевых запасов. Скоро осень кончится, ребята. Думайте, что зимой делать будем? Охотой кто-нибудь занимался? Да есть, наверное, такие. Мы поспрашиваем у парней. Туи-то как? Да есть двое, но их опыт не назовешь охотой. Так выезды на природу под водочку, пострелять по банкам. Утрирую, конечно, но примерно так. Вячеслав нетерпеливо забарабанил по столу. Володя, давай тунгусов сюда. Кабаржицкий выглянул на крыльцо и махнул рукой. За Вадиму. Четверка тунгусов уже не вздрагивала от каждого шороха. Вошли они хоть и с робостью, но уже не со страхом в глазах. Пришла и Голдана. Расселись на лавке и уставились на Вячеслава. Тот, поглаживая усы, собирался с мыслями. Наконец решился. Голдана, спроси их, кем был убитый нами воин из их отряда в цветной одежде и с железной саблей. Сын старшего рода, главный воин, отец его старый и не может теперь быть главным. Нету сына. После некоторого времени переговоров с овенками ответила Голдана. Спроси, много ли воинов у них осталось? Сазонов понял, куда клонит Вячеслав. Говорят, остались слабые, больные, раненые, мало, шесть человек. Коваржицкий удивленно спросил, да они что, всех воинов на нас послали, и теперь там остались женщины и дети? Да интересно, чего они дальше делать будут, сказал Вячеслав. Голдана, спроси их, зачем они на нас напали? Говорят, приказали. Кто? Говорят, кому Соболя и Белку удают. Буреады. Они их убьют. Соболя нет, убьют. Плохой каштым. Ясно. Спроси, что теперь они делать будут, ну, после того, как мы их воинов убили. Говорят, будут в другой род идти, к Хатысме. Он брат старого вождя, но у него есть циновья, сильный род, много воинов, их не примут. Это ты так думаешь? Заинтересовался Вячеслав. Да, остались старые, слабые, дети, женщины, кто кормить их захочет. Голдана искренне не понимала, как Вячеслав мог этого не знать. Ну, скажи им это. Голдана обратилась к ним. Тунгусы заметно приуныли, покачали головами, начали обсуждать что-то между собой. Говорят, их одних возьмут, но вы не отпустите. Конечно, не отпустим, утвердительно кивнул Вячеслав. Так, мужики, какие мысли? Он хлопнул ладонью по столу, отчего тунгусы заметно вздрогнули. Скажи, что ты хочешь, и я скажу свои мысли, улыбнулся Сазонов. Вячеслав Андреевич, вы что, хотите сюда привезти? Коваржицкий в свою очередь изумился. Ну, надо сначала посмотреть на их хозяйство, чем живут, что нам понадобится. А что нам может понадобиться? Хором воскликнули оба офицера. Мы здесь с зимой не жили, мужики. Исходите из этого. Сколько у нас осталось еды? Сазонов почесал голову, прищурился. Где-то на месяц, полтора. Вот. А я о чем вам толкую? Наши посадки это только на будущее задел. Главное семенной фонд собрать. Весной используем коняшек. Вячеслав Андреевич, а как они нас будут кормить, если они себя прокормить не смогут? Владимир не понимал, чего хочет Вячеслав. У нас есть голова на плечах, а у них есть знание о мире, в котором они живут. Нас надо только научить, а дальше мы сами сможем. Как говорил великий человек Жуковский, человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. А нам проще, летать не надо, надо лишь использовать местность, где мы появились для того, чтобы тут прожить. Всего лишь... Ясно, Вячеслав Андреевич, Сазонов понимающий глянул на Владимира. Тот рассеянно кивал, полностью погруженный в свои мысли. И, мужики, давайте уж просто. Вячеслав, честное слово, пора. Не обратился к голдане. Скажи им, чтобы показали нам дорогу к их поселению. Услышав это предложение, тунгусы побледнели и отчаянно замотали головами, о чем-то умоляя Вячеслава. Голдана, скажи им, что мы никого не убьем, мы их заберем сюда, будут жить с нами, будут нам кыштымами. Теперь лица туземцев удивленно вытянулись, они что-то возбужденно залопотали. Голдан, о чем они говорят? Говорят, у них нет теперь воинов, много ртов, много женщин, вы не возьмете? Скажи им, нам не нужны пока воины, нужны охотники и старые люди, которые много знают. Туземцы зацокали языками и возбужденно закивали. Голдана, далеко до их поселения? Владимир тоже решил поучаствовать в допросе. Говорят, что недалеко, по воде близко, но они пешком шли. Скажи им, что скоро пойдем. Все, Алексей, готов человек десять, сам пойдешь или Новикова взять. Сам пойду, конечно. Возьму отделение, Рината. Хорошо, через часик выходим. Отряд шел по берегу Ангары, то и дело отклоняясь влево. Частенько мешали скалы и высокие холмы, визобилии встречающиеся на пути группы. Отряд вело двое тунгусов, двух других оставили в лагере, несмотря на их мольбы взять с собой всех. Также решено было надеть бронежилеты и каски, так как опасность засады Сазонову представлялась очень возможной. Восемь человек, раненых во время набега, стали очень большой проблемой, тем более не хотелось увеличения раненых. Шли ходко, несмотря на все прелести девственной природы, в виде кустарников и буераков, мелких речушек и каменных россыпей. Если прибавить еще и мелко накрапывающий холодный дождик, то картина становится полной. Отряд вымок и продрог основательно плащи были не у всех. По прошествии пары часов двое тунгусов залопотали на своем языке и указали на пологий холм, полностью заросший лесом. Голдана, завернутая в армейский плащ, перевела, что за холмом находится их селение. Сержант отделения Ренат Саляев с двумя морпехами, опережая отряд, выдвинулись на разведку. Было довольно глупо парадным строем заходить в селение, несмотря на то, что почти все его воины погибли. Соколов остановил группу в густом кустареньке у холма. Здесь должны были дождаться возвращения разведчиков. Наконец они вернулись. Ну, что там, Ренат? А, ничего интересного, Вячеслав Андреевич. Десятка, два, чумов, нескольких туземцев видел, так, бродят, охраны нет никакой, все, видимо, в чумах сидят, дождь ведь, и овцы блеяли, по-моему. Безопасно, мы подойдем спокойно. Овцы, это хорошо. Ладно, пошли, Алексей, смотри, чтобы никто лук не успел натянуть. Так там вроде некому натягивать-то, майор хмыкнул и серьезно добавил. Конечно, Вячеслав. Голдана, ты скажи ему. Вячеслав указывал на тунгуса, который хмуро понурил мокрую голову в ожидании встречи со своей родней, чтобы сразу к вождю вел. Тот молча кивнул. Селение встретило незнакомцев обыденно и тихо, можно сказать, что их вообще не заметили. Некоторые люди вышли посмотреть на них, но даже эмоции были почти на нуле. Никаких криков или плача о потере мужчин не было, только дети велись вокруг пришельцев, внимательно заглядывая в их лица. Видимо, тут еще не встречались с европейцами. На открытыми берестой и шкурами чумами курились дымки. Разговор с вождем явно не клеился. Старик на контакт не шел, да и запугать его не получится. Он недавно потерял последнего сына, последнюю надежду на будущее своего кочевья. Тотуме как звали вождя сидел поджав ноги и пил горячий травяной чай. Его изрезанное морщинами лицо выражало полную безразличность к окружающему миру. Однако гостей в чум к нему пригласили и даже подали нехитрое угощение чай, сушеные ягоды, вяленое мясо и обжигающий горячий мясной бульон с какими-то корешками. Сазонов, Вячеслав и Голдана сидели вокруг очага, составляя компанию в чаепитию вождю и молодому тунгусу, скорее мальчишке, чем юноше. Имя вождя переводилось как ползающий, что отражало его болезненное состояние, а также говорило о его скорой кончине. Оказывается, он был давно болен и непонятно как оставался жив до сих пор. Вячеслав и не знал, что сказать старику, пауза затягивалась, сазону больше налегал на мясо. Внезапно в тишине раздался каркующий голос вождя. Вячеслав и Алексей разом посмотрели на Голдану. Он говорит, что вы издалека. Ну, да, мы издалека и даже очень, согласился Вячеслав. Вождь продолжил говорить. Он говорит, что его кочевья небогатые, шесть оленей и овцы. Что вы, пришельцы, будете делать с его людьми? Скажи, будем их защищать, поселим рядом. Он говорит, что тут много женщин и детей, шесть слабых воинов. Вы будете защищать, кормить? Скажи, что будем, но и работать они будут. Он говорит, есть сильные племена, много воинов, лошади, железное оружие. Скажи ему, Галдана, что мы тоже сильные. А он вам верит. Старик что-то сказал парню, и тот вышел из чума. Вячеслав вопросительно посмотрел на бурятку, та пожала плечами. Он послал за алгурчи. В чум вошел тунгус, сразу бросилось в глаза, что у него не было кисти руки, а левую щеку и ухо пересекал неприятного вида шрам. Тут уме заговорил с алгурчи, а Галдана шепотом переводила. Выходило, что вождь вдруг решил отринуть первоначально на пускно безразличие и теперь говорит о том, что остатки его кочевья должны будут пойти с этими пришельцами и жить с ними. Алгурчи косился на бородатого Вячеслава, его лицо выражало нечто среднем между страхом и покорностью судьбе. Он часто кивал. У Алексея сложилось впечатление, что этот тунгус сейчас расплачется. Потом они поняли, что так разволновало тунгуса старый вождь. Ползающий решил остаться тут и никакие уговоры не помогли. Кочевье загудело, как разворощенный улей. Через некоторое время молодой тунгус из чума вождя привел шестерку оленей из редколесья. Видимо, те паслись на некотором отдалении от становища тунгусов. Берзкий дождик наконец кончился и выглянуло долгожданное солнце. Тунгусы принялись разбирать чумы и укладывать поклажу в тюки, которые навьючивали на оленей. Лодки решили не задействовать, хотя путь по реке был наиболее короток и удобен. Мотор жгли драгоценное горючее, которое оставалось не так много. Лучше приберечь его на более критические случаи. Пришлось гонять навьючанных оленей в четыре ходки, чтобы перевести все имущество кочевья. В лагере ощутимо прибавилось народу. Шесть мужчин, сорок три женщины и двадцать один ребенок. Мгновенно стало тесно, а бегающие дети стали настоящей головной болью солдат и строителей. Как бы чего не утащили или не поранились. Все инструменты было решено пока запереть в первой избе. Вторая все так же представляла собой жилой дом с медпунктом на первом этаже. Правда уже на шести мест. Карпинский и Женька Лопахин были ранены не столь серьезно, чтобы отлеживаться там далее. Перед одвоем на собрании руководства лагеря по случаю пополнения населения Кабаржитским было предложено построить для туземцев бараки, аналогичные тем, что были у индейцев Северной Америки, входивших в лиги ирокезов. Это были длинные дома с очагами внутри, в которых переносить зиму не так сложно. Печи там можно сложить, и цивилизации немного их приблизим, заключил Кабаржитский. — Решено. Строить придется три барака, один для наших. Я думаю, что пока этот тип домов нам более выгоден, чем избы, согласился инженер. — Вячеслав, а я думаю, стоит построить бараки по периметру лагеря, с каждой стороны, там, где мы частокол еще не закончили, ведь такой длинный дом ничем не хуже стены. А так мы отстреливаться можем через бойницы, предложил Новиков. — Верно, точно, послышались возгласы одобрения. — Вы вот тут кричите, а почему все забыли о таком важном аспекте, как помывка? Бани нет и не надо, что ли? Так и будем в реке купаться? Сазонов решил наконец задать вопрос, который уже давно вертелся у него на языке. — Ой, Алексей, это недоработка. Сам дурак в реке полощусь. Я об они не подумал, тем более холода придут скоро. Вячеслав сокрушенно покачал головой. — Ладно, завтра начинаем новую стройку, тем более нас время уже поджимает, скоро осень активно вступит в свои права. А нам еще продовольствие нужно заготавливать. — Алексей? — Да, Вячеслав, встрепенулся майор. — Завтра же надо съездить за Дарьей, взять медикаменты. Тунгусов надо хорошенько осмотреть, может, у них есть заболевания. Сегодня я видел несколько женщин и детей в довольно ослабленном состоянии. Не захвати Штрифона, а то Голдана явно нервничает без сына. Кстати, Дарье надо захватить витаминов, а то у нас в поселке худ наплакал. А у Смирнова их побольше, малость. Нам тоже пригодится зимой. Чую, цингой еще запахнет. — Владимир, кстати, а ты давай рыбку-то лови, зря, что ли, шамана взял. А то тунгусы вон уже и тут на лодочках приходили с улобом. — Догоняй! Кабаржиский кивнул, улыбнувшись. И, наконец, Василий, ты отбери человек пять и с тунгусами займитесь охотой. Поучись у них, что да как. И еще, друзья, надо подобрать несколько человек, наиболее способных к изучению языка наших новых товарищей. — Хм, надо учить, это необходимо. — Да я понимаю, Вячеслав, сказал Новиков. Я и так уже потихоньку с Голданой болякаю. — Ну и отлично. Так, ладно, все свободны. Я сейчас набросаю план нашего уже поселка, можно сказать, и тоже баиньки. К первым ночным заморозкам поселок фактически был готов. По периметру лагеря был установлен частокол, в который были органически вписаны бараки. Оставалось незаконченными лишь несколько башенок, но они активно достраивались. В центре поселка, придачу к двум ранним двухэтажным измам, были построены еще два одноэтажных дома с пристройками для тары овец, нескольких коз и шести оленей. Устроена большая крытая поленница в центре поселка, недалеко от главного костровища. Даже трем лохматым кобыс дохом тунгусов были устроены персональные будки по разум сторонам поселка. Также частоколом и башенками была охвачена и часть противоположного берега реки Белой, как ее единодушно назвали. На островке посреди реки тоже была установлена дозорная башня, в которой находились рыболовные снасти, неводы и прочие инструментарии для рыбной ловли. Тунгусы оказались отличными рыболовами на своих утлых каркасных посудинах, перетянутых берестой. Они умудрялись наловить столько рыбы, что устроенная на том берегу коптильня с трудом справлялась со своим делом. Байкальский таймень, ленок и хариус отлично ловились и на снасти кабаржитского, и на удочке туземцев. Показанное тунгусом алгурчи соляное месторождение, находившееся примерно в половине дня пути от лагеря, здорово помогало. С помощью соли можно было сохранить на зиму не только рыбу, но и запасы мяса, которое добывало охотничья партия. У туземцев также были свои запасы проса и чумизы. Тунгусы делали, кстати, вполне неплохой творог и сыр из смеси овечьего и козьего молока. Козье молоко также пользовалось у наших людей популярностью. Несмотря на то, что добывание пищи, как оказалось, не столь проблемно, многие со страхом ждали зиму и боялись возможного холода. Эти люди привыкли к тому, что должны быть колышущиеся поля пшениц из шинофермы, полные хрюкающих хавроний, безустали дающих новых и новых поросят. Старые и новые жители поселка старались лучше понять друг друга. Правда, по первости тунгусы были несколько шокированы навязчивой доброжелательностью русских. Но после первого медосмотра новоприбывших, устроенного Дарьей, когда на ноги было поставлено несколько приболевших было детишек, и начато лечение посредством мази с антибиотиками, выявленные у многих взрослых трахомы, первоначальный лед недоверия был растоплен. Окончательное доверие тунгусов было завоевано особенно теплым отношением к их детям, которым, соскучившиеся по своим родным, оставленным на той стороне, русские так и льнули, стараясь угостить их чем-нибудь вкусненьким или просто потискать и поиграть. Участники экспедиции давали детишкам имена, которые наиболее подходили по созвучию к тем именам, к которым они привыкли у себя дома. Так по поселку уже шныряли Димки, Маши и Ванюшки, которые с удовольствием откликались на эти имена. Избы в центре поселка поначалу хотели было обкладывать кирпичом, но Соколов не позволил, кирпич пригодится на печи, а вообще он практически весь израсходован на первый уровень семи сторожевых башен, расположенных по периметру поселка. Вячеслав заметил, что неплохо бы использовать для строительства изъясняк, но с кирпичом получалось меньше мороки, так что отличный белый камень решили оставить на потом. Зато, наконец, около берега реки была заложена баня, предмет чаянии многих людей в поселке, соскучившихся по нормальной парилке. Так что, теперь еще одной проблемой станет меньше. однако, появилась проблема новая, которая была, в общем-то, ожидаемая, но отодвигаемая многими на второй план. За прошедшие пару месяцев, со дня первого нападения местных на русскую экспедицию, туземцы больше не тревожили пришельцев, они даже не показывались вблизи поселка, хотя по ангаре они сплавлялись регулярно, дозоры морпехов постоянно наблюдали их небольшие лодочные карваны к саманнему камню и обратно. На белой они не появлялись до определенного момента. Так как последнюю группу чужих туземцев проводили по ангаре сутки назад, нового их появления не ожидали ближайшие шесть-семь дней. Тем более, неожиданным стало их сегодняшнее появление. В тот день, как обычно, группа рыбаков под присмотром трех морпехов рыбачила ранним утром на ангаре. Двое воинов наблюдали за излученной реки с невысокого, поросшего, скрывающим людей мелким кустарником холма. Третий морпех находился на корме большой моторки и приглядывал за рекой по ее течению с юга на север. Три остальные посудины рыболовной партии представляли собой берестянки и тунгусов, в каждой из них находилось аккурат два человека. Прибежавший к месту ловли морпех из секрета на холме оповестил рыбаков об опасности им грозящей. Лодки начали подгребать к берегу, быстро вытягивая из воды сеть. Хотя все старались уйти с середины реки к берегу незамеченными, сделать это не удалось. Небольша флотилия из пяти лодок незваных гостей все равно выскочила из-за излученной ангары неожиданно скоро. До поселка Тангары вверх по белой было порядка четырех километров, так что уйти под защиту поселения было невозможно. Поэтому лодки пристали к берегу и люди, приготовив оружие, огнестрельня наших людей и луки тунгусов стали ждать подхода чужаков. Их лодки были заметно крупнее берестянок, примерно подходя размерами под моторку. В каждой лодке было по четыре-пять человек, вооруженных луками и копьями. Расстояние между чужими воинами и поселковыми рыбаками неуклонно уменьшалось. Не стрелять первыми, подпустить поближе, посмотрим, может вообще обойдется. Ренат не стал форсировать события. Тунгусы заметно нервничали. И если бы не морпехи и пара мужиков, точно бы дали стрякача. Тем временем незнакомцы уже были в нескольких десятках метров. На первой лодке различались двое туземцев с нацеленными в рыбаков луками. Позади них стоял высокий человек, не походящий своим видом, на жителей Приангария. На голове его красовался остроконечный шлем, красный кафтан облегал мощную фигуру, а дополняла картину внушительная борода. Вдруг он поднял вверх согнутую в локте руку ладонью к готовым к бою поселковым. Не надо быть восьми пядей во лбу, чтобы догадаться о его желании показать мирное намерение и о том, что он был главным среди чужаков. Саляев тузем русский федер и федер встретили своих предков из московской Руси. Ренат представил Сосоляев. — Петр Бекетов, казацкий сотник из Енисейского, Острошка. Ты сам-то казанец никак? — Нет, не казанец. Я из Ольметьевска, — улыбнулся в ответ Ренат. — Не ведаю о Семграде. С какого Острошка будете? В Енисейском вас не было неужто из Красного Яра. Сыздного нас, Енисейских, опередили. Много ли я саку собрали? И по что братских данников побили, а жен их и детишек увели? Бекетов засыпал Рената вопросами. Ренат растерянно развел руками. — Я половину сказанного тобой не понял. Петр, что это за братские данники? — Братские людишки с уды реки жалились нам, что дея казачки побили крепко их у лустых данников, да забрали всю рухля давление и жен и детей, о притч вас никого нет в этой стороне. — А, Ренат, он нам про тунгусов толкует, просветил Соляева один из мужиков. — Нехрена нам заливать про них. Они сами напали, Олега стрелами в бок и стыкали. — А кто еще нападет? — Мы их угомоним. Невынимательно посмотрел на двух туземцев, оставшихся сидеть в лодке Бекетова. — Сами, говоришь, напали. Бекетов прищурился и глянул на своих туземцев. — Или вы Ясак выколачивали со злостью? — Какой еще нахрен Ясак? — продолжал дериться мужик. — Петр, а как вас по батюшке? — спросил Ренат. — Иванов сын. — Так вот, Петр Иванович, вы своим людям скажите, чтобы не обходили нас, а то мы нервные бываем, и копья подальше уберите. — Убрать, я сказал копья. — Назад давай! — крикнул Ренат на двух казачков, опасно подходивших к и так и нервничающим мужикам. Силы были явно неравны. Но знали об этом только морпехи. С нашей стороны было два морских пехотинца с АКМ, два мужика с пистолетами, третий с калашом, да двое туземцев, взрослых с луками и четыре подростка. К тому же третий морпех контролировал ситуацию на холме из засады со снайперской винтовкой. Неравные, и несмотря на то, что казаков было явно больше. Кстати, тихой сапой казаки в лодках раздули фитили, страшных на вид пищалей. Было ясно, что если грянет, то крови будет много. Ренат насчитал не менее двадцати человек казаков и двоих туземцев. Конечно, использовав автоматы, можно было покрошить их всех, а Женька с холма мог поработать по казакам с пищалями. Но и они могут удачно выстрелом положить тут поселковых. Трава больше не скрывала рыбаков, а укрыться на отлогом берегу было совсем негде. И, черт возьми, вовсе не хотелось начинать знакомство с предками из кровавой бани. Жалко, свои люди же. Кстати, о бане. Петр Иванович, я предлагаю не доводить дело до перестрелки с жертвами. Тем более, жалко вас стрелять. Давайте-ка обсудим все вопросы у нас в поселке. Тем более, только баню отстроили. Там и поговорите с нашими начальниками. — Чудно, ты сказываешь, казанец. Но ты прав, нет нужды в кровопускании. Поговорим после баньки. Показывай путь к вашему острожку. Ренат понял, что попал. Сейчас везти их к поселку значит раскрыть место пребывания своих людей. Место поселка. А отправить кого-либо на моторке значит дать возможность себе к этому подумать о засаде. Ну, черт, что делать-то? — Блин, да что я мельтешу-то? У Женьки, сидящего в засаде, есть рация. Парень наверняка все правильно передал. — Нервишки? — Мотор не заводи, на веснах пойдем. Нечего их нервировать сейчас, а то опять вопросами закидает. — Ни к чему это пока. — Выдал Ренат с корговоркой музыку у мотора лодки. Тот поняв кивнул. Бикетов со товарищей грузились на свои лодки. — Женька, выходи, мы уходим. крикнул Ренат в сторону холма, сложив руки рупором. Бикетов внимательно посмотрел на Рената, на холм и, покачав головой, сам себе усмехнулся. — Женя радиировал на базу? — спросил Соляев, проходящего мимо него к моторке, лопахину с рацией за спиной. — Соляев, да вот реально обижаешь. Казаки, шедшие на лодках за моторкой, вели себя довольно обеспеченно. Над водной гладью то и дело раздавались сальные шуточки, следующие за ними грохоты смеха, дурные вопли. Ренат, поглядывая на лодку Бикетова, шедшую за ним, заметил, что Петр Иванович не принимает участия в веселье казаков, а явно погружен в свои мысли. За берегами зорко следили двое туземцев. Все веселье казаков как ветром сдуло при приближении к поселку. Первая же башня на островке, обложена до середины кирпичом и крытой черепицей из смеси глинозема с известняком с двумя часовыми на верхней площадке, заставила их уважительно смолкнуть и внимательно присматриваться к бойницам. На досках причала уже стояли Соколов, Сазонов и Кабаржийский. Новиков и бойцы организовали прикрытие с берега. Две башни на острове посреди реки и на берегу перекрывали пространство подхода лодок и место высадки казаков. Саляев заметил, что Бекетов явно разглядел заранее это обстоятельство, но сотник сохранял бесстрастное выражение лица. Серьезный мужик, с ним надо ухо востро. Лодки тем временем начали причаливать. Соколов подал Бекетову руку, с ее помощью сохраняя равновесие, Петр Иванович вступил на мостки, теле жалобно скрипнули. После рукопожатия и знакомства Вячеслав предложил пройти вызву. «Только прошу вас оружие оставить в башне. Вы у нас гости и опасаться вам нечего. Прошу понять нас». «А чего же не понять? Братцы, броню и оружие оставляйте тут». Обратился к казакам и стрельцам Бекетов. Те, глухо поворчав, оружие сдали, причем все, вплоть до ножей. Россиянам предстояла серьезная беседа с представителем Московского царства. Глава шестая Поселок Белореченский «Ранняя осень». Вячеслав, позвав Новикова, негромко ему сказал срочно слать моторку в базовый лагерь к Смирнову, ненемедленно везти его сюда, а заодно глядеться на реке, если покажутся еще лодки с чужаками, сразу же радировать и, не сближаясь, моментально отправляться обратно, если столкновение с чужаками будет неизбежным. Петр Иванович, пойдемте пообедом и поговорим о делах наших, обратился Соколов к Бекетову. Тот обернулся на своих людей и вопросительно посмотрел на Соколова. «Ваших товарищей тоже накормят, не беспокойтесь», сразу понял казацкого сотника инженер. Бекетов кивнул и направился за Вячеславом. В избе уже ждала гостей Дария и помогавшей ей туземки. Входя в дверь, Бекетов несколько замешкался, сложив пальцы двуперстием для того, чтобы перекреститься на иконы в красном углу, но не нашел взглядом ничего того, что полагалось иметь в любой русской избе. Сотник задачу наглянулся на Вячеслава, тот пожал плечами и заметно покраснел. Все расселись на лавках за длинным столом, заставленным лебединой песней, взятых с собой запасов пищи. Картофельное пюре с тушенкой, рис с курицей, но сладкое джемы и шоколад. Конечно, украшением стола стала косуля, принесенная охотниками и рыбной копчености, заслуга у вечного тунгуса алгурчи, ставшего местным гуру рыбной ловли. За столом, помимо Вячеслава и Бекетова, находились Сазонов, Кабаржицкий, Дария, Галдана, Ирина из Почвоведов да казахский десятник Бекетова, Афанасий и Хмелев, выделяющийся черной и по-цыгански курчавой растительностью на лице и рваным ухом. Приняли за еду, заводилой был Афанасий, он хватал все, что было рядом, особенно налегая на мясо косули. — А хлебушка у вас нету? — проговорил набитым ртом Афанасий. — Нет, хлеба у нас нет, что был, давно кончился, сами страдаем, — ответил Сазонов. — Голодно было в пути? — спросил Бекетова Вячеслав. — Да, мы уж корешки копали и жрали, — ответил Забекетова Афанасий и тут же осекся, натолкнувшись на колючий взгляд сотника. Подняв руки в извиняющемся жесте, Хмелев больше рта не открывал. — А дорога была долгая от Енисейска, — продолжал Вячеслав. — Восьмая седмица пошла, как вышли с Острожка. — А что вы так вышли? Холода ведь уже стоят по ночам. — Так ведь надо было застолбить места сбора Ясака и привезти под высокую государеву руку братских людишек. А то ведь Красноярцы опередят, да и казачки Якова Хрипунова на зимовку в Енисейск уже прибыли. Они и тоже могут опередить нас, Енисейских. — А у вас что, конкуренция? Сазонов залыбался. — Что у нас? — не понял Бекетов. — Ну, вроде того, что вы представляете одного государя, а хотите опередить друг дружку в сборе Ясака. — Да, как же, кто в казну больше рухляди мягкость сдаст, тот и жалование получит, и на службе повысить себя сможет рухляди. — Меха, Вячеслав, шкурки звериные, Кабаржицкий разъяснил своим современникам смысл слова. — Обождите, вы не собираете Ясак? До Бекетова дошло понимание этого факта лишь только что. — Нет, не собираем, а зачем он нам? — Ответ Вячеслава поверг Петра Ивановича в глубокий шок. — Как? А что вы посылаете в казну? — Петр Иванович, надо вам объяснить кое-что. Мы не собираем Ясак и не шлем ничего в казну. Мы граждане другого государства, которое... Хм... Ну, довольно далеко отсюда. Царя у нас нет. Не знаю, может, это и не хорошо, но царя нет. — Вы беглые, что ли? Схизматики? Бекетов сузил глаза, брои осошлись на переносице, широкие ладони сжались в пудовое кулачище. Афанасий также напрягся и стал озираться по сторонам, видимо, ища в доме варианты для драки. Повисла неприятная пауза. Оставалась лишь искра до пожара. — Стоп, стоп, Петр Иванович! Дарья решила встрять в разговор, дабы немного остудить горячие головы разбушевавшихся мужиков. — Мы не схизматики и не беглые. У нас есть своя сторона, и она... Да, она далеко отсюда. — А царь наш Михаил Федорович известен вам? — Романов Михаил Федорович? Нам, конечно, известен. Он зашел на престол в 1613 году, чем окончил великую смуту в государстве. Избрание было трудным, отметались кандидатуры, как служивших оккупантам Мстиславского и Ивана Романова, так и боровшимся с ними Шереметьево и Воротынского. Потом влиятельные люди стали выдвигать на трон молодого стольника Михаила Романова, который после удачного голосования отблагодарил своих новых друзей поместьями. Те, конечно, хотели править от имени молодого царя, неопытного во всем и весьма болезненного. Ну, там всего понамешано. Интриг моря, столкновения интересов, агенты влияния, Польша и Швеции, Англия, как обычно, сунулась в московской разборке. Сейчас, кстати, правит патриарх Филарет, замешанный в Тушинской измене и переговорах с оккупантами поляками и в отравлении князя Василия Голицына, реального претендента на русский престол. Русский решелье блин. Бекетов обалдело уставился на Кабаржицкого, который выдавал такую информацию, за которую легко получить удобное местечко на дыбе. — А что за год ты назвал? — на автомате спросил Бекетов, все еще продолжая переваривать полученную информацию. — Тысяча шестьсот тринадцатый или, по-вашему, семь тысяч сто двадцать первый. — Да, видно, что вы не из наших краев. Однако, соглядаты ваши в Москве имеются. Вячеслав сделал жест рукой, который можно было трактовать как «пусть так». — А скажите, почему у вас ни часовенки, ни церквушки и даже иконки нет ни одной? — Вы не веруете в Господа Бога нашего Вседержителя? — затронул Бекетов важную для него тему. — Я и креста на вас не вижу. — У меня есть крестик, похвасталась Дарья. — И у меня тоже есть, Кабаржицкий продемонстрировал сотнику свой крестик. Бекетов заметно удовлетворился этой демонстрацией православных крестов. Факт того, что поселковые люди принадлежали к одной с ним вере, заметно облегчал Петру Ивановичу общение с этими странными людьми. — Вина, я смотрю, у вас тоже нет, протянул разочарованно Бекетов. Сазонов ответил, что не только вина, но и табака в поселке не держат, на что сотник разочарованно запустил Петернюю волосы. — Что табаку не курите, я и так вижу, да и ну зре рваных нету твоих людей. Между тем Кабаржицкий зашушукался с Вячеславом. Бекетов поморщился, считая, что они не хотят посвящать его в какие-то знания, и снова принялся застывшее мясо. — Вячеслав, наша ситуация непонятна Бекетову. Мы не сможем ему объяснить наше положение, какие там к черту путешествия во времени, какая нафиг РФ. Да мы ему мозги спалим такой информацией, или он нас за иотов посчитат, или за секту какую-нибудь, потом нагрянут сюда с очистительной миссией во славу господа. Вячеслав, слушая, кивал. Короче, я не знаю, что ему говорить. В уме вертится только дикая мыслишка о новгородцах на Аляске. — О чем ты, Володя? — округлил глаза Вячеслав. — Смотри, Андреич, негромко проговорил капитан, сведения о новгородцах, бежавших в шестнадцатом веке от натиска строящих общерусское государство москвичей есть. Еще в сорок четвертом году на Юконе нашли остатки новгородских построек. До этого еще в двенадцатом веке новгородцы ходили за Урал. Говорят, что ходили по Иртышу, по проливу между Азией и Америкой. За то, что все это правда, я поручиться не могу, но про новгородцев в Америке сведения достоверные. Упираем на это? — А чего остается? Про Ельцин и Горбачева ему рассказывать, что ли? — Хорошо. Владимир склонился к уху сидящего справа Сазонова. Афанасий, насытившись, уже дремал за столом. Разговоры его больше не интересовали, и десятник, отпросившись, полез спать на палатище теплой печки. — Петр Иванович, так что там с данниками братскими, да? — Братскими, кивнул Бекетов. Мне жалился князек братский с Уды именем Немес, что где казачки крепко побили одно из его двух кыштымов, а всех, кто остался живой, забрали себе. — Второй кыштым это Хатысма, брат Тутумы Ползающего, кивнув, вставила Туземка. — Ясно, Галдана. Так, Петр Иванович, врет ваш князек, как сивый мерин. Во-первых, насколько я понял, это именно он наторвил на нас своих данников. Они атаковали нас, но воины из них получились никудышные. Побили мы их сильно, а жены детей забрали к себе поселок, чтобы они с голоду не поумирали, так как мы почти всех мужиков у них убили. — Ну что ж, разумел я, Вячеслав Андреевич, тут мне все ясно. Между прочим, я сам в начале лета уже плавал усмирять тунгусов, что напали на отряд нашего енисейского атамана Максима Перфильева со товарищей. Тогда побили немного казачков, так я взял с них аманатов и сака, а тунгусцы обещали больше не нападать. — А что за аманаты? — Заложники, объяснил Кабаржицкий. — Владимир, ты у нас не кандидат исторических наук случайно? — рассмеялся Сазонов. — Нет, товарищ майор. Владимир вежливо ощерился в ответ. — Майор, а у вас полки иноземного строя? — удивился Бекетов. — Нет, полки у нас самого русского строя. Просто некоторые воинские звания пришли к нам из других стран. — А где же ваше государство, Вячеслав? И много ли там бояр таких, как ты? Соколов, посмотрев на Кабаржицкого, сокрушенно покачал головой и предложил тому самому рассказывать. Владимир начал с того, что напомнил Бекетову становление московского царства и походы москвичей на Новгород. Тот кивал, подмечая, что псковские и новгородские земли сейчас имеют некоторые вольности и привилегии. Владимир продолжал о том, что несколько тысяч сторонников новгородской вольницы решили уйти из-под руки Москвы и жить согласно своим желаниям на новом месте, которое они нашли за Синским царством, за далеким студеном морем да за горами высокими. Там есть наша страна. Капитан закончил свой рассказ. Ну, а тут вы зачем? Ох, не верю я тебе, Владимир, хоть и складно своему десятнику, сразу пихнув того в бок, чтобы он перестал храпеть. Помогло. Туземки убирали со стола, а соколов с Сазоновым вышли из избы на крыльцо. «Курить охота, Алексей аж жуть!» Вячеслав мечтательно закатил глаза. «Нет уж, раз такие дела пора бросать, Андреич. Меня вот волнует, как там наши Карпинские с Коломейцевым, добрались ли до первой базы?» Поселок Новоземельский Ранняя осень. Тем временем оба бойца уже подруливали к знакомому Белому пляжу. На шум мотора лодки сбежались практически все обитатели первого лагеря, или уже, как и Белоречка, вполне себе поселка. Тут периметр поселения также был отстроен частоколом, поставлены башенки и сделаны двое ворот в сторону Байкала и по направлению течения ангары. Поставлен кирпичный ангар, куда оттаскали хорошую глину с речушки в двух километрах от поселка. Конечно, она была не так хороша, как на Белоречке, но все же для кирпичей и черепицы она годилась вполне. Свернов принял бойцов в только что отстроенной просторной резьбе, где была жарко натоплена печь, так что пришлось стаскивать верхнюю одежду, садясь за стол. Свернов без помощи туземцев наладил в поселке рыбную ловлю и охоту, поэтому еды хватало, да и запасов пока оставалось немного. Он все сокрушался, что нету овощей на рассаду, да хорошо бы организовать огородики и свинарник. — Что что, но вы, полковник, в председателе колхоза сгодились бы, пошутил профессор Радок, уже давно пришедший в себя после глубокой депрессии. — Николай, Валентинович, рад, что вы уже шутите. — А что, Петр, дальше убиваться смысла нет, будем жить, подошел Федор Сартинов. — Парни, вы давайте не шуткуйте, а выкладывайте, не так просто уж примчались под вечер. Лязы поточить, и потом можно будет. — Короче, начал Карпинский, держитесь, мужики. Объявились тут русские казачки на ангаре. Конец нашему милому затворничеству достал. Капитан БДК аж присвистнул. Присутствующие за столом перестали жевать. Тяжелая пауза держалась довольно долго, а потом посыпались папоросы. Карпинский отдувался за двоих, а Ванька тем временем уплетал соленую рыбу. Оставив поселок, подначало сержантов Зайцева и Васина, Смирнов, Петренко и Радок за шиворот, оторвав Колымейцева от рыбы, погрузились в моторку и отбыли на вторую базу, чаще именуемую Белоречкой, в огромном свете вечернего солнца. Белореченский поселок моторка пришла в закатном сумраке, на башне уже горел маяком огонь, а на ночное патрулирование периметра поселка выходили три тройки морпехов. Казаки, отоспавшись днем, уже попарились на славу в бане и сейчас сидели у костра в центре поселка. «Где Вячеслав?» спросил Смирнов у бойца на воротах, установленных между двумя башенками у входа в поселок со стороны причала на реке. «Женька!» крикнул тот в приоткрытую дверь нижнего яруса более крупной башни. «Проводи полковника к Соколову, они сотникам в избе сидят, как из бани вышли». Смирнов, пересекая внутреннюю площадь поселка, удивленно мотал головой, насколько же здесь стало многолюдно. Отовсюду доносится говор и детские звонки голоса. «А это что?» Смирнов указал на груду тряпье у костра, который палками поддевали и кидали в огонь. «А, Андрей Валентинович, это сейчас тунгусов, после казачков в баню запускаем группами. Сегодня у нас банный день получается, а у туземцев просто блох много, да и пахнут они того, не очень. А тряпье их Вячеслав приказал сжечь к чертовой матери, чтобы заразу не разносить. Потом и чумы их разберем в костер, чтобы в поселке этого добра не было. Вон у них два барака есть, пусть обживают, там место на балом. А одежда как же, у них есть разве еще? Есть, есть, меха у них есть, кожа тоже, ткани имеются, кое-чего мы подкинем, пускай шьют, зато чесаться не будут. Как с мылом? Есть немного, варим, но нам жира надо больше. Тунгусов растрясем на жир, улыбнулся Евгений и, видя удивленное лицо полковника, добавил, в смысле на материал, зверя какого, например. Спустя пару минут Лопахин указал Смирнову на крупный дом, стоящий в центре поселка. А вот мы и пришли, кстати, это изба Вячеслава, местный сельсовет, хихикнул Лопахин. Стоявший у кролица бородатый мужик, увидев Смирнова, метнулся в избу и сразу оттуда вышел Вячеслав с Кабаржицким. Смирнов душевно обнялся с Соколовым и обменялся рукопожатием с Владимиром. Тут такая штука, Андрей, я почему с тобой хотел переговорить заранее? Владимир правильно указал на то, что мы не можем рассказывать о том, что с нами произошло. А что ты имеешь в виду, Андреич? Короче, смотри сам, как ты будешь объяснять путешествия во времени и пространстве современникам первого Романова на троне. Нас сочтут за шарлатанов, а хуже того, за сектантов или еретиков, вставил Кабаржицкий. Ну и что вы предлагаете? Смирнов был совершенно сбит с толку. Владимир с Вячеславом принялись на пальцах рассказывать их легенду. Минут через семь-восем полковник наконец уяснил основные тезисы выступления дуэта. «Уф, Андрей Валентинович, с бойцами и то проще вышло!» улыбался Владимир. «Да каменей положено знать больше!» воскликнул полковник. «Ну, смотри, Андрей, не заговорись теперь с сотником!» И троица вошла в избу. Разговор был долгий, закончили далеко заполночь, когда уже в поселке спали все, кроме часовых, и дозоров вокруг стен. Смирнов и Бекетов остались весьма довольны взаимным знакомством и заключили устный договор о дружбе, если можно так выразиться. Больше говорили о сотрудничестве и положении русских служилых и вольных людей в Сибири, стараясь огибать острые углы вопросов Бекетова об их государстве. Отделывались общими фразами и туманными объяснениями, что далека страна наша. Смирнову пришлось описывать местность Аляски, Западной Канады и Северо-Запада США, говоря о мифическом государстве беглых новгородцев. Больше выпирал на скудость почв, отсутствие драгоценных металлов и особенно пушного зверя, что и в Сибири он его востократ больше. Стало быть, сибирская землица вас тоже привлекает. А говорили, что ясак не собираете. насторожился Бекетов. «Я думаю, что земли и ее богатств тут всем хватит», ответствовал Смирнов. «Так-то оно так. Найденные казачки так не станут рассуждать. А хватятся запищали до сабли?» «Ну, а на других казачков у нас и свои пищали есть», хитро прищурив в глаз, отвечал полковник. Бекетов кивнул. Далее разговор пошел в более конструктивном русле. Бекетов должен был разграничить территорию сбора Ясака. Смирнов неожиданно для остальных принялся с жаром участвовать в обсуждении этого вопроса. Сошлись на том, что точкой разграничения сторон станет место впадения в Тунгуску, как Бекетов называл Ангару, реки Уды, где он в последний раз получал Ясак и приводил туземцев в московское подданство. Смирнов обязал увязать факт прохождения линии границы с тем, что казаки должны держать поселение на линии разграничения, иначе граница пройдет по первому жилью енисейцев. Сотник обязался до снега соорудить на Уде Острожек, а Вячеслав обещал ему в этом помочь. И еще Смирнов спросил о капусте, а особенно интересовался поросятами, может ли атаман привезти им такой подарок. Бекетов вялок и вал, Смирнов это заметил, и объявил сотнику, что мы, отплатим не только помощи в строительстве Острожка. Сейчас воскликнул он и выскочил из избы, оставив озадаченного сотника еще полном недоумении. Вячеслав и Владимир, поглядев друг на друга, в унисон пожали плечами. Несколько минут спустя Смирнов вернулся с торжествующим блеском в глазах и с большим чехлом за плечом. Вот. О, Андрей, ты своего ижака отдашь? Да мы же хотели пострелять как-нибудь вместе, воскликнул Вячеслав. Ничего, постреляем из чего-нибудь другого. Да, твоя любовь к корюшкам дорого нам стоит, рассмеялся инженер. Бекетов не сводил глаз с чехла, угадывая в нем очертание оружия. Нравится такая игрушка, Петр Иванович? Да уж, отличная штука, классический вариант, плюс автоматическое выбрасывание стрелянных гильз, надежность и простота использования в различных климатических условиях. Так-то а медведи или кабана без проблем заварит. Ай да, на двор стрельнем, полковник. Глаза сотника азартно загорелись. А что, пойдем? Полоумели ночь на дворе, народ спит же давно, отрезил парочку Вячеслав. А, ну да, завтра пострелим, Петр Иванович. Так, мужики, я спать, заявил Кабаржицкий. Спокойной ночи, Володя, если тебе эти ненормальные не разбудят, конечно, хмыкнул Соколов. Капитан согласно закивал и отправился спать в свою комнатушку, которая была выделена ему на втором этаже барака, ставшего казаром и морпехов. Туда же, стоявшие в сторону леса барак, приютили и большую часть казаков и стрельцов Бекетова. Остальные расположились в более комфортабельных избах. Троица же, в лице сотника, полковника и инженера, продолжила свой ночной разговор. Правда, продержались они недолго, причем Бекетов так и заснул с ружьем в обнимку. А наутро к Вячеславу заглянул один из его строителей, Сергей из Мурманска, главный весельчак и балагур в местной бригаде. Но сегодня он, судя по его озадаченному виду, пришел не просто так. Лицо его выражала серьезность и настороженность. Прежде чем войти, он хорошенько осмотрелся по сторонам. — Заходи, Серега, чай будешь? Только принесли. — А-а-а, махнул рукой Сергей, не до чая мне. Еле утра дождался. Тут дела таки закиваются, аж страшно становится. — А что случилось-то, Сережа? Короче, бойцы наши, что с казачками общались, задевают что-то. — Они недовольны нашим сегодняшним положенницам. Вчера солдатики уши-то свои развесили, а казаки радуют стараться. Давай заливать проказацкую вольницу, туземных жен, да золотишко. и и в некоторых горячих головы желают с казаками уйти. Вольность жизни им захотелось, надоела рутина поселковая. А мужики чего? Ну, мужики в норме, такие в основном взрослые все, понимают, что к чему. Новиков тоже в курсе, они с Соляевым тоже общались, к Смирнову и Сазонову пойдут, потом к тебе, видимо. Понятно. Ладно, Серега, спасибо, что зашел, рассказал. Ну, так, а что делать будешь теперь? Ну, ясно, что, собрание нужно провести, на чистоту пообщаться. Сначала с майором поговорю, конечно. Вячеслав допил чай и, посидев в раздумьях минутку, решительно направился в стоящую рядышком избу Сазонова, чьи апартаменты находились на втором этаже. Поднявшись наверх, он обнаружил там спорящую компанию. В комнате уже находились Смирнов, Петренко, Кабаржицкий и Новиков. Все нервно дернулись, когда Соколов открывал дверь. А где Соляев? спросил Вячеслав. В казарме, конечно, не оставлять же бойцов одних, сразу ответил Новиков. Решил, что, Алексей, вопрос адресовался Сазонову. Та хрень его знает, Вячеслав, может, под арес посадить зачинщиков, а казаков попросить убраться поскорей? Так ведь еще ничего не было, только наши догадки. Кабаржицкий вставил свое и был прав. Ведь это мы тут не весь чего придумываем, а наши, может, просто поболтали и все забыли. Но все равно я предлагаю провести собрание, да и время настало, решительно произнес Вячеслав. Спорить с этим никто не стал. Решили сегодня днем собрать людей в казарме и расставить все точки над И. Чтобы не оставлять пустыми посты поселка, с каждым отделением работу проводили отдельно. Сначала поговорили с отделением Новикова, как более лояльным. Потом пришел черед Соляевского отделения. Тут вопросов было больше. Остальные отделения оставались темной лошадкой. Было неизвестно, чего от них ожидать. В итоге молодые здоровые морпехи поставили несколько задач перед руководством поселка. В целом их можно было скомпоновать под вопросы общего и местного масштабов. Самая важная тема возвращения домой оказалась самой сложной. Соколов честно сказал, что наиболее вероятен вариант того, что им придется остаться здесь навсегда. Хотя вероятность чуда в принципе возможна, но он сам верит это с трудом. Насчет вольностей было сказано, что субординация была, есть и будет, никаких вольностей в казачьем варианте не предусматривается, да и сами казачьи вольности таковыми кажутся лишь на первый взгляд. впрочем, желающие могут сдать оружие и убираться на все четыре стороны, искать счастье в неопремененных цивилизаций и просторах Сибири, подальше от места возможного появления прохода в аномалии. Насчет женщин решилось проще, а руководство поселка сразу дало зеленый свет самой сложной мужской проблеме, которая могла в будущем наделать много бед. По аналогии с казаками, морпехам и строителям дозволялось брать так называемых туземных жен, но с несколькими железными правилами. Не дозволялось брать больше одной женщины и только по обоюдному согласию, и без ущерба несению службы и работам на благо поселка. Морпехи, казалось, в целом поняли весь спектр проблем, которые встанут перед ними широкой стеной, при бегстве из лагеря, пусть и с оружием, которому, как часто бывает, кончаются боеприпасы. Итогом стало то, что парни дали понять, информация, попавшая к руководству поселка, была не совсем верна, и что они вовсе не желали приключений на свои неокрепшие задницы. В поселке Смирнова, по его словам, таких проблем пока не наблюдалось. Морпехи не выказывали похожих запросов. Однако это вовсе не означало отсутствие проблемы. Полковник это ясно себе представлял. Между тем, Смирнов мягко съехал найти ему выгод от подселения туземцев. Пример белореченского поселка ему дюже понравился. Сазонов предложил ему одебить у бурятского князя второго кыштыма. Столь невероятный вариант многих огорожил, но неожиданно Смирнов полностью поддержал предложение майора к его вязчим удивлением. Причем решил сделать это не откладывая в долгий ящик, а на неделе, проводив отряд Бекетова до реки Уды, провести разведку в местности, где сотни хотел оставить несколько человек на зимовку. Поможем им со строительством, а заодно разведом тамошнюю обстановку. День пролетел быстро, казачки собирались в обратную дорогу, выменяв у Сазонова немного припасов на золотой песок. С Бекетовым договорились о совместной постройке Удинского зимовья на границе совместных зон влияния. Смирнов и Сазонов решили вопрос о тех людях, что должны будут помочь в строительстве и охране зимовья. На Уду послали семь человек под началом Новикова, четыре морпеха, включая самого Василия, Петра Карпинского, радиста Коломейцева, снайпера Кима и трех строителей с инструментом. На следующее утро караван из шести лодок отправился вниз по течению Ангары. Чуть позже в Новоземельский поселок ушла лодка с компанией Смирнова. Лодки по течению шли ходка. На месте были еще до сумерек. В зимовье было задумано Бекетовым на островке недалеко от впадения Уды в Ангару. Место было очень удачно выбрано. Остров омывался широкими водами Уды, а лес не подступал слишком близко к берегам реки, так это было повсеместно на Ангаре. Выгрузившись люди, первым делом развели костер. После путешествия нужно было обогреться и подсушить одежду. При этом отличился Карпинский, который навел шороху своей зажигалкой. Он решил использовать ее, увидев приготовившееся было высекать искру Афанасья. Петр тут же поймал укрезенный взгляд Новикова, пожал предлечами и принялся рассказывать удивленному столь быстрым розжигом огня Афанасью про новгородских ученых мужей и их чудесных научных изысканиях. Афанасьй немедля предложил отсыпать золотишко за такое изыскание, на что Петр, косясь на Василия, предложил подойти с этим вопросом попозже. Тот нехотя согласился. Афанаська, где ты, чёрт? Бекетов с берега кликал десятника и Хмелёв с зайцем кинулся к своему начальнику. Петр Иванович несколько минут наставлял оставляемого на зимовку Афанасья, нередко косясь на поселковых. Конечно, нас он всё-таки опасается, лишь как зыркат, подумал, наблюдая за казаками Карпинский. Позже Бекетов тепло простился с остающимися на зимовку людьми и поселковыми, и своими, обывая далее по течению Ангары, или, как называл реку Бекетов, Тунгуски, к родному Енисейскому острогу. Уже только четыре лодки продолжали дальнейший путь, и вскоре они пропали из виду, выйдя на Ангару. Коломейцев тем временем настрой фрацию уже передал сообщение Сазонову о благополучном достижении места зимовья. Семеро оставшихся казаков и рабочие принялись разбирать инструменты и рубить лапник для ночевки. Енисейский острог Ноябрь 7136 года 1628 Прибывший из продолжительного речного похода Сотник обнялся с енисейским воеводой Василием Аргамаковым и тут же потащил его на разговор в избу, дав команду казакам разгружать лодки, набитые собранным ясаком. Разговор получился долгим. Сначала Василий недоверчиво щурил глаза и усмехался, но потом раскраснелся, вскочил с лавки и стал мерить ногами жарко натопленную горницу. А не врешь? Вот келем взяться? Новгородцы! Да не может того быть! Никогда не слыхивал! А ну сиди тут! Сейчас я покажу тебе, пищаль новгородскую! Бекетов выскочил из избы и направился к себе, чертыхаясь и ругая себя, что не взял пищаль сразу. На, гляди, воевода! Хорошенько гляди! крикнул, крикнул бекетов, от удовольствия! пробовал буквицы вроде знакомые, но не те, что при церквах учат. Аргамаков пился глазами в табличку. С горем пополам угадали лишь несколько букв, но для казаков полное содержание этой надписи было абсолютно китайской грамотой. А на табличке красовалась выбитая на меди надпись капитану Смирнову А.В. от командира 103-й гвардейской краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени воздушной десантной дивизии Рябченко И.Ф. Кабул 1985-й. В тот же вечер бекетов с Аргамаковым писали очередное письмо в Москву ко двору московского государя Михаила Романова. Письмо ушло на следующий день вместе с караваном служилых людей и стрельцов охранявших собранных казаками Енисейского острога шкурки. Великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси из Сибири из Енисейского острогу пишет тебе сын боярской Петрушка Бекетов. Служу я холоп твой тебе праведному государю в Сибири и всякие твои государевы. Службы зимние летние конные струговые и нартные шестнадцать лет и своей службишкой и родением многою тебе праведную государю прибыль учинил. В прошлом государь в сто тридцать шестом году посылан был я холоп твой а со мной служивые немногие люди по верхней Тунгуске реке на Уду реку к Тунгусам что те Тунгусы тебе праведному государю были непослушны твоего государева Ясаку не давали и служилых и промышленных людей побивали. Да я ж холоп твой послан на твою государеву службу для твоего государева Ясачного сбору на годовую под братской порог. И я холоп твой на твоей государевой годовой службе тебе государю служил ходил из братского порогу по Тунгуске вверх и по Оке реке и по Ангаре реке и до усть Уды реки и твой государев Ясак с братских княжцей и улусных людей взял вновь и братских людей под твою государеву высокую руку подвел и по все число те братские люди твой государев Ясак дают венесейский острог. А прежде государь меня в тех местах никакой русской человек не бывал однако ж на ангаре реке при впадении в нее белой реки узрел я людей русских числом небольшим но боевитым и мастеровым безмерно побили они безо всякого своего убытку тунгусов безмеры да забрали себе улусиков братского князишки сами они сказывают что где потомки они беглых новгородцев а государство их далеко стоит за морем на большой земле однако богатства в той земле нет ясак сбирать нечем и земля не родит хлеба так они в земельке сибирской промышляют на главном у них мастеровой боярин именем Вячеслав Соколов да полковник Андрей Смирнов дюжи опасные сей люди для наших промыслов однако сами недоброго они пока не замышляют да нам холопам твоим государь помогают в бедствия наших а что делать с ними далее то не ведаю подскажи нам холопам твоим что затевать великий государь Петрушка Бекетов да Василько Аргамаков Синесейского Острогу Поселок Белореченский Начало ноября Тунгус Алгурчи неожиданно исчез из Белореченского поселка вместе с сыном подростком хватились его лишь на второй день после того как Алгурчи крайний раз видели отплывающим ранним утром от деревянных москов причала а так как он часто выходил на рыбалку вместе с сыном то его очередному утреннему лову не придали значения дозорный из башни позже лишь отметил что у него было в лодке кожаный мешок как теперь стало ясно с припасами ну я так и крикнул ему что мол наживки сегодня взял побольше а он только улыбнулся и головой закивал оправдывался часовой ладно смотрим по реке и берега с реки не уходить внимательно ребята Сазонов отправил две поисковые группы пошарить по реке вверх и вниз по течению заодно закинув Колымейцеву в зимовье батарею для рации но несмотря на двухдневные поиски никаких следов найдено не было тунгусы тунгусы вел вел небольшой отряд чужих туземцев поселок Соляев прибыв на поторке поселок навел шороху своих туземцев согнали в бараке на башне выставили дозоры люди проверив оружие ждали прибытия лодок наконец лодки подошли к причалу долгурчи заходи один с сыном другие пусть сидят в лодках Соляев кричал с башни на правом берегу реки тунгус кивнул что-то негромко сказал своим друзьям и они вдвоем вышли к воротам створки которых тут же оттащили открыв проход в поселок там его ждал Соколов с Сазоновым ну рассказывай алгурчи что случилось с тобой тот замялся косясь на сына алгурчи хоть и понимал по-русски разговаривать не мог совершенно а вот его сын напротив говорил уже очень хорошо лучше всех тунгусов в поселке бойкий и любознательный паренек он был любимцем поселковых везде совал свой курносый нос и даже помогал строителям с удивительно гордым и важным видом подавал инструменты обустроенный Вячеславом импровизированной школе для поселковых тунгусов уже даже пробовать читать и писать ну Акира говорит и кого твой отец привел спросил Сазонов у Акиры или как его звали поселковые Акиры иногда добавляя и Куросава Это Хатысва брат Тутума нашего старого вождя там он его жены и родня он тоже хочет жить с вами не давать лесак и женщин бурятам Так Алексей Ну и чего нам делать Вот идем-ка Вячеслав увлек майора в сторонку А чего нам не нужны они их тогда больше нас станет а это опасно Верно думаешь Да что-то слишком быстро второй кыштым нарисовался Можно подумать как их сплавить к Смирнову тихо добавил Алексей Правильно Мы хотели второй кыштым отбить Вот и отбили хмыкнул инженер Вячеслав допускай Смирнов селит их около своего поселка кочевьем Рядом с поселком пускай службу несут Наши вон неплохо вроде справляются Правда за ними глаз за глаз нужен Ладно давай с этим братом поговорим Потом к Смирнов отправим моторку если все нормально будет Все решилось довольно быстро Хатысма был вовсе не прочь стать каштымом полковника лишь бы не платить бурятскому князьку наложенный на него суровый исак и оказывать прочие прелести жесткому хозяину На вопрос Сазонова а не заявится ли этот князек немец сюда чтобы потребовать назад своего вассала Хатысма со смехом сообщил что тот боится казаков и никогда не сможет прийти и требовать что-либо казак сильный а немец славый веселился маленький ростом и совершенно седой Хатысма Ладно посмотрим как Смирнов отреагирует на предложение заиметь вас седой седой Остальных отправил за своим кочевьем. Глава седьмая. Поселок Новоземельский. Конец ноября. Глава седьмая. Зима окончательно вступила в свои права. Выпал снег, легший за ночь ослепительно белым ковром. От снега и яркого солнца с непривычки слезились глаза, так что некоторых счастливых обладателей солнцезащитных очков заоттерроризировали желающие их поносить. Поселковые, ходившие в становище тунгусов, играли с веселящимися в снегу детьми, которые, звонко смеясь, норовили засветить этим гогочущим бородатым дядькам снежком по шапке. Даже профессор Радок присоединился к всеобщему веселью, полностью извалявшись в снегу, и лишь взмокнув с непривычки, заковылял в избу сушить одежду. А вот по обыкновению жизнерадостная хохотушка Лена Мышкина, биолог из Уфы, на этот день чувствовала себя не вполне комфортно. С утра у нее все валилось из рук, напала какая-то апатия, хотелось спать, никого не слышать и не видеть. — Ленка, ну ты чего? — ее подружка Катя получил в спину очередной снежок, а вот заверещавшего от такой удачи маленького Эвенка толкнула ее в бок. — Ой, Кать, подташнет меня что-то, пойду лучше полежу, — протянула Лена. — Опа-на! А не Ярославчик ли это постарался? Пойдем-ка, провожу до избы. В избе застали Марину Бельскую. Она, пригорюнившись, сидела на лавке у теплой печи, теребя завязки на шарфе. — Марин, а ты чего тут сидишь? Сходила бы прогуляться? — воскликнула Катя. — Мариша, ну ты опять? У всех такая ситуация. В последнее время тоска Марины, поставленной в противень на дочке и мужу, грозила перейти на следующий этап, — опасалась Тимофеева, — где недалеко, да и из суицидных мыслей. — Чего я опять? Тебе проще, у тебя детей нет, — пробубнила Марина. — А вот у Ленки, по-моему, будут, — ответила Катя. — Чего? Да вы что? Ну какие тут дети? Лена, ты с ума сошла, реально? Тут же ничего нет. Ни памперсов, ни кашки. Лес вокруг, да медведи в них. А мы еще ни одного медведя не видели. Леночка решила хоть в чем-то опровергнуть говорящую вроде правильной вещи Марину. — Ну ладно ты, молодая, а Петренко-то куда смотрел? Взрослый мужик. — Ну ладно, Марина, хватит уже. Абортов тут тоже не сделать. Да и мерзкое-то дело. Ты лучше, как рожавшая, возьми над Ленкой шерства, — предложила Катя. — Да ну вас, — проронила Марина. — Катя, ты сама с Федором зажигаешь, — обиженным голосом бряхнула Лена. — Она не обрехатилась, в отличие от некоторых, — выпалила Марина. Ленка вспыхнула, обидевшись, и, покачиваясь, отошла к застеленным тряпьем топчану, легла, отвернувшись к бревенчатой стене. Катя укоризненно посмотрела на Марину. Та неожиданно показала ей язык и подошла к Ленке, присела на топчан и обняла девчонку за худенькие плечи. Смирнов в сопровождении сержанта Васина, эдакого местного Илюши Муромца, тоже пришел посмотреть на веселящихся людей, встретив у порога запыхавшегося Радека. Похлопав ученого по спине, он посоветовал быть ему осторожнее, возраст таки, на что получил ответ в стиле «самим не хворать». Полковник, усмехнувшись, хотел было продолжить путь, как перед ним возник Хатысма, вождь, недавно пришедшего под покровительство поселковых Тунгусского кочевья. С ним были двое его сыновей и сын Алгурчи, Огиры Акира. — Хатысма что-то произнес, нараспев с неизменной подобострастной улыбочкой. Огиры перевел. — Хатысма говорит, что он очень сильно печален тем, что ты не пускаешь его жить за стену. Говоришь, он тоже хочет жить в доме. — Ишь ты, какой шустрый! — прошипел сержант. — Акира, скажи ему, что он с женой пускай приходит, но без оружия, — ответил вождю Смирнов. Огиры перевел. Хатысма заметно оскорбился и снова заговорил. — Он говорит, что его надо пустить семьей. У него четыре сына и четыре жены. У сыновей есть жены, а у них дети, а без оружия ручоные не ходят. — Ну, нет, так нет. Что же делать? Смирнов хотел было обойти Тунгусов, чтобы продолжить путь, как вот что-то еще ласково произнес. Смирнов вопросительно посмотрел на Огиры. Тот перевел, что Хатысма говорит о том, что так с друзьями не поступают. Радок, уже переодетый в сухую куртку. — Андрей Валентинович, постойте! Радок подошел к полковнику. — Андрей Валентинович, вы не замечаете, что этот уземный вождь довольно странен? — В смысле, Николай Валентинович? — Да лично мне он не нравится. Может, это и несколько нетолерантно, но он мне кажется каким-то мутным. Он ходит с таким злым выражением лица, а когда видит кого-то из солдат, то сразу напяливает свою дурацкую улыбочку. — И что вы думаете? — А то, что он что-то задумал. — Хм, Николай Валентинович, буквально несколько минут назад я подумал то же самое. Он тут в лагерь просится пожить с семьей, а семья у него большая. Вот-вот, сейчас он сюда вселится, а потом... Что будет потом? — Так, господин профессор, я предпочитаю товарища, — ухмылился Радек. — Хорошо, товарищ профессор. Короче, мы с Петренко пообщаемся и подумаем, что делать. — Да вы меня поставите в известность, Андрей. — Конечно, профессор. Я вам сообщу наши оргвыводы. Смирнов улыбнулся и продолжил свой путь. Оказалось, Петренко и сам приметил маски хатысмы. Сначала он их списывал на восточный менталитет Тунгуса. Потом перестал. Уж больно нехороши были молнии, метаемые из-под густых бровей вождя. К тому же он довольно плотоядно засматривался на женщин экспедиции, особенно на худенькую и невысокую мышкину, которая так стала дорога для самого Петренко. Поэтому он даже обрадовался разговору со Смирновым и сразу высказал свои подозрения на этот счет. Мужики в итоге решили допросить вождя, но незаметно для его кочевья. Но сначала надо было изолировать Тунгуса Алгурчи, который, собственно, и привел к хатысму. Тунгуса, ошивавшегося недалеко от частокола, взяли под белорученьки на полпути к чумам. Позже нашли его парнишку, играющего с детьми в становище Тунгусов. Обоих привели в звук Смирнову. Сержант Васин свои лапища мягко усадил побледневшего Алгурчи на лавку и стал молчаливой громадой за его спиной. — Ну, рассказывай нам, дорогой друг Алгурчи, кого ты нам привел? Тот кинул тревожный взгляд на сына. Алгурчи сглотнул и уставился в дощатый пол. Пауза затягивалась. Алгурчи покраснел, как рак, но упорно продолжал молчать. Внезапно Петренко треснул по лавке кулаком и зарал на Тунгуса. — Что ты теперь молчишь, засранец? Чего вы там задумали? Хочешь, мы еще раз вас перестрелим, как курей? — Отвечай. — Кого привел? Чего задумали? Алгурчи инстинктивно отбросил к бревнам стены. Угиры сидел не шелохнувшись, только побледнел и закусил губу. — Переводи, если он не все понял, — негромко сказал Угире Смирнов. Мальчик заговорил, не глядя на отца. Тунгус слушал сына с каменеющим лицом, и когда тот закончил, уронил голову на грудь и разрыдался. Петренко уже хотел было вылепить ему пощечину, но занесенную руку вовремя перехватил Смирнов. — Не надо, Ярослав, при сыне-то нехорошо это. Алгурчи что-то спросил у сына. Тот ответил целой тирадой, довольно импульсивно. — Акира, пойми, мы не будем долго ждать. Смирнов и уже начал нервничать. Акира кивнул. — Да, я понимаю, отец говорит, что его заставили привезти к очеве Хатысмы, поближе к вам, чтобы здесь Хатысма стал вашим кыштымом. — Зачем? — Захватить Острог и отомстить за Тутуме? — Как он хотел захватить Острог? — А он что, не знает, как мы побили воинов и этого Тутуме, которые хотели убить нас, когда у нас и стен-то не было? Что они смогли? Да ничего. После короткого разговора с отцом, Акира продолжил. — Он должен был войти в Острог жить. А Немес? — Кто? — Тот, о ком Бекетов говорил? — Немес — это бурятский князь, у которого Тутуме и Хатысма были кыштымами. Вот он и должен будет напасть, когда Хатысма с сыновьями будет в Остроге. — Ну, а теперь все ясно, — проговорил Смирнов, присел на лавку и вытер мокрый лоб. Что-то жарковато натоплено. — Когда он должен напасть? — прокричал Петренко. — Отец говорит, что сегодня ночью. — Ну, черт! Смирнов приказал держать пока алгурчи в избе, не выпускать даже сына. Потихоньку собрали людей в поселке. Петренко проинструктировал личный состав и рабочих, приказал всем проверить оружие и вообще проявлять всяческую бдительность. Вечером Хатысму пригласили поселок вместе с сыновьями, предоставив избу. Тунгус с невероятно гордым видом прошествовал к крыльцу, величаво держа руку на офисе сабли. На крыльце был устроен некий почетный караул из четверки морпехов так, чтобы в избу входили по одному человеку. Смирнов и Петренко у крыльца пригласили тунгусов войти. Те стали по одному заходить и пропадать в дверном проеме. Прихозой в это время трудился Васин и отделение морпехов. Входящих гостей Васин встречал ударами своих могучих кулаков, а остальные лишь быстро вязали бесчувственные тела. Позже, сложив сыновей вождя на пол в боковой комнатке, Хатысму привели в чувство, плеснув тому холодной воды из котелка в лицо. Придя в себя и оглядевшись, тунгус сразу заверещал бойко тараторией, вращая ставшими вмиг безумными глазами. — О, клиент сразу дошел до кондиции, и орать на него не надо! — рассмеялся Петренко. — Ага, ведите Акиру, парни! — сказал морпехов Свернов. — Эй, курасава, заходи! — крикнули с крыльца. Стараниями готового во всем сотрудничать с очень хорошими казаками, вождя выяснилось, что бурятский князь, решив провернуть ночную атаку на поселок, вельмешился, доверившись лучшему другу казаков Хатысме, который так хотел обо всем рассказать полковнику. — Ну, хорошо, заливай дальше, — кивая проговорил Смердов. Тот продолжил о том, что сегодня ночью немец должен на лодках подойти к поселку со стороны Байкала, а его люди в Кочевье должны были по знаку запалить чумы в становище и устроить всяческий шум в Кочевье, отвлекая поселковых. А он, Хатысма, должен был с сыновьями напасть на охраняющих частокул одиноких стражников, помогая тем самым атаке воинов немеса. — Хех, знатно задумано! Стратег, блин, нам попался! — хмыкнул Васин. — Да еще не попался, Олег. А вот попасть он нам теперь уже должен, — заявил полковник. — Во что бы то ни стало, надо выяснить, не стоит ли за ним Бекетов. — Думаешь? — немало удивился Петренко. — А почему бы и нет, Ярослав? — Смердов пожал плечами. — Может, Петр Иванович решил нас пощипать и проверить, что мы стоим? — Хм, а ведь возможно, — промерметал Петренко. — Короче, так или нет, но мы должны подготовиться к атаке. Как будем встречать их? На реке, на берегу или у частокола? — Решили установить секреты и на реке, и у тунгусов становище. Всех туземцев загнали в поселок, заперев в двухэтажной граднице казарами и избе вместе с сыновьями вождя. На берег Байкала отправлялся сержант Зайцев с пятеркой морпехов. Петренко с семерными бойцами занимал позиции в становище. Смердов оставался защищать поселок. Рабочим выдали АКСы, а заодно и проверили еще раз боезапас поселка. Выходило не густо, хотя стрелкового оружия было достаточно. Еще 20 АКС-74М лежали в ящиках в заводской смазке, плюс оставался десяток АПС и 24 ЦИНКа с патронами для АКС. Получалось около 26 тысяч патронов для автоматов и около 6 тысяч пистолетных выстрелов. К двум гранатометам было 30 выстрелов, их пока решили не трогать. На две снайперки СВД было около 9 тысяч выстрелов. Наличество было 22 бронежилета и 22 сферы. Около 100 гранат РГО и РГН. Практически аналогично было и состояние вооружения в Белореченском поселке, только у них не было касок и броников. Да и запасы стволов находились только у новоземельцев. Ну что, ребята, пришел и наш черед защищаться. Надеюсь, справимся не хуже наших товарищей. Напустил полковник, солдат и рабочих у ворот перед выходом с засады. Солнце медленно катилось к закату. Морпехи, заняв позиции, выжидали врага. Пока было тихо, с Байкала сигнала не поступало. По идее, Байкальская шестерка должна была, визуально встретив туземцев, передать сигнал на базу и, сопровождая нападающих, выдвигаться к поселку, попутно постаравшись вычислить князя. Так, в ожидании, уже стукнуло три ночи, потом четыре. Солнце уже понемногу вставало со стороны Байкала. Продрогшие до костей морпехи уже собирались потихоньку сниматься с засад, оставляя попарить человек в секретах, чтобы отдохнуть и согреться. Смирнов уже и добро дал, как внезапно из леса донесся странный шум, похожий на шуршание сотен ног в сухом, подмершем снегу. Тут же Зайцев с берега передал, по подходе пяти лодок, в одной из которых, без сомнения, находился князь. Сержант выделил его среди остальных по бокам расшитому халату до высокой меховой шапки. Позы и жесты также говорили о его власти над окружающими его людьми. Лодки пристали к берегу, и тунгусы, подхватив какие-то шесты, направились к возвышающемуся над обрывом частоколу. Обойдя обрыв, туземцы стали составлять и связывать шесты в лестнице. Зайцеву стало ясно. Вот группа, которая должна будет объединить усилия с людьми хатысмы в поселке для преодоления частокола. Зайцев радировал Смирнову о ситуации. Тот приказал пока вести эту группу, держа на прицеле. Встановище хатысмы пока было тихо. Петренко передал сообщение о полной тишине в округе. Только с позиции Смирнова продолжали улавливать шумы из леса. Правда, сильно мешал небольшой ветерок из Байкала, создающий дополнительный шум в кронах деревьев. Вскоре появились дополнительные звуки, явные обряцания железа и конское всхрапывание. Внезапно Петренко сообщил о пяти-семи силуэтах, появившихся между пустых чумов. Снайперу работать на поражение жестко приказал Смирнов. Ствол СВД ходил из стороны в сторону, выцеливая в рассветном сумраке фигурки, в раз заметавшиеся от того, что их товарищи падали от невидимого врага. Меняем позицию. Вперед! Восьмерка морпехов из засады выдвинулась на край становища, проверяя работу снайпера. Тот сработал профессионально. Трехсотых не было. Последнего седьмого нападавшего успели остановить на опушке редколесья за кочевьем. База. Нападавших уничтожили. Семь двухсотых. Ждем. Передал Петренко. Отлично. Парни, оставайтесь пока на позиции. Зайцев, что у тебя? Норма, полковник. Чужие на месте. Человек двадцать. Держим. Работайте. Князя не зацепи. Он нам нужен. Таким образом, сковав все группы нападавших, Смирнов скомандовал готовиться к отражению атаки на поселок. С частокола неясно виднелись редко мелькающие среди деревьев тени. Но общая картина состояния атакующей стороны была абсолютно неясной. Полковник подозвал бойца с гранатометом. А ну, залепи по центру, указывая пальцем в направлении, приказал Смирнов. Заряд ярким светом разорвал на мгновение мглу лесной пушки, и между деревьев, и благодаря этой вспышке, ясно разглядели. Приготовившиеся к атаке ряды воинов. Первый ряд составляли лучники с зажигательными стрелами, клеящий труд которых они до этого момента прикрывали. От количества чужих воинов у полковника глаза полезли на лоб. Да сколько же их здесь? Огонь! Огонь! С частоколой башен забили автоматы. Вся стена поселка красилась вспышками выстрелов. Все это продолжалось минуту, может, две. Воздух буквально разрывался от грохота. Смешавшиеся ряды воинов немеса давили и опрокидывали друг друга. Сбивались с ног, падали в снег, закрывая руками уши. Среди княжеского войска во всю гуляла смерть. Она заглядывала каждому воину в глаза, хватала ледяной рукой за сердце. Набивка стеганых халатов вылезала клочьями, щедро окрашиваясь кровью. Боины, еще минуту назад, предвкушавшие грабеж поселка, теперь, сломя голову, бежали прочь от этого страшного места. В пару минут все было кончено, а от было бы многочисленного войска князь остались сущие грызки. Немного ранее, на берегу Байкала, князь с лучшими воинами, готовились штурмовать незащищенную стену поселка. Они подобрались, уже почти вплотную к частоколу, когда прогремел разрыв гранаты, выпущенный из РПГ. Оглушительно прокатившись по окрестности, вражеские воины в ужасе замерли, а через мгновение все вокруг было наполнено адскими звуками одновременной работы пары десятков АКС. — Огонь, парни! — крикнул, пытаясь заглушить лесший в уши грохот зайцев. Пять АКС и СВД снайпера присоединились к утреннему пиршеству смерти. Видя, как вокруг него падают и корчатся лучшие воины, немец практически потерял рассудок и, сделав пару неловких шагов, завалился в снег. Пробуя подняться, он протянул руку бывшему рядом с ним всю жизнь старому воину. Тот, пытаясь помочь своему господину, поспешил поднять его, но тут же отброшенный невидимым врагом навзничь упал в снег, окрашивая его в пронзительно красный цвет. Внезапно грохот кончился, и наступила не менее страшная тишина, наполненная с криками и стонами раненых людей. Старый воин, лежащий рядом, еще дышал, его хрип и свист из пробитой шеи морозом отдавались на коже князя. Немец закрыл лицо руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону, совершенно не замечая подошедших морпехов. «Все!» — крекнулся музык, — заявил один из воинов, худая Хиамергена, великого громовержца неба. Но немец ничего не понял. Но он почувствовал великую слабость в теле. Голова ему показалась слишком тяжелой. И он снова рухнул лицом в снег. Морпехи прикладами подогнали четырех оставшихся в живых, воинов и свиты князя, и указав им на бесчувственное тело их господина. Знаками приказали поднять его и следовать кострогу. Глава восьмая Поселок Новоземельский, поздняя осень, 7136 года, 1628 Утро, вступившее, наконец, в свои права, открыло взгляду картину последствий бойни. Вокруг лагеря лежали в самых разных позах убитые и еще живые воины, многие из которых были без сознания. Люди из группы Петренко привели в поселок шесть пойманных в лесу коней, оставшихся без всадников. Майор отметил низкорослость этих лошадок, но было видно, что порода выносливая, ходившая как под седлом, так и в упряжи. — О, а вот это неплохо! В лошадке нам пригодятся! — свернов потрепал холку рыжей кобылки. — Отведи их к бараку, будет на чем целину поднимать. — Майор, отбери мужиков в хатысмы, пускай они собирают раненых. — Трупы потом зароют. — Вы с бойцами пошарьте по лесу. Если встретите кого, отгоняйте одиночными подальше. — А с этим-то нам что делать? — Да, на задачу нам посмотрел на группу пленных. Их было около двадцати человек, большинство раненые. — Пока отгоните их к частоколу, потом с ними решим. — Так, парни, и князя ко мне в избу. — Кто свободен от нарядов, собирайте гильзы, может, пригодятся потом. Тунгусы заносили в поселок все новых раненых, большинство были тяжелыми. Стало ясно, что долго они не протянут. В полевых условиях небольшая бригада новоземельских медиков явно не справится, не то что со всеми. Тут на одного требовалось в масса времени и сил. Смирнов с ужасом заметил, как лихо мурманские врачи принялись за запасы перевязочных и обезборивающих средств. Но он быстрым шагом направился к медикам. — Девчонки, не возитесь с тяжелыми, все равно не спасем. Легких перевязывайте без обезболивания. — Но мы не можем так, — с вызовом ответила одна из молодых медиков. — Можете. — Да, и что ты предлагаешь? Мы сейчас весь запас перевязочных средств изведем, а нам еще куковать тут сколько. А если наших парней подстрелят, чем ты им будешь обезболивание делать? Зарал на врача полковник, сильно покраснев от внезапно нахлынувшего гнева. Постыв, он сказал, — это не последняя атака на наш поселок. И если так будет продолжаться, все наши медикаменты кончатся на втором-третьем нападении. Тут не Мормонск. Никаких запасов препаратов нет. Никаких. Делайте, как говорю. Врач, закусив нижнюю губу, кивнула. Полковник, увидев главного медика поселка Дарьи Поповских, поспешил к ней, желая обсудить свое указание лекарям. — Дарья, ты вот что. Ты видела, как твои девчонки резво тратили препараты? Получив в ответ утвердительный кивок, продолжил. — Так вот, надо создавать свой запас лекарственных трав и растений, а то, увидев упреждающий еще один кивок, полковник вопросительно выгнул брови. — Да мы уже занимаемся этим делом, Андрей Валентинович. Тут целые заросли бадана, например, а из его листьев и чай можно заваривать, и при гинекологических проблемах применять. Да тут множество всего. Мать и мачеха, солодка, дуванчик, пустырник. Улыбнулась Дарья. — Пчелы нужны для получения прополиса. Пробуем же картофель обрабатывать для будущего получения пенициллина из образуемого грибка. Короче, не беспокойтесь, все указания я уже дала. Будем заготавливать, сушить. Ягодные сборы тоже будем производить. Тут я и мужичков хочу припахать. — Да, Рюшка, да ты молодец! Слов нет! — восхищенно сказал Смирнов. Отметив, что у него улетучился весь негатив, а на душе стало спокойнее. К середине дня оставшиеся в живых нападавшие после уборки трупов были согнаны у верхних ворот поселка. Смотревших на редколесье, туда же отправили легкораненых. Туземцы, думая, что их сейчас будут убивать, молили победителя по щаде, хватали морпехов за рукава и что-то пытались объяснить этим сильным воинам. Морпехи вяло отпихивали их от себя, беззлобно матерясь. В лесу бойцы отыскали большую поляну, где воины-князи устроили себе ночной бивак перед нападением. В поселку парни притащили много кожаных мешков с припасами. Матерно, копченая рыба, вяленое мясо. Половину пускай забирают и катятся к чертям собачьим, — передал распоряжение Смирнова Петренко. Там, ниже по Байкалу, у них по-видимому лодки стоят. А часть верхом пришла. Хорошо бы и остальных лошадей себе забрать. Оттащив несколько мешков в сторону, бойцы указали на них туземцам и махнули в сторону леса. Буряты, не веря в такую милость победителей, робко сжались друг к дружке, понемногу отступая от поселка. Наиболее смелые хватали мешки и, все ускоряя шаг, отходили к лесу, часто оглядываясь. Наконец удалось отправить всех, кроме одного бурята. Совсем молодой парень наотрис отказывался уходить с остальными. Петренко заинтересовало такое странное желание. Крикнули алгурчи с сыном. Горячий желанием всячески помогать поселковым Тунгус с ревностным усердием переводил сыну с бурятского языка, а тот переводил русским с авенкийского. — Оказалось, у парня в поселке остался тяжело раненый отец, поэтому он не мог уйти. — Ну что же, пускай заботится о нем. Оставьте его. Я думаю, товарищ полковник не будет против. Разрешил Петренко. Переживших день тяжело раненых бурят оставили на попечение тунгусов, отправленных в свое становище. Перед этим Смирнов с помощью Огире обратился к ним с предложением немедленно уйти прочь всем тем, кто не желает подчиняться ему и помогать другим жителям поселка. Их никто не будет наказывать, а если наберется достаточное количество желающих, ним будут выделены даже пара оленей. Желающих уйти не нашлось. Пришлось выгнать только умолявшего оставить его хатысму, да его семью. За пару дней умерли почти все тяжело раненые. У тунгусов остались лишь двое подопечных. Пожилой воин с простреленным легким и перебитой рукой. И его сын, неотступно находившийся рядом с ним. — Ну что, как он? Свернув по три раза на дню, заходил пускающему слюни немецу. Бурятский князь так и не пришел в себя, совершенно выжив из ума. Он не реагировал ни на какие вопросы. Редко его сознание зарялось более-менее осмысленным взглядом, но и это длилось недолго. В конце концов, ставший полным овощем князь был сбагрен на руки тунгусом. Больше за зиму на русские поселки никто не пробовал нападать. Видимо, все желающие получили информацию о полном разгроме, довольно сильного по местным меркам князя Немеса с кыштымами. Так что зима прошла относительно спокойно, разве что отелилась одна олениха. Свернув по примеру Соколова устроил во втором отстроенном бараке начальную школу для тунгусов, дабы упростить общение между двумя группами жителей поселка. Также все женщины из числа ученых и врачей, некоторые рабочие, что имели проблемы обращения с оружием, проходили тренировки на овладение стрельбой и обхождение с автоматом АКС и пистолетом АПС. Тунги, которые сильно боялся Радок, удалось избежать с помощью отваров из осиновых почек, молодых сосновых игл и молока. А небольшой запас витаминных комплексов оставили на совсем уже критичный случай. А вот пример поданной Петренко и Мишкиной оказался заразительным. В поселке за зиму образовалось уже больше двух десятков пар. По весне предстояла большая работа по строительству новой жилплощади для семей. В Белореченском поселке происходило аналогичное. Пары сходились одна за другой. Москва. Весна 7137 года. 1629. Имение боярина Савелия Кузьмина, ничем не выделявшийся на фоне остальных, раскинулось на холме высокого берега Москва-реки. Боярин, чьи предки были насильно переселены из Новгорода в Москву с Жиеваном Третьим, занимался скупкой пушнины и тканей. Имел свои ряды на Нижегородской ярмарке у стен Макарьевского монастыря. Были у него также свои поставщики товара из персии и хивы, и в целом он ослыл весьма зажиточным и, самое главное, удачливым торговцем. Вот и сейчас, ранней весной, все его помыслы были связаны с предстоящей в июле ярмаркой. Прикидки о количестве закупаемого товара, охране, новых приказчиках, да сколько логий будет необходимо к лету, сейчас занимали его всего без остатка. С самого утра ушли купец, сидя в своем кабинете, скрипел перьями по желтой бумаге, прикидывая очередной вариант закупок, да возможную прибыль. В дверь осторожно постучали. — Заходь, Николашка! — не отрывая взграды от бумаги, громко сказал Савелий. — Савелий Игнатьич, тут такое дело! — Говори, не мямли, не с девкой пойди разговариваешь! — прикрикнул на приказчика боярин. Жестом подозвав того к столу, но он отложил перо и внимательно посмотрел на Николашку. — Приказчик осторожно передал запечатанный сургучем конверт в кожаном футляре. — Вот, только сейчас человек принес. — А сам он где? Чего говорил? — Так уже ушел, а сам он ничего не говорил. — Ладно, иди и скажи, подать обед в горницу, я сейчас спущусь. Однако Савелий долго не спускался, оставаясь за столом и держа лист с тайнописью перед собой. Да и отложив его, он оставался погружен в тяжелые мысли, так что он и не сразу услыхал стук в дверь. — Чего тебе опять надобно? — воскликнул Кузьмин, очнувшись от раздумий. — Обед, стынет, боярин! — рубка пробормотал приказчик. — Да ну и черт с ним! Прикажи вазок готовить, к Борецким поеду. — Да, боярин, в сей же час будет готов. Савелий решительно встал и, вложив письмо в футляр, стал одеваться в дорогу. — Писано боярину Кузьмину Савелию от Алексашки Малого из Тобольского городка. Стало ведомо нам о явлении людишек новгородских близ пределов царства Сибирского, кои на Тунгусской реке живут. Напоив государева-человечка из Енисейского строгу, подменили мы письме отцу, что он промеж всего на Москву вез. Письме о том, словами сотника казацкого Бекетова Петра до воевода Енисейского Василия Аргамакова, написано, что где людишки новгородские, как они себя кричат, нежданно явились, сильны они и крепко ворогов бьют, и где царство их стоит за морем, а в землице Сибирской они промышляют звери лесного. Так мы и письмецо сожгли то, да вот теперь не знаем, как дальше дела вести. Как скажешь, боярин, ожидаем письма твоего. В Новгород и Тверь отписали также, кому ты знаешь. Солнце уже здорово припекало, в шубе было жарко, но сменить ее на кафтан Савельеву не очень хотелось. Его соболья шуба и высокая горлатная шапка была предметом зависти для местных бояр и кувцов. Возок лихо трясло на поворотах, тающий рыхлый снег летел мокрыми комьями из-под полозья, обдавая неловких прохожих. Двозница ловко управлял лошадями, помня приказ боярина поторапливаться. Кузьмин, сидя в воске, старался заранее продумать себе седу с Дмитрием Борецким, таким же, как и он сам, представителем высланного из великого Новгорода боярского рода. Но из головы его не выходило загадочное заморское государство новгородцев. Странно, ведь он сам не верил в возможность такого поворота событий. Нет, но то, что в свое время из Новгорода бежало несколько родовитых семей с домочадцами и дворней, он знал. Но чтобы так далеко их забросила судьба, не очень-то и верилось. Поэтому он надеялся на беседу с Борецким, как с человеком, умудренным опытом. Не удал же Бог прожить ему столь долгую жизнь, ведь восьмой десяток разменял боярин, а жив и здоров, да и умом крепок. А пока отослал я для порядку людишек своих до Енисейского острога, а там и до новгородцев с Божьей помощью доберутся, да разведают, что у них ныне делается, и вперед учнется делать. Сколько у них людишек да припасов. Иванко, сотоварищи, которые посланы были для проведывания новгородских людишек, взяло добрые и верные нам. С тем и желаю вам Божьей милостью всего наилучшего от Алексашки Малого Стобольского городка лета сто тридцать седьмого. Кузьмин, прочитав тайнопись еще раз, сложил письмо в футляр, оставив тот в руке. Тем временем подъехали к дому Борецкого. Воздиница, деловито оправляя упряжь, дал время боярину выйти на крыльцо, встретить гостя с почетом. Напростав горячего звитня, Кузьмин поклонился Борецкому. Тот пригласил его в дом, и только тогда бояре наконец собнялись. Крепко, подружески. Борецкий читал долго, а после прочтения сильно задумался, прикрыв глаза. А, наконец, сняв расшитую золотыми нитями тафью, с головы и степенно поглаживая себя по бритой макушке, он медленно произнелся. — Не ожидал я таких известий, Савелий. Бог-свидетель не ожидал. Весьма добрая весть, весьма... — Да, — Кузьмин молчал, ожидая, что Борецкий продолжит свою мысль. Мой отец рассказывал мне еще в отрочестве, побежавших встреч солнцу из Великого Новгорода семьях бояр. Но мне казалось это красивой легендой, ведь ни нам, Борецким, ни вам, Кузьминым, не удалось отстоять право жить в отчине. Мы смирились с этим. Другие смиряться не желали, а ушли. — Стало быть, теперь вернулись, Дмитрий Васильевич. — Вернулись? — Наперво проверить ее надо крепко. Убедиться в том, что не наговор это... — Так проверим же. Отосланы еще по письму. Великий Новгород боярину Авинову Петру, да в Тверь боярину Судакову Анисиму. — Крепкие то наши люди, а мышна у них еще крепче, — усмирнулся старик. Разговор тянулся степенно и неторопливо, прервавшись лишь на воздаяние должного уважения трапези. Воистину, умение стряпу боярина Борецкого было известно о круге не хуже купеческой удачи Кузьмина. Перед сном Кузьмин взвешивал в мыслях разговор, мечтая о великих делах, где сибирское царство стоит на полпути от царства индийского и китайского. А это давало огромные возможности для успешной торговли. Рашид, его поставщик тонких тканей из Кивы, много раз упоминал про облизость этих богатых царств, о торговле и богатых баршах, сулившихся при торговле с ними. Да и к пушнине поближе можно будет скупать ее у вольных казачков, до туземцев и по меньшей цене. Так, размышляя о выгодах сибирской торговли, Собелий Кузьмин незаметно угодил в цепкие объятия морфея. Удинский Острожек, май В мае Карпинский опять вернулся в Острожек, сменив предыдущую партию морпехов. Только теперь в пятерке поселковых появился новичок, молодой тунгус из первого разбитого кочевья. Он уже вовсю разговаривал по-русски, так что проблем, которые были раньше, не существовало. С казаками за зиму сдружились конкретно, мужики оказались мировые. Правда, поначалу они казались какими-то нелюдимыми, но то было по первости. Со временем мужики совсем скорешились. Кстати, Петр узнал много интересного и в то же время пугающего о жизни московского государства непростых его людей. Интересными были рассказы о приключениях казаков в Сибири, о городках и острожках, ими строимых. О быте, о семьях. Правда, некоторые, такие как Афанасий и Хмелев, семьи своей не знали. Доспитывался при церкви в Сиярске, работал на церковных полях, рубил лес, строил, а с семнадцати лет просто взял и ушел в Казань. Прибился к небольшой ваташке казаков, отправляющихся в Сибирь, на промысел Ясака, до приведения под государеву руку диких племен. Так и мотался по Сибири, пока не осел в Яничейском остроге, став десятником у Петра Бекетова. Пугающими были рассказы казаков о смуте и запустении в Москве, о голоде, привычном спутнике, крестьянинах, о воинах и походах иноземцев в русские пределы. Рассказывали государь революдий о бесчинствах поляков и литвинов на Руси, о притеснении православной веры на землях, ими захваченных, о злом крымском ханстве, кровавым клещом, присосавшимся к русским землям, и об османском государстве, за ним стоявшим и поработившим многие народы православной веры, которые сейчас стонут под их игом. Как представителям Новгорода, морпехам особенно подробно рассказывали о резне в Новогородии, устроенной шведскими захватчиками, когда целые волости просто вырезались под корень, и не оставалось в округе живой души ни человека, ни собаки. Петр сидел у костра и ужасался подробностям, которые вываливали на бойцов, не смущавшиеся по этому поводу казачки. Оказывается, шведы только лет десять назад ушли из Новгорода, а до этого сам город и большая часть северо-западной Руси находилась под пятой шведского солдата, залившего все кровью несчастных жителей. Из Новгорода до шведы ушли, но оставили за собой большую часть новгородских земель, закрыв Руси выход в Балтику. «Эх, при Иване Великом-то свею не баловали так», — приговаривал Хмелев. «Странно, но русский разговорный язык XVII века был не столь сложен для понимания, и уже через пару недель, выспросив у казаков про особенно непонятные слова и термины, люди из XXI века уже понимали их практически полностью. Как рассказал Кабаржицкий, получалось примерно как в Югославии, где он был в середине девяностых, сербы и русские говорили на своих языках, но друг друга понимали хорошо. Так и тут, самим говорить на языке Московии не получалось, ну, разве что вернуть ради красного словца что-нибудь эдакое, но понимали практически все. Так же дело обстояло и у казаков, так что проблем с общением не наблюдалось, к общему удовольствию. Карпинский вдоволь не игрался и с оружием казаков. Помимо страшных на вид бердыша, сабель и копий, у них имелось в острожке три фитильных ружья. Сначала, еле упросив Хмелева дать ему разок выстрелить из такого раритета, потом Карпинский десять раз пожалел об этом. Это же сколько всего надо было сделать, чтобы эта дура наконец выстрелила? Зато уж, когда ему удалось воспламенить порох через затравочное отверстие в стволе, последующий выстрел потряс его и в буквальном, и в переносном смысле. — Да, конечно, неплохо, но у вас слишком сложно все, — сказал Петр, возвращая ружье, улыбившемуся Афанасью, когда дым от выстрела почти рассеялся. На следующий день после удачной рыбалки обитатели Уидинского строго сидели на островном берегу, смотрящего в сторону ангары. День неторопливо клонился к вечеру. Неожиданная майская жара спала и, наконец-то, задул долгожданный прохладный ветерок. Петр, нанизывая на отобранные новиковым у Игоря почвоведа шампуры куски потрошенной рыбы, лениво поинтересовался у Афанасья. — А что, Афаня, когда, говоришь, твои должны быть? — Да хоть вчера, хоть завтра, Петр. Я на то мнение ведомо, но пора бы уже. Снимая первую партию рыбного шашлыка, ответил Хмелев. — Думаю, что сегодня будут. Заметив удивленный взгляд десантника, он указал шампуром с нанизанным кусочком рыбы на приближающуюся лодку. Возвращались двое казаков, посланные в полдень на ангару в дозор. — Да, так и есть. Макарка с Жданом поспешает, ишь, шапкой машин. Точно наши идут. Милев вскочил и, сорвав с кублатой головы шапку, тоже истово завертел ей в звонко свистя. Разделывавший рыбу тунгус тоже поднялся с бревнышка и заинтересованно глядел на реку, приложив к колбу ладонь и заслоняясь от солнца. — Смотри, Петя, зато еще лодки! Он указал на появившиеся на первой лодку и другие. — Нет, это не лодки, это... Карпинский силился вспомнить, как это можно назвать. — Строгий ян-то, Петя! — рассмеялся над Карпинским десятник. — А, точно, как у Разина! — хлопнул у себя по лбу Петр. — У кого... — Ну, неважно. Хмельев пошел к бережку встречать лодку. Представ, казаки выскочили из нее, и бурно жестикулируя и показывая на струги, начали что-то втолковывать десятнику. Тот, слушая, лишь кивал. Афанасий подошел к Карпинскому, лицо его заметно стало мрачным и выражало, обуревавший десятника, раздумья. — Ну, что, Петя? — А что, Афоня, говори, что на тебе лица-то нет? Карпинский заметно напрягся. — Ну, короче, там отряд казачков, якобы, Хрипунова идет. День хода их разделят. Сейчас струги подойдут, разъяснят мужики, что да как. — А кто таков этот, Хрипунов? — поинтересовался Петру казака. — Бывший воевода Енисейский. Злобен и жаден. Опасаться его следует. Неровен час острог наш спалит. Да он за Ясаком идет, по земле братской, где Петр Иванович уже Ясак брал. Мы уже застолбили это место. Струги тем временем подошли к островку, с носа спрыгнуло несколько человек, и казаки принялись разгружать припасы для острога. Порох да свинец для пищалей и для медной пушечки, привезенной только что. Мешки с зерном и мукой, соль и прочее. Петру послышалось хрюканье. Казак с лодки крикнул про наказ Бекетова отвезти поросят и зерно к полковнику Смирнову, где не забыли, добавил с ухмылкой, что эти хрюкающие твари несколько раз чудом не были сожраны в пути. «Завтра связем их к вашему городку», сказал десятник и пошел к стругам. Чуть позже у костра казаки, собравшись в круг, стали обсуждать последние вести из Енисейска. Карпинский, Ким и Коломейцев только слушали и обалдевали. «Что творится у этих казаков? Какая-то война идет и за что? За места сбора шкурок пушного зверя, да за приведение от уземцев подданства морсковского царства!» «Испанцы тоже вроде передрались в Америке из-за золота, глотки друг другу грызли», — тихо проговорил Коломейцев. «Вот и тут, оказывается, то же самое, бред какой-то», — ответил Ким. Оказалось, у стен Енисейского острога чуть не разыгралось целое сражение между енисейскими и красноярскими казаками. Красноярцы решили было захватить и пограбить Енисейск, послав острог несколько людей, чтобы те ночи открыли им ворота. Но енисейцы, схватив засланы казачков и применив пытки кнутом, железом и водою, открыли все планы нападавших и их воровской умысел. Начавшийся было штурм Острога прекратился в самом начале. Новый енисейский воевод, а боярин Шаховской, дав залпы из четырех острожных пушек и пищалей, охладил тем самым боевой дух красноярцев. Но они без потерь отошли от Острога и отправились на ангару за Ясаком. Теперь они идут следом, два струга енисейцев обошли их, вставших на ночную стоянку возле порогов. — А сколько людей у Хрипунова? — решил влезть в казачий гомон Карпинский. — За сотню перевалит у него людишек-то, — ответил ему горластый казак, шутивший про поросят. — Тогда надо готовить оборону, — начал было Петр, но его оборвал Хмелев. — Ага, или в лес отойти. А может, они вверх по реке пойдут. — Что им тут делать? — У нас рухляди нету, золотишко тоже. — Ничего, отобьемся. Вон у бредского князя воинов было больше пяти сотен. Ну и что? Покрошили наши их в капусту. — А это тебе не туземцы. — Это казаки все же. Они не будут дурой переть. — заволновался тут же Хмелев. Так Петренко рассказывал, что кнозек там нехилую стратегию аж удумал для взятия поселка, и громко ответил Петр чисто для проформы. Ну, спорить с Хмелевым ему уже не хотелось. И так ясно, что казаки противник сложнее от уземцев. Их и численно намного больше. Незаметно для людей, занятых разговорами и до обустройством новичков, на острог опустилась темная покрывала ночи. Решили костров ночью не сжечь, дабы не привлекать возможных врагов. На одинокой башенке угловой избы сидел Ким со снайперской винтовкой и обозревал окрестность островка в бинокль, ночного видения, выделенного ему майором Сазоновым. В три часа ночи его должен сменить Карпинский. Ким нажал кнопочку подсветки механических часов, удовлетворенно отметив без восьми и три, он уже приготовился будить Петра. Как сангары донесся раскатистый шум пищального выстрела, а за ним еще один и еще. Нихрена себе! Эй, вставайте! Крикнул Ким в чернейшее отверстие в полу башенки, чтобы разбудить спящих на чердаке людей. Тут же вскочило несколько казаков. Хмелев застучал сапогами по лестнице. — Что случилось, Сергий? — встревоженно спросил десятник. — Казачки? Ответом стал еще один выстрел пищали, бухнувший раскатами по речной глади. Послышался ляск металла и редкие вопли. — Никак шибко идет. Хрипунов поди, но с кем? В бинокль решительно ничего не было видно. Десятник с казаками выбежали во двор. А меж тем разгоравшаяся драка на ангаре будоражила умы и щекотала нервы. Неожиданно раздался довольно ощутимый взрыв, не похожий на прежние выстрелы. — Вроде порох! — негромко проговорил кто-то из казаков. — А ну, пойдем поближе к сече! — твердо произнес Хмелев, найдя во дворе Карпинского. — Спускайте лодку! Казаки проворно выпихнули на воду лодку, в которой помимо десятника с Карпинским загрузился Ким и казак, державший пищарь с тлеющим фитилем. Шум боя явно затихал. Лязга орузья уже не было слышно. Лишь крики и шум воды раздавались по реке. Но вскоре и они истихли. Поуде грибали как сумасшедшие. Но на ангару выходили медленно, чуть дыша, стараясь не плескать веслами воду. Все-таки хорошо, что устье Уды при впадении в ангару было основательно заросшим по берегам осокой камшом. Сторожка, пробираясь между прибрежной растительностью, лодка вышла в ангару. Слева, уже вдалеке, Петру почудился бледный абрис паруса, державшийся, правда, лишь очень недолгое время. В скорости он пропал. Справа же у самого берега догорала небольшая ладья, сильно севшая на правый бок. Да, мельтешили в багряном зареве огня силуэт у людей, которые пытались хоть что-то спасти с горящего судна. Тишину, нарушаемую лишь с криками людей, да потрескиванием горячего дерева, разорвал взрыв, видимо, на ладье уже второй. Фигурки и людей разметало, кто-то свалился в воду, кого-то отбросило в заросли соки. Карпинский отобрал у Кима филин, и тут же перед глазами, зеленоватым маревом ночного видения, встала картина ночного боя. За горящей ладьей виднелось еще три, нет, четыре ладьи или струга. Те вроде поменьше горящего кораблика выглядят. Люди бегают по берегу, суетятся, вытаскивают из воды незадачливых товарищей. На берегу явно шла потасовка, причем между своими же, так как полукругом стояли казаки, даже не пытающиеся разнять дерущихся. Ух ты, дерутся даже! Дай-ка глянуть мне, потребовал тихим голосом Кмелев. Получив бинокль и приставив его к глазам, он присвистнул от увиденной картины. Эх, как чудно! Зелено все! Да где дерутся-то? Карпинский показал казаку примерное направление, и тот, увидев стычку, происходящую в облиске горящей ладьи, вцепился туда взглядом. А казачки-то разругались совсем! Хмелев оторвался от бинокля, передал его Карпинскому и добавил, пора уходить ко строгу. Оставим в камышах секрет для наблюдения, Афанасий. А и то верно, с твоим биноклем ее ставим пару человек. До утра. Выбор пал на Кима и Колымейцева. С места боя еще затемно ушло три струга хрипуновских казаков, оставив лишь один недалеко от горелого острова ладьи, поднимающегося из воды вродливыми головешками. Ночью со стоянки казаков доносились протяжные стоны, стихшие лишь к утру. Недва солнце показалось из-за дальних гор, как к оставленным на левом берегу Уды в высокой прибережной Соке наблюдателям подошли две лодки с енисейскими казаками и товарищами. Во строге оставили Тунгуса и троих казаков, которым не здоровилось еще с прибытия. Афанасий и Скорпинским ночью договорились накрыть лагерь оставленных хрипуновым своих бывших товарищей. Решили, что лучшего шанса для внезапной атаки на незадачливых искателей удачи, чем раннее утро не придумаешь. Несколько человек шли правым берегом реки. У Удинских казаков и морпехов имелось на шестнадцать человек, восемь пищалей, три АКС, да копья и сабли. Потихоньку стали пробираться к месту боя. Все перешли на правый берег, оставив лодки в Осоке. Казаки, у кого были пищали и раздули фитили, остальные обнажили сабли. В Удинские стали полукругом обходить берег, где стали лагерем остатки воинства Хрипунова. Ветер с реки приносил ароматный запах каши, готовящейся на костре, и у Коломейцева, просидевшего ночь в Осоке, неприятно забурчало в желудке. Тут же последовал тычок в бок. Иван обернулся и увидел скалящегося Кима, прижавшего палец к губам. Коломейцев показал ему кулак, и покрутил пальцем у виска. Морпехи разом сняли автоматы из предохранителя и передернули затвор автомата. Следом послышался двойной щелчок затворов Карпинского и Владимира, молчаливого морпеха из отделения Соляева. Вот и последние кусты, скрывающие незнакомцев. Еще немного, и у Карпинского похолодело в животе, стало неожиданно страшно Взглянув на Коломейцева, он увидел написанные у того на лице аналогичные чувства. Казаки скрывали какие-либо проявления чувств, они просто были готовы к рывку, как рвет с места в карьер свирепый хищник. Так, Петя, соберись, мля, вдох, выдох, все, а, вот и они. А ну, стоять! Встал, руки, руки, отошел, ты, встал, не трогай саблю, все, в сторону! Выстрел под ноги. Сомневайтесь? Тогда еще, еще, все, достаточно тебе. Ну и молодец. А ну, ухолони, братец, это уже Хмелев с казаками орудует. Обалдевшие казаки сбились в пучу, об оружии уже никто и не помышлял, лишь глядели из-под лобья, сурово сдену брови, обожженные, перевязанные, а глаза злые. На подстеленном лапнике и тряпье лежали раненые, поодаль сложили руки погибшим. Сколько их тут? Отогнали в сторонку четырнадцать казаков, да семеро раненых лежат, убитых около шести. Карпинский не пошел на них смотреть. Почему-то стало неудобно. Ворвались, разбудили всех, испортили вот людям завтрак, а тут ранены трупы. Нюни-то не пускай, герой, блин! Карпинский старался отогнать нахлынувшее смущение. Странно, но никто из достигнутых врасплох казаков и не думал бежать, когда на них с криками и гиканем налетели их прямые конкуренты по промыслу. Большинство казаков еще спали. На ногах были только несколько кашеваров, да незадачливая пара дозорных. Толком не проснувшиеся казаки лишь глазами следили за чужаками, не пытаясь заговорить с ними. Хмурятся черти. Ясно им, что попали к Енисейским, да еще и на их территории. Куда тут побежишь, безоружный? Лишь станешь легкой добычей гуляющих по приангарию бурятов или тунгусов. Коломейцев меж тем уже принялся за кашу, а за ним и Ким отобрал у стоящего столбом казака-кошевара деревянную ложку на длинной ручке, которой тот, видимо, помешивал варево в котелке. — Ну что, мужики, завтракать было, собрались? Петр обратился к понурым казакам. — Дело хорошее. Что там у вас? — Каша. С мясом? Классно. — Да что, столбились? — Давайте, налетайте, а то потом некогда будет. Карпинский рассмеялся, кивнув Афанасью на жующих морпехов. — Нечего им жрать давать, буркнул Хмелев. — Да ладно тебе, Афоня, ну дай людям поесть, а мы пока подумаем. — С тобой что с ними делать? — А что тут думать? Гнать их и всех делов. Пущай обратно идут свой красный яр. — А раненые? Тебе наплевать, а мне нет. Все-таки они тоже русские, надо совесть иметь. — Ой, Ли, достали бы они с тобой, Петя, по-доброму заговаривать. — Ладно, ты что думаешь-то? — Раненых на струк, этих на весла и во строк. Думаю, что лучше ваш. На что поди, малой одюжа, а заодно и от дарки нашего сотника отвезешь. На струге ихнем и пойдете. — Так и сделаем, Афанасий, согласился с десятником Карпинский. У флотского мичмана из головы не выходил контур паруса, виденного им ночью на ангаре. Значит, вверх по реке уходил на веслах тот, кто и устроил всю эту заварушку с казаками Хрипунова. — Двадцать один человек теперь на нашу голову. И что с ними делать, прикажете? — Нет, что-то Афоня заливает. Тащить их всех в наш поселок, да это просто глупо выйдет. Нет, короче. — Афанасий, слушай, а может всех-то не везти к нам? Можно только раненых забрать, а эти и пускай уматывают. — А струг пятером сдюжить на веслах-то? — Нет, конечно. — То-то и оно. А ведь если они сейчас пойдут, то потом сюда еще казаков приведут. — Петя, так то твое дело. Ты уже сам думать должен. Как хочешь, так и делай. Карпинский осуждающий наблюдал, как хмелевцы-деловицы стаскивали все имущество красноярских казачков в одну кучу. А сам Афанасий с блеском в глазах сортировал бочонки с порохом, свинцом, одежду, запасы пищи. Петр, оглядев своих товарищей и чужих казаков, бросил. — Ладно, собираемся. Раненые по большей части были основательно обожжены. Несколько казаков были с ранениями от печальной дроби. Пара человек с переломами. Казаки оказались с гонором, поэтому Карпинскому пришлось театрально вздохнув, без эмоций, шмальнуть очереди у ног сгрудившихся пленников. Вид работы АК, выбивающего земляные фонтанчики, у своих собственных сапог, вызвал вдруг у казаков острое желание слушать то, что говорит этот парень. Соорудили шины на сломанной конечности. Всех раненых за растянутые полуодежды осторожно подняли на струк и уложили на корме поверх настеленных шкурой тряпья. Зашли в уду за термом, овощной рассадой, поросятами в зимовье, и кораблик взял курс на реку Белую. Полененные казаки гребли молча, хмуро зираясь по сторонам и, видимо, соображая, кому они попали. Наконец, один из них не выдержал. А вы с какого острова будете? Державшие их на прицеле, морпехи молчали. А воевода кто у вас? Помолчите, мужики. Честное слово не до вас, ответил Колумейцев, безуспешно пытаясь настроить окончательно сдохшую пару дней назад рацию. Да бросьте ее, Ваня. Батарея крякнула. Иван, хмыкнув раздраженно, прикрыл ее брезентом. Похоже, это была последняя батарея, заряженная от генератора. Топлива оставалась лишь одна, двадцатипятилитровая канистра. И все. Благо, цивилизации потихоньку кончались. Привычные к гребле казаки тянули лодку гораздо стремительнее, чем морпехи. Поэтому дозорный холм на излучине реки показался намного быстрее, чем предполагал Карпинский. Тунгус же за время, проведенный в пути, был занят вычерпыванием воды, которую пускал прохудившийся борт. Помыхав руками в ответ на приветствие с холма, Петр отметил, что у морпехов и тунгусов в устье их речки собралось что-то слишком много. Человек восемь тут было точно. Похоже, двойная смена дежурила. Значит, ночной бой и их не прошел стороной. Горя от нетерпения узнать, что тут было и чем вызвана увеличенная охрана устья, Карпинский ритмично выстукивал пальцами по прикладу. У причала его ждал сюрприз. Стоял струг с собранным белым парусом, а это значит, что ночное видение на ангаре, силуэт растворяющегося в черном покрывале ночи светлого пятна паруса, ему не привиделся. «Женька, чья лодка стоит?» Еще стоя на носу причаливающего струга, прокричал Лопакину Карпинский. В душе он боялся того, что пожаловали казаки Хрипунова, а охрана их пропустила, но также и понимал, что это невозможный сценарий, кто пустит в поселок кучу вооруженных мужиков. Значит, а что он молчит-то? Петр спрыгнул на причалу и подошел к Лопакину, который высматривал казаков на прибывшем струге. Карпинский подошел вплотную к морпеху, вопросительно кивнул головой на стоящий у причала струг. Казаки Хрипунова? Какой там Хрипунов? Тут Вячеслав чуть с ума не сошел. Новгородцы прибыли, а старший у них ранен тяжело. Нас собирали по группам, политику партии разъясняли, так что, Петя, ты теперь тоже новгородец, мне проще всего. Я хоть в Новгородской области, мои боровичи с пятнадцатого века стоят. Зашипел и зираясь на бородачей Лопакин. А ты-то сам кого притащил? Что это за опаленные бороды сидят? И откуда такое плав средство? Женька лыбился, наматывая канат на столбик причала. Погоди, а почему мы новгородцы? Что за бред? А, свадь-ка с вами пообщайся, он тебе все и объяснит, а у меня все равно не получится. Беги за медиками и носилки пока выгружаться буду. Эй, мужики, давай выгружай строго. Глава девятая. Поселок Белореченский. Весна 7137 года 1629. В избе Вячеслава умирал старый новгородец Иван Микулич. Дарья, расстроенная до слез тем, что не может больше помочь умирающему человеку, сидела неподалеку, кусая губы. Она сделала все, что могла. Из приоткрытых уст Микулича вырвался лишь хрип пополам с кашлем. Прострелянный блок был печальным итогом попытки проскользнуть мимо ставших на ночевку казаков Хрипунова. Их заметили уже на порогах. Пробовали остановить на реке, взяв суденышко на бородаж. Перерывая пеньку с закинутых на борт крюков, Иваны получил заряд дроби. Спасло их лишь головотяпство хрипуновских людей. Один из подраненных казаков уронил факел на стоявшую у борта ладьи небольшой бочонки с порохом, которые незадолго до этого перекинули с потекшего во рта мист струга, да не успели убрать. У топчанок лежал Микулич, сидел его сын Никита, молодой белобрысый парень, совершенно детским безусым лицом. В его голубых глазах застыли слезы, а пальцы судорожно сжимали отцовскую кисть. С момента прибытия он так и не проронил ни слова. Новгородцы нашли искомый поселок по примете, который выведали в Енисейском остроге у побывавшего уже здесь в прошлом году казака. За чаркой вина казак разболтал по пусах, но примерное местонахождение поселка и приметы местности. Белая глина опять помогла, а хрепуновские струги прошли по Ангаре дальше. Вообще появившиеся в начале весны енисейские новгородцы пришли с пополнением служилых казаков и парой чиновников из Тобольска и объявили себя подвижниками, несущими слово Божие среди темных язычников, пропадающих во грехе незнания. Однако при себе подвижники имели немалый запас пороха до свинца для трех пищалей до холодного оружия немало. На вопрос воеводы о немалом арсенале батюшка Александр, он же сахнов миру, потупив взгляд, кротко объяснил о разбойных людях, шныряющих по просторам Сибири, да туземцах, оружием отрицающих Христа. Привретя во строге зазвонкую монету струк, отряд миссионеров в начале мая отправился вверх по Тунгуске искать поселок заморских новгородцев. И вот они оказались тут. Шесть лжи-миссионеров были устроены в избе Сазонова и сейчас принимали баньку. Оружие свое они безропотно сдали в превратную башню. Никита так неотлучно и сидевший рядом с отцом все это время задремал. Сморила его беднягу не евши не спавши уже вторую сутки. К счастью отец его тоже забылся во сне иначе он не позволил бы себе уснуть. Тишину в светелке нарушало лишь хриплое дыхание раненого. Никита осторожно стараясь не издать ни малейшего шума прилег на лавку в красном углу удивленно отметив отсутствие икон. Как только голова его коснулась подложенной шапки юноша моментально провалился в тяжелый и глубокий сон. И тотчас же к нему возвратился липкий страх ночного боя. Снилась ночная проводка струга через песчаные отмели намытых островков на реке. Последующая ошибка с казаками которую легко можно было избежать повернений струг обходить остров с другой стороны. Послушали сахно который решил что казаки встанут на отдых со стороны правого более пологого берега где лес не подступал вплотную к реке. А когда поняли что ошиблись было уже поздно поворачивать назад смысла не было. Пока бы они развернулись казаки давно бы уже перекрыли обе протоки. Решили прорываться на удачу и все бы хорошо. Но успели хрипуновцы закинуть на борт новгородского струга две кошки пеньковой веревки с крючьями которые намертво впились в дерево борта. Сахно с Жданом успели охлонить хрипуновцев двумя зарядами дроби а отец выхватив саблю пытался перерубить пеньку которую уже закрепляли казаки налодии налодии уже появились казаки с берега державшие в руках ярко горящие факел и фитильные пищали и вот один метнул факел на струг новгородцев осветив копошащихся там людей а второй прицелился тут загромыхнул сахно третьей пищалью явно свалив казака с факелом и задев второго с пищалью Никита уже понял что сейчас произойдет непоправимое он пытался броситься к отцу закрыть его от выстрела оттолкнуть в сторону от летящего гибельного свинца но ноги вмиг стали ватными он не мог пошевелить ими грохнул выстрел с лодией младшего Микулича обдало ледяным холодом защемило сердце он же знал что сейчас будет знал и увидел как тот медленно будто сквозь толщу воды заваливался на дно струга рот юноши открылся безмолвном крике и Никита проснулся тут же испугавшись что криком потревожил отца но нет тот спал рядом сидела та самая женщина что врачевала его она прижала указательный палец к губам отерла ему мокрый лоб и махнула рукой указывая на дверь иди поешь шепнула она Никита упрямо ватул белокурыми кудрями и иди зло прошепела она не мешай Никита и не посмел ей даже перечить и покорно встал с лавки в горнице его ждал стоящий на столе обед несколько мужиков явно ждущих юнца поговорим в животе предательски заурчала в ногах была слабость молодой организм требовал поддержки но сначала надо поесть на столе было без изысков мясо с бульоном баренок каша молодая черемша да травяной чай сидевшие на лавках мужики пока не обращали внимания на Никиту явно давая тому время насытиться и попривыкнуть к новой компании и продолжали разговаривать о своих делах но рассаду пока оставим здесь я уже ящички с землей парням сказал сколотить зерно тоже засеем только на следующий сезон будем делиться со Смирновым а сейчас что Вячеслав тоже пускай начинают земля у них как и у нас отлично да погоди Володя у нас пока слишком мало рассады чтобы делить пусть пока наши займутся этим делом вон почвоведом этой сладкой парочке теперь есть что руками делать еще людей припашем для этого сельское хозяйство развивать надо комплексно пускай полковник хрюшками занимается он же их заказывал рассмеялся колоритный мужик с ухоженной бородой а что что инструмент вещества пока вроде хватает но железо уже стоит пробовать я еще в прошлом году жилу приметил кузю можно ставить да делов у нас в море никита а у вас кузнецов нет никита заметив что все замолкли и смотрят на него смутился и сразу поперхнулся прокашлявшись и улыбнувшись своей неловкости ответил мужику с бородой нет кузнецов среди нас нету хотя вон Жданко баловался в кузне и военный дядька был обучен кузнечному делу в великом устьюге тебя в кузнецов кусковать сможет заинтересовался Вячеслав чего сковать а ну ладно ничего пока так вы новгородцы опа странно но окружавших никиту мужиков его вопрос поставил в тупик мы же говорили что да осторожно проговорил один да просто не рядится сие простодушно ответил никита речь дюже странно красного угла в избе нет даже часовенки не стоит в остроге брони на вас нет оружие странно дюже сам острог не похож не знаю не так строят продолжил он ясно никита а кстати меня зовут Вячеслав я тут заглавного воевода значит вот Алексей наш атаман нехмыкай атаман улыбнулся воевода это Владимир помощник атамана сотник значит и Василий полусотник вроде как закончил представлять своих соратников Вячеслав ну а вас кто из кто Никита тот молчал словно воды в рот набрал да ладно Никита не молчи вы же к нам прибыли значит хотели что-то это сказал сотник Владимир Никита вздохнул мы же именно этого и хотели подумал он и решился Жданко наш орудознатец и кузнец язычник Сахно отчий воин тоже язычник сморщился Никита и продолжил Богдан Савка и дружина воины боярина Василия Дмитриевича с Устюга Великого Аконан Семенов это муж ствери от боярина Анисима Судакова отец человек новгородского боярина Петра Авинова Вячеслав повернулся к Сазонову и зашептал тому на ухо тот загивал Никита покачал головой скрывает что-то видимо из светелки вышла Дарья поставив ящичек с препаратами на пол она опустилась на скамью налила себе воды и сказала ну что видимо он выкарабкаться в состоянии стабильной ухудшения не было так что молись парень вы не новгородцы да Никита мы не новгородцы с сочувствием сказал Вячеслав мы сказали так потому что нам больше нечего было сказать ставил Владимир а кто вы от кель будете то выкрикнул Никита только мы из-за вас вы тут и объявились отец мой тяжко ранен теперь а за каким лядом чтобы узнать что вы не те кого мы сыскать пытались пробирались сюда с великой осторожностью умысел наш не раскрыть было никому а тут да что нам теперь делать а что вы хотели узнать Никита это надо дядьку Корона звать он ведет нашими делами не вместо мне за него говорить ну так зови его Никита пошедший мужик показался Вячеславу обычным сектантом каких-нибудь эгоистов средней руки сутуловатый цепкий взгляд с хитрым прищуром с жидкой бороденкой сам-то хилый но не голос на его голос сильный властный обратили внимание все даже я даже фыркнула когда тот заговорил присев на лавку и в который раз обратив внимание на отсутствие красного угла он начал с благодарности богу и новгородцам что лепо врачуют их старшова пожалуйста Конан а как вас по батюшке Тимофеем моего отца звали так вот Конан Тимофеевич скажу прямо мы не те кого вы искали Конан кивнул а я это понял уже ну что же нам теперь легче будет объясняться разговор с Конан был очень долгим но легким от общения с этим человеком не уставали к тому же все его лаконичные вопросы были по существу а главные понятны переспрашивать приходилось очень редко Конан резко завел разговор в экономическую плоскость и Новико в процессе разговора сбегал с атласом офицера где содержалось море информации о географии климате и недрах интересующего Конана района Сибири карты повергли его в легкий шок если очертания Европы и Среди Темноморья он еще узнавал то очертания остального мира ему были абсолютно незнакомы и непривычны у нас имеются чертежи земные и морские но у нас все не так а это что море хвалистское но оно не столь велико а это что а это он ткнул в Индию потом в Камчатку Аляску и острова канадского арктического архипелага на силу просили отпустить книгу и вновь заговорили о торговле что нужно в Москве с помощью Конана выяснили что это чай пряности ткани а что нужно поселенцам из Российской Федерации скот рис чай зерно овощи а что мы можем предложить Китаю шкурки и только то есть Бикетов был стократно прав когда изумился тому что мы не собираем ясак воскликнул Кабаржицкий без этого тут не прожить так что если мы хотим чего-то добиться то надо собирать ясак да по-видимому ты прав Володя и Бикетов прав оглаживая усы согласился Вячеслав будем собирать шкурки рванул Сазонов напомнил себе Конан деловой разговор продолжился после ужина Конан оказался сведущ во многих вопросах спросил был ли у нас договор с Енисейским острогом о границах сбора ясака получив ответ что только на словах покачал головой посоветовал строить свой острог на границе владений с тем чтобы запереть ангару от проникновения таких охрипунов а где он кстати спросил Сазонов оглядывая Конана и завалившегося на палате Никиту а он ушел вверх по ангаре ответил Новиков Соляев его провожать вышел еще не возвращались они дальнейший разговор шел о возможных путях организации торговли о путях прохода караванов рельефах местности об опасности дороги для купцов Вячеслав поставил Конану вопрос ребром нам нужны люди вы присылайте нам людей а вся будущая прибыль пополам Конан кивнул и попросил еще раз карту я опосле отпишу письмецо в Тобольский городок там наш человечек разошлет его нарусь ответ будет следующей весной а сейчас я желаю пройтись кости ломит бросил взгляд на лежащего в объятиях печного тепла Никиту пусть спит Конан не стал откладывать дела на потом и уже на следующее утро проведав раненого явился к Вячеславу писать письмо для порядка решили пока не огорчать бояр открывшимися обстоятельствами происхождение жителей ангарского поселка неизвестно как они себя поведут узная неправду а пока можно раззадорить их возможными баршами сулившимися в торговле с Китаем ведомо мне что томские людишки ходили в Китай по Иртышу в 126 годе торговли не завели но привезли китайскую сибири на Руси так и торгуем ясно значит у нас есть время первыми устроить торговый путь из Китая но путь надо воронить от лихих людей а у вас людишек мало числом вот я и говорю нам нужны люди вариантов оказалось немного сибирским путем через Тобольский Енисейск либо морским по Ледовитому океану до устья Аби или Енисея а там подниматься до верховья этих могучих рек и пробираться до Ангары наилучшим способом выбрали путь через устье Енисея с выходом в Ангару но придется миновать Енисейский острог там это сделать несложно река широка да и по первости можно будет приставать к берегу дабы пополнить запасы уверял Конан зашел Кабаржицкий сразу сказав что Саляв еще не вернулся заметив немой вопрос Вячеслава Владимир принес чайник со свежезаваренным травяным настоем тунгусов с добавлением листьев смородины получилось очень ароматно и приятно на вкус питье но кое-чего в нем не хватало Вячеслав расставил чашки и вслух помечтал сахарку бы еще сладкого страсть как охота но не что не бортничаете меду нету откуда ему взяться Конан успехнулся Владимир ясно будут вам и бортники а то тоска у вас великая рассмеялся тверичанин Ладно давайте перой бумагу будем письмо сочинять Вячеслав переглянулся с Владимиром тот лишь шмыкнул ну бумага у нас есть а вот с перьями напряг зато есть ручка шариковая или гелевая Вячеслав да нет старушка шариковая вот он протянул бумагу и ручку смутившемуся Конану Владимир покажи как ей пользоваться пока Конан пробовал выводить ручкой свою тайнопись Кабаржицкий у него поинтересовался насчет носимого им имени церковное то имя мирское имя мое будет Елисей а прозвище Лисица дюжелепость я вещица буквицы выводит ох знатно лето 137 из Белореченского строгу писано по досмотру своему Елисейко Семенов боярина Петра Винова человек Иванко Микулич по родению своему ныне при смерти пребывает на здоровье его уповаем с Божьей милостью посмотрел я на горе реке два городка новгородских долюдейших числом за две сотни промышляет они рухлядью мягкой тунгусов в весах и подданство свое берут ведают они проходы в китайское царство и торговать жило с ним желают с чего и мы можем в царство китайское пройти да торговляшку свою там установить токма нужно с тем знатное число людишек дабы торговлю вести со всем усердием и толком Конан Елисей закончил выводить текст и начал другим листом помахивать над письмом заметив недоуменный взгляд Вячеслава и смешки Владимира он невозмутимо сказал это дея садабы чернила усохли уже ли вы не ведаете Елисей да они они уже давно высохли не надо дуть тот пальцем попробовал написанный шариковой ручкой буквы и рассмеялся что же занятно Вячеслав с торжественным лицом вручил Конану две ручки подарок благодарствую и тут же упрятал их в дальний карман безразмерного кафтана к Вячеславу зашел Сазонов Андреич пойдем казачков проведом они с тобой поговорить хотят но и я пойду к своим людишкам уже обед вероятно скорости будет казаков отделившихся от хрипунова поместили в казарме в длинном доме бараке за раненными ухаживали переломанные кости выпрямили и наложили шины несмотря на постоянные напоминания Новикова об деятельности охраняли их больше для вида казаки ни разу не дали повода для беспокойства и все благодарили за лечение и доброе вхождение с ними теперь эти два десятка людей просили местного воеводу на разговор здорово ну чего хотели орлы пошел в казарму Вячеслав здравствуй воевода из толпы казаков после недолгого совещания вышел один мужик с опаленной бородой и густыми бровищами маловразумительную речь свою он компенсировал активной жестикуляцией мы с братцами рассудили тут не мощно нам под хрипуновым ходить замялся казак оглядываясь на своих товарищей ну и что же вы хотите от меня ну это хотим мы под твоим воеводством быть закончил он мысль кивая и тряся серьгой в правом мухе остальные казаки поддержали своего выборного криками и ягулом одобрения коваржицкий с крайним удивлением приметил стоящего подаль конана Елисея который в момент импровизированной присяги выборного казака хищного скалился и резко повернувшись ушел к размещенным в другом бараке спутникам что бы это значило Владимир озадаченно покачал головой на следующий день Вячеслав собрался к Смирнову обсудить все новости свалившиеся на участников экспедиции Дарья напросилась с ним чтобы проведать находящийся на седьмом месяце беременности Лену Мышкину и Алексей от поездки отказался сославшись на нездоровье поплыли на струге новгородцев второй струг был вытащен на берег чтобы проконопатить прохудившиеся борта завесло сели несколько казаков бывших хрипуновцев до Тунгусы пятерка морпехов во главе с Новиковым была в охранении вояжа Карпинский с морпехами разместился на носу деля его с поросятами которых он то и дело шпенял когда те в который раз пробовали веревки на прочность казаки взяли в дорогу три пищали новгородцев перевезли с подшитыми к ним колбочками с пробкой где находились заранее отсыпанные доли пороха и заряда устроили подлавками Петр ты смотри в оба по реке могут шастать хрипуновцы и Вячеслав указал на висящую того на шее бинокль Вячеслав Андреевич ну конечно ну что вы мне как маленькому попробовал оскорбиться Карпинский но глава поселка лишь примиряюще махнул рукой с ветром повезло так что гребцы особенно не напрягались парус стабильно тянул струк на берегах реки были замечены туземцы но кто именно буряты или тунгусы было непонятно останавливаться ради них никто не собирался дошли до района современного Иркутска где на Ангаре множество островков некоторые довольно длинные и тянутся до двух километров в длину как стало ясно в это время в апреле-май уровень Ангары довольно низок наводнение же случается зимнее такое необычное явление связано с тем что замерзая Ангара образует внутри водные льды шугу и вода ищет выход наверху в одного из островов решили сделать привал осмотреться вообще эти острова давно привлекали к себе внимание тут можно а главное нужно было освоиться а в избежании наводнения строиться на одном из высоких островов так что Вячеслав собирался обговорить со Смирновым и постройку небольшого форта на месте будущего Иркутска для контроля за этой частью реки Кузьма а сколько вас вообще народу было спросил Карпинский у казака просившего взять его компанию под воеводство Вячеслава Соколова но эдак человек сто тридцать было но на Елим реке мы тридцать товарищей на Лену реку проводили вас здесь двадцать один и погибло семеро значит человек семьдесят всех будет Кузьма пожал плечами продолжая глядывать островок цепким взглядом там дымок тихо но уверенно сказал Кузьма где а вон указал пальцем Кузьма наши видать на этом островке речном встать верное дело без опаски можно воздуху людям дать Карпинский метнулся к Новикову тот к Вячеславу добро на вылазку морпехи получили Кузьма потребовал участия в разведке против никто не выступил спустили на воду моторку правда моторку ее звали по привычке мотор уже давно сняли за неимением горючего получилась легкая и быстрая лодка нагрузилась четверо лодка пошла вдоль острова а сидевших в ней разведчиков прикрывала буйной растительностью которая была в избытке вокруг речных островов до мужиков донялся звонкий звук топора стучащего по дереву послышались крики и хохот за этим островом показался второй тут же стали видны струги хрипуновцев берег на котором отдыхали казаки на костра готовилась еда сидели кружком казаки Карпинский приставил глазам бинокль опа а казачки то время даром не теряли Васька посмотри они там шкурки сортируют уже кого-то грабанули ага теперь бы их грабануть а что они на нашей земле уже хозяйничают получается Кузьма а ну скажи что они теперь на ночь тут встанут зубочно поинтересовался Новиков без тема встанут на ночлег тут место спокойное а нам надо на чистую воду да к левому берегу как раз вправить на Вайгалх входить надо с левого берега там течение ангары слабей что нам до вечера ждать что ли спросил Карпинский у друга ну да а что мы тут сделаем а вдруг за нами увяжутся что их до Свердов вести а сейчас что наблюдать за ними Вась или что спросил единственный новгородец в экспедиции Женька Лопахин наверное надо понаблюдать чтобы потом спокойно на реку выходить Карпинский продолжал наблюдать за группой казаков с крайнего струга он заметил как вдруг один из сидящих у костра встал и махнув остальным рукой пошел в их сторону казак на ходу развязывал тесемки на поясе ясно облегчаться идет о смотри чистопрыг какой пошел гадить подальше от своих распинялся Карпинский на нас сейчас выскочит отойти надо дай-ка попросил бинокль Кузьма а так и есть и ваш карипа это плавильщик московский литейный дел мастер кто Новиков сузил глаза плавильщик ну по железу мастер Кузьма не успел закончить как Новиков начал править лодку чтобы обогнуть остров а ты что сдурел зашипел на Василия Петр сейчас помолчи Петя пожалуйста зло сказал Новиков Лопакин со мной Петр прикрывай лодка почти пристала к берегу ткнувшись в широченные стебли осоки вызвав этим кучу мелкой противной мошки два морпеха скрылись высоченные осоки с трудом выдеря ноги из прибрежного ила прошло минут пять Карпинский весь извелся водя стволом на любой шорох доносящийся с берега Кузьма закусив губу держал напряженной руке широченную саблю Петр отсчитывал минуты волновался все больше томила тишина наконец не выдержав стал потихоньку вылезать из лодки вода чавкала под ногами месившими ил на берегу сразу стало жарко да еще и мошки липли к мокрой коже Петр осторожно двигался по следам товарищей услышав доносящийся шум он присел выставив ударил пленника кто сразу обмяк и перестал извиваться фу опустился на землю Новиков ну и силище вроде небольшой мужичок по сути пацан еще оселен как кабан еле дотащили прикинь я его первый раз не достал прикладом вывернулся и на меня хорошо Женька сзади зашел еле скрутили Лопахин тяжело дыша сидел вытирая олившийся со лба пот все потащили его в лодку пока не очухался да может сначала портки ему наденем Женька показал на измазанного грязью пленника вот ты и надевай ухмыльнулся Новиков небольшого роста пленник был неожиданно тяжелым тащить его было сплошное мучение а если прибавить вьющуюся мошкару топкую грязь под ногами и оглушающую жару которая бывает лишь у водоемов средь полусухих зарослей соки то картина подвига с похищением получалась полной а зачем вы его а понимаю начал блог Кузьма не болтай принимай его бережно как бы лодка не перевернулась Новиков задача насмотрел как та оседает на воде до струга доплыли с превеликой осторожностью с кораблика скинули веревочную лестницу судя по удивленным возгласам сидящих на веслах казаков репу узнали Андреич а теперь или рвем когти назад или к Смирнову обратился Новиков к Вячеславу как это Василий ну зачем надо было ушли бы с по Вячеслав начал было упрекать Новикова Кузьма ну-ка повтори кто это перевел начальника Новиков а что московского литейного приказу плавильщик хрипунов его в Тобольске налегались на весла пока не хватились его быстро выходим на широкую воду оборвал казака Вячеслав ветер еще наш пока Струг выходил с протоки на реку мужики изо всех сил работали веслами прекрасно понимая что от этого зависят их жизни ускользнуть незамеченными конечно не удалось в лагере хрипуновцев поднялась суматоха бинокль было видно как забегали фигурки указывая на уходящий Струг от стоянки казаков отвалил один Струг потом второй вдогонку за пытающимися уйти врагами а третий остался видимо или со Стругом проблемы или раненые появились в результате отбора Ясака или решили справиться с беглецами силами казаков поместившимися в два первых идя на Струге течение ангары чувствовалось сильнее чем на легкой лодке или на моторке тем паче морпехи сменили хиловатых тунгусов на веслах на второй час гонки стало ясно что скоро казаки настигнут струг белореченцев расстояние между кораблями сокращалось а с момента начала гонки оно сократилось уже очень сильно сказалось выучка и слаженность казачьего коллектива придется принимать бой а не хочется стрелять от них черт возьми прорычал сидящий на веслах Вячеслав правим к берегу Андреич крикнул Новиков с другого борта Вячеслав мрачно кивнул и гляделся вдали показался шаман камень скала посередине истока ангары ворота в Байкал правь туда Кузьма Вячеслав указал стоящему на руле казаку направлении правильно Андреич мысленно согласился Новиков помня о наблюдательном пункте новоземельцев оборудованном на заставе Васильева их должны заметить со скалы оглушенный пленник тем временем зашевелился цаец Иванко лежи смирно и чо дурного тебе не здеется нечего было с Крипуновым оставаться довольно миролюбиво заговорил с Репой Кузьма конечно я выбирал Куземка со злобой выплюнул Иван не Куземка Кузьма Фролыч ты мне в стены годишься Кузьма наставительно пошевелил указательным пальцем у лица Ивана тот лишь мрачно кивнул в ответ струк струк вошел в небольшую бухточку образованной песчаной косой глядите причал Лопахин указывал на дощатое сооружение широкой змеей протянувшейся на несколько метров было видно что причал не был закончен рядом с берегом были сложены поленницы из заготовок для дальнейшей работы Чувствовалось присутствие людей пахло дымом костра и ароматом приготовленной пищи Перед взором людей было довольно большое пространство песчаного пляжа с вкраплениями камней и выброшенного на берег плавника Чуть подаль начинался лес плавно переходящий в совершенно зеленые холмы Справа Карпинский узнал большое кострище где собирались туземцы для отправления шаманских обрядов и ставились временные чумы сейчас там было лишь нагромождение крупных валунов на которых когда-то сидели туземцы он глянул наверх мешало солнце он попытался прикрыть глаза ладонью но увидел то от чего забыл обо всем на свете к ним из леса бежали люди Андреич наши радостно выкрикнул Карпинский бежавшие а это были несколько тунгусов и морпехи числом около дюжины что-то кричали и махали шапками нагонец кораблик пришвартовался к причалу люди стали выходить на берег выносить грузы особенно смешно в этот тревожный час было выносить четырех поросят это подарок смирнову от бекетова с мрачной улыбкой крикнул в толпу встречающих Вячеслав разглядив глазами мичмана Васильева он спросил у того Николай а смирнов то не тут случайно нет Вячеслав Андреич я тут за старшего полковник приказал строить тут форт смотреть за рекой если кто на Байкал входит то сразу отправлять вестового в поселок дорогу тарим ну в смысле расчищаем путь до поселка столбики ставим чтобы не заплутать это вон его забота Николай кивнул на алгурчи он теперь у них главный а алгурчи привет так ты теперь за хатысму что ли некий хитрец а он головой за дорогу отвечает ну чтобы не зарастала и чтобы ее видно было засмеялся Васильев так что влез в главные тунгусы отвечай теперь за поставленные задачи а алгурчи Николай хлопнул тунгуса по спине отчего тот сконфузился и закивал говорить по-русски он так и не выучился но понимал видимо уже все ладно Николай за нами два струга с казаками идут надо в лес отойти а у нас там и избушки стоят уже ну и отлично берег прекрасно простреливаться так что я не думаю что они тут сунутся главное чтобы наш струг не спалили а вот и они отходим ребята на реке показались два струга казаков увидев одинокий кораблик беглецов у берега оба направились к нему в бинокль было видно как напряженно вглядывается берег казаки и как удивил их причал с пришвартованным стругом один корабль казаков причалил с другой стороны а со второго перебросили мостки таким вот образом казаки перебрались на берег и встали ощетинившись пиками и выставив дуло пищалей казаков было примерно человек тридцать пять тридцать семь сосчитать их безошибочно было очень сложно хмурые лица покорителей Сибири не обещали скрывшимся от них на берегу беглецам ничего хорошего дайте бинокль Кузьме Хрипунова пусть смотрит вдруг он тут громким шепотом проговорил Вячеслав Кузьма взял переданный ему поселивым бинокль долго высматривал приближающихся к зарослям казаков и отдавая бинокль указал Новикову вана в шишаке с барминцей красный кафтан высокий ворот так дуй на правый фланг вон к тем кустам у скалы и лупи по каждому кто будет струк подпаливать или пищали вскидывать для выстрела насмерть не бей в ноги руки работай Василь отправил снайпера с напарником поддерживать их отряд огнем справа второго снайпера из отряда Васильева отослали на левый фланг Вячеслав Андреевич заберите всех лишних дарью тунгусов идите к избан тут прямо а то вдруг зацепит Васильев отослал вносящих в сумбур в оборону людей подальше от места возможного боестолкновения там кстати ваши строители казаки меж тем подошли метров на двадцать к лесу и видимо приготовились к последнему рывку кое-кто крестился кто-то крикнул здравицу богородице продействовать а ну стоять казачки где стоите Новиков крикнул сложив ладони рупором и тут же грохнулся наземь справедливо ожидая слаженного пищального залпа но его не последовало лишь на мгновение торопив казаки быстро пришли в себя и один из них выкрикнул а ты кто таков мил человек и по что тут промышляшь промеж нас а это вы на нашей земле находитесь мы с Енисейском границу установили на Уде реке какое нам дело до Енисейска кто таков есть отвечай сержант морской пехоты российского государства Василий Новиков казаки потеряли до речи от подобной наглости мы с товарищами служилы казаки отправлены сюда дабы привести сей край под высокую руку государя нашего самодержца всероссийского Михаила Федоровича это тот чей отец уляхов королевича Владислава нарус спросил да у Тушинского вора встань обретался а сейчас вертит им как хочет а куземка и ты там смутьян достану тебя да в кандалы закую не твое то дело собачье власть нам от Бога дана не от Бога власти то черта эй кузема о чем ты помолчи ка пока Новиков уже понял что дальнейшее сотрясение воздуха ни к чему хорошему не приведет а ну выходи с кем разговор держать вместо иначе наши пищали говорить будут снова крикнул хрипунов так я пошел прикрывать если что Новиков выдохнул и перемахнул через поваленное дерево вышел на песок обширного пляжа в разговоре он не рассчитывал на какое-либо замерение сторон он хотел лишь одного чтобы два отряда не стали проливать свою кровь тем более что проливать кровь придется лишь казакам фронтальный фланговый огонь закончит тут все через 10 секунд значит надо любым способом отговорить казаков от атаки хмурые бородатые лица казаков приближались уже можно было разглядеть их амуницию и дымки фитилей вышедшие вперед толпы хрипунов что-то сказал своим людям и те пустили свое оружие к земле здравствуйте новиков протянул руку хрипунову и тебе не хворать воин казак пожал протянутую ему ладонь кто ты сын боярский аль боевода местный ну скажем что я полусотник нашего атамана ответил новиков а что без брони вышел доверяешь нам ухвыльнулся хрипунов без брони я потому что ни к чему на мне а врага я близко не подпущу эй киты хвастливый ворог не будет спрашивать он просто мы обо мне будем разговоры вести или по делу а может ли вы и по делу по что вы сию землю своей называете с каких прав а с прав первооткрывателя мы первые тут обосновались значит наша эта земля будет чудно ты говоришь ну да ладно был я ранее воеводой в венесейском острожке хлопотала постройка острожков в красном яру и на качи реке а сейчас послан из москвы для сыску серебряных руд на тунгусской реке памятью во мне спущенной в поместный старелеский ямской приказы так что по цареву приказу я тут понятно короче я предлагаю так или вы уходите сейчас все или ты идешь со мной до нашего воеводы а если я сейчас задам вам трепку я голову твою на копье посажу прищурил глаз хрипунов и казаки в подтверждении зашумели бренча железом раздались выкрики определяющие каким именно способом следует умучить этого наглеца а особливо предателя к уземку ладно смотри новиков с трудом сохраняя хладнокровие замахал снайперу на правом фланге тот вышел из-за куста а за ним показался его напарник новиков отойдя чуть назад указал снайперу на небольшой валун перед своими ногами мгновение спустя по валуну со свистом черпнула пуля таким же образом с валуном обошелся снайпер с левого фланга хрипунов явно был впечатлен а ежели я на твою голову покажу вместо валуна этого то неуспешно садить мою на копье цота ну и на сладкое смотри внимательно только господа казаки прошу не стрелять в меня от неожиданности а я в землю шмальну новиков неспеша переставил на калаше режим одиночных выстрелов сделал шаг назад и произвел четыре выстрела периодично выбивая фонтанчики песка казаки конечно не стали разбегаться в припадке ужаса перед оружием двадцать первого века да и его плей гнева не последовало но лица их стали каменными и они заметно подобрались как стянутая пружина новиков испугался что они все-таки бросятся на него а потом и на остальных но слишком уж решительны не были их лица у них не было совершенно никакого страха перед автоматическим оружием ну что же хрипунов явно оценил всю незавидность их положения а именно толпа казаков на открытом и полностью простреливаемом месте я пойду говорить с вашим воеводой отпускай тогда всех своих казаков на струге и пускай ждут тебя на том островке мы тебя к ним потом отвезем ты согласен на такие условия да я согласен оружие вам оставлять да оставляй себе я же не в плен тебя взял а в гости новиков повернулся и не спеша пошел к своим закусив нижнюю губу и ожидая удара в спину нет он так и не поверил этим людям до конца хрипнов сверлил тяжелым взглядом удаляющегося от него этого спокойного и уверенного воина потом не глядя на своих товарищей поднял одну из гильз внимательно смотрев положил ее в карман и тяжко вздохнув стал догонять уходящего к лесу полусотника дождавшись пока два струга казаков отвалят от берега направившись к назначенной им стоянке на ангарском острове Вячеслав после небольшого роздыха и поправки нервов объявил о продолжении похода на пять загрузили струг и отправились вверх против течения ангары при входе в Байкал грибцам пришлось напрягать все свои силы преодолевая сильное течение и только выйдя в озеро можно было расслабиться и поблагурить наконец показалась заветная бухточка а пока шли к причалу встретили несколько рыбацких лодок и с каждой людям на струге приветливо махали на берегу были выставлены жерди где ровными рядами вялился улов недалеко от причала возилось несколько человек в основном тунгусы была парочка ученых осваивающих плетение сетей они и послали в поселок паренька от унгуса известить Смирнова о прибытии гостей поселок встретил гостей выкопанным рвом у пологой северо-западной части стены копать ров с других сторон нужды не было на востоке возвышался холм с южной стороны частокол а казарма вообще выходила на обрыв из которого подняться было невозможно западная стена ворота и надворатные башенки уже были обложены светлым кирпичом а чуть подаль к северу от ворот виднели строительные леса прилепившиеся к частоколу похоже Смирнов сделал правильные выводы из нападения и теперь нехило укрепляется Вячеслав с видимым одобрением наблюдал за сушащимися рядами кирпичей ждущих обжига и штабелями очищенной древесины молодец полковник ухмылялся в усы инженер Хрипанов хмуро обозревал стены поселка которое уже было не взять просто так лихим наскоком а только с помощью артиллерии и долгой осады Глава 10 Поселок Новоземельский Лето 7137 года 1629 За столом сидели Смирнов Соколов и Хрипунов Поначалу Троица сохраняла молчание Каждый из них не решался начать сложный разговор Нагрест Смирнов нарушил тишину Яков Игнатьич Мы разграничили землю с енисейским острогом Я уже говорил что мне нет дела до енисейцев Насколько я знаю здешние места выше Уды место сбора ясака енисейскими людьми Так? Так Буркму Хрипунов Вячеслав сказал мне что выбрали ясак на нашей земле Я послан на Ангару искать серебро из самой Москвы Ну а какое нам дело до Москвы перефразировал казака Смирнов Тот аж задохнулся от возмущения Государь наш самодержит сиротейский великий Подожди а в чем великость У кого сейчас Киев Ляхи Смоленск Сызнова Ляхи А по что Корела Свеи взяли По что ты об этом Яков Ты же сам говоришь Великий мол Вот когда всех оккупантов из Руси выгонит тогда и будет великим Поганой вещи ты городиш язык твой поганый да вас всех на дыбу не может царь за всем уследить когда ворогов полно со всех сторон Ладно Яков не будем о грустном Короче дела такие От Уды реки вся местность наша Вы тут ясак не собирайте Мы не лезем за Удинский острог Мы поставим форт острог то есть напротив Удинского острога вашего Енисейского воеводства Говорить теперь там будем В следующий раз мы не будем разговаривать если вы пойдете собирать ясак на нашей ангаре А что сегодня собрали нам отдаете Все такие условия Ну что ж Бог вам судья На Москву я отпишу про ваши безотчестные басни А далее сил моих нет находиться тут Свернов развел руками и взглянул на Вячеслава Тогда не будем вас задерживать Завтра с утра вас отвезут к вашим товарищам Вячеслав выглянул за дверь и позвал морпеха караулившего на входе Отведи казака в башню он отдыхать будет Инженер вернулся за стол С минуту друзья сидели молча Смирнов ладонями потер лицо и подняв красноватые глаза на Вячеслава произнес скрип отцой Ну что делать будем дальше Андреич Тот помедлив не совсем уверенно ответил полковнику Ты не думаешь Андрей что мы несколько перегнули палку вообще не с представителями Москвы А нужна ли нам прямая конфронтация Мы не сможем сдержать тот вал что будет накатывать на нас а с каждым годом он будет все сильнее Думаешь мы не сможем отбиться Да Андрей именно это я и думаю А если казаки подтянут артиллерию А если прибудут войска А что делать когда у нас кончатся боеприпасы Ну допустим с войсками тут у них не получится Ну ты сам слышал В Московском царстве сейчас полнейшая задница и Сибирь осваивают полуофициально силами казачьих в атак А пушки нам самим надо клепать трубы бурильных установок используем Вот только заряды где брать да затвор какой ставить Я об этом думаю Намекаешь на московского литейщика А будет ли он с тобой сотрудничать А думаешь не будет Ну допустим будет И что Ты будешь воевать с Россией Смирнов опустил голову Не знаю Андреич Не знаю Надо выстроить отношения стать чем-то что больше нуля а потом и разговаривать пока нас не смогут выбить отсюда это факт у нас есть время Посмотрим И кстати это тебе с литейщиком разговаривать а не мне заберешь его с собой у тебя база для производства будет Вячеслав Подомов кивнул В конце концов это логично к тому же рядом железо Ладно Андрей давай на более приятные темы Я знаю у тебя кроме Мышкина еще несколько девушек в интересном положении Ты детский сад собираешься открывать скоро Отличная идея Вячеслав Нет я серьезно А что построим детский сад и школу в одном доме в разных половинах Будет чем женщин занять Да и ребята Радека не все себя нашли Некоторые руками работать совершенно не могут Но башка у них варит Вот пусть со школой возятся А сейчас за учебники принимаются Нам же знания надо сохранить и передавать дальше детям внукам Эка тебя занесло улыбнулся инженер Налив себе ягодные вытяжки он подошел к закрытому полиэтиленом оконному проему и отодвинув край с удивлением отметил Гроза будет Андрей любишь грозу в начале мая Словно подтверждая слова инженера вечернем небе ярко свергнула молния и ударил мощными раскатами гром Тяжелые капли воды забарбанили по земле Люди в поселке забегали стараясь укрыться в домах от надвигающегося ливня вскоре небо окончательно потемнело и начался сильный дождь перемежающийся с частыми ударами грома вслед ярким бликом молнии под грозу начальники принялись еще обсуждать белореченские новости и заботы наутро наутро пахло сыростью воздух был чист и свеж собственно таким каким он обычный бывал смирно перед тем как проводить друзей к причалу хотел показать инженеру пристроен еще вчера к хлеву загон для поросят вокруг него уже толпились люди со смехом показывая на резвящихся в теплой луже четверых поросят одного будущего хряка и трех его подруг полковник пообещал Вячеславу в будущем поделиться с ним приплодом и товарищи зайдя за гостем пошли к Байкалу Хрипунов всю дорогу до острова молчал спустившись в лодку которая доставила его к стоянке казаков он лишь бросил цепкий взгляд на Вячеслава шкурки что пограбили у наших данников все грузите в лодку это Новиков начал вживаться в роли сострога берег держали на прицеле хотя желания залить его свинцом ни у кого не было слава богу что казаки не стали артачиться и честно отдали все ворованы у ангарских тунгусов шкурки пушистых зверьков этого эталона ценности на огромных пространствах Сибири так меховой запас поселенцев стал наполняться казакам было ставлен наказ уйти из той части реки что контролируется поселками и впредь не появляться на ангаре вышеудинского зимовья енисейцев вывести реки белой встретил отряд Соляева с несколькими тунгусами которые окапывались на берегах реки помимо стоящей башенки и наблюдателей на холме у излучины Сосонов поручил Соляеву для обеспечения безопасности белой выстроить редуты на высоких берегах реки Дечислав мысленно порадовался за своевременность этого строительства проходящие мимо казаки увидят состругов эту работу оценят и сделают выводы не пора бы уже и известняк вытесывать для крепости редутов да на плотах сюда доставлять инженер обратил внимание на Итечика Иван сидел хмурый но бросал искоса уже отнюдь не волчьи взгляды Кузьма постепенно забалтывал его разводя на разговор это хорошо а там глядишь скоро и совсем претерпится к новому окружению главное чтобы не сбежал охранять его надо цепко после обеда за кружкой травяного кипятка Сазонов поведал Вячеславу о рейде Соляева тот с четырьмя морпехами на веслах настиг струги казаков в момент когда они встали у берега чтобы забрать ясак у тунгусского кочевья чьи охотники неосторожно вошли в контакт с казаками будучи застегнутыми ими на реке подарив шаману и вождю кочевья нехитрые подарки они привели тунгусов в формальное подданство московского царя когда казаки стали лагерем на острове Соляев решил возвращаться в поселок значит мы с ним там и разминулись походя сказал Вячеслав морпехи отошли берегом припрятаны в зарослях у реки лодки и поплыли домой по прибытию доложившись майору да нехорошо это придется тех тунгусов другое подданство вводить Карпинский проснулся после ночной смены поселковой охране от непонятного шума доносящегося из соседнего казацкого блока казармы хотя блок это громко сказано грубо осколоченные ряды топчанов разделяли лишь обитые брусом несущие балки помещения слышалось как это возня сопение а потом и ругательство явно различался сильный бас конаная Елисея и какого-то молодого казака которого Петр по голосу не мог определить Елисей Касокин сын не что ты голос казака резко замолк Карпинский оторопел ешкин да что они там Петр резко скинув оленью шкуру что служил одеялом бросился к казакам то что он увидел повергло его в состоянии ступора на несколько мгновений на сброшенном стопчана трепье лежал самый молодой из казаков и только увидев его Карпинский вспомнил что казаки звали его Черкас неестественно загнутая рука бессмысленный взгляд вздрагивающий тело из-за цепенения Карпинского вывел тихий хрип смертельно раненого Петр метнулся к окну с напрочь оторванным полиэтиленом неловко спрыгнув с него подвернув ногу затекла во сне черт он истошно зарал на весь поселок Елисея суку ловите он парня убил медика медика в казарму быстро и похромал к сбегающимся на его крики людям Дарья ковырялась в организуемом поселковом огороде где агротехники высаживали в грунт и в теплице овощную рассаду привезенную казаками от огородников Енисейска тут было репа морковь да капуста все это ох как пригодится людям агротехники Олег и Тамара уже находившиеся в интересном положении негромко командовали бойцами исход взвода которые сооружали теплицы из древянных рек и полиэтилена Тамара организовала посевную в соответствии с приметами коих она знала великое множество овес уже засеяли так как овес сеют когда березовый лист распускается пшеницу сеют когда зацветет черемуха однако не раньше чем на дубе появится лист гречих усеют когда захорошеет трава картофель сажают когда береза позеленела да черемуха белая зацвела вот и получилось что картофель будет высаживаться во второй декаде мая пшеница в конце месяца горох на неделя а овес уже засели до гречихи еще было далеко мелкий лук севок и чеснок высаживали еще в октябре под зиму так как хранить его было бы сложно парни золоте перенесите там грядки делайте выше бороздки глубже внезапно к огородникам забежал встревоженный рабочий и высмотрев Дарью выпалил ей Дарьюшка давай быстрее родная парня ножом в бок пырнули в казарме лежит Дарья сплесув руками стала быстро мыть в ведре запачканные от ковырения в земле руки Наташа на перевязку все готов инструменты живо бежав в казарму Дарья застала столпившихся вокруг умирающего казака людей они ругались и вздыхали жалея парня эх Мишаня что же ты так не жалец паря а ну разошлись отсюда нож не трогай Дарья пыталась нащупать пульс ну хоть слабенький ну давай борись не теряла она слабую надежду опытом своим понимая что парня не спасти да все приставился он помер Мишаня мужики поснимали шапки и начали креститься уйдите все отсюда истерически выкрикнула Дарья пошли вон так и не нащупав пульс она пыталась сделать ему массаж сердца пытаясь восстановить кровоток и заставить сердце заработать да без пользы эту девонька грустно произнес святой казак последним выходя из казармы Дарья не ответила лишь быстро терев под целба да поправив непослушную челку продолжая работать где эта тварь ересея схватили только у реки на причале он лисицей прошмыгнув мимо морпеха у ворот выскочил на берег и пытался стащить на воду лодку тут его стражники повязали за несанкционированные манипуляции с плав средством пока ересея выспрашивали о цели водной прогулки налетела толпа казаков и его начали убивать не бить а именно убивать обалдевшие от подобного зрелища морпехи лишь чудом отбили ересея выстрелили в поразу в воздух из пистолетов казаки требовали немедленно убить ересея и были настроены весьма решительно на шум выстрелов прибежал Сазонов и группа морпехов которые еле оттерли толпу казаков подальше от лежащего навзниче злодея а ну тихо никакого самосуда я не допущу спокойно сказал майор а что защищаешь убивца майор отдай его нам всего делов да подождите вы сначала узнать надо зачем он это сделал махнул рукой Сазонов подошел Вячеслав и еще несколько человек все хмуро уставились на избитого человека поставьте его на ноги водой пресканите сначала приказал Вячеслав Вячеслав после спросил полагаться ответил Сазонов А Кузьма Характер А вот распорота подкладка кафтана явила на белый свет небольшой кожаный сверток со скрученными листами и плотной бумаги внутри прочитать что-либо было абсолютно невозможно писавший Елисей использовал тайнопись сущую китайскую грамоту Сазонов предложил испытать Никиту он будучи представителем этой группы должен знать как прочесть подобную весть Никита берясь между своим уязвленным самолюбием и возможностью пригодиться этим странным людям сначала дал выход скопившимся эмоциям и лишь потом успокоившись и справившись во состоянии отца сказал что готов помочь однако прочесть он смог для коня все расшифровке поддались лишь пара листов остальное и для Никиты стало неодолимым препятствием ну говори о чем он пишет то что я смог прочесть пишет о дороге до ангары о строжках количестве служилых людишек о геростве своем пишет интересно а дальше что поинтересовался Вячеслав а далее не мощно мне прочесть однако мыслю что о вас пишет пожал причами Никита логично а что Никита отец твой прочел бы озабоченно произнес инженер то не ведаю Никита плюхнулся на лавку и уронил голову на грудь прошу вас не заключать меня в башню сызного да и людишек моих выручить оттуда нужно мы не вороги вам глухо проговорил парень на ересей а сей пес изменой действовал я отпишу на Русь объем ладно выпущу но прежнее доверие заслужить надо будет решил Вячеслав хлопнув ладонью по столу Никита уверенно кивнул ладно Никита ты иди нам с майором поговорить надо и проводив глазами Никита обратился к Сатонову слушай Алексей я со Смирновым это обсудил уже короче ты поставишь острожек в нашей границе на нашем берегу Уды у впадения ее в ангару и останешься там главным таможня и погран застава так сказать народу вас там будет немного может с дюжину вахтовым методом парни там будут по три месяца ваша задача не пропустить чужого к нам незамеченным это очень важно возражение есть возражение нет Вячеслав дело ясно а кого мне дашь Соляева Новикова Соляев с казаками будет заниматься сбором шкурок у туземцев Новиков мне тут нужен я же все таки не военный мало ли что Володя Кабаржицкий да на первых порах пусть он а там посмотрим как с продовольствием будем решать с собой возьмете столько сколько возможно приданные тебе тунгусы будут охотиться у Владимира с рыбалкой неплохо по возможности будем вас снабжать в здешних лесах трудно с голоду умереть хотя мясо и рыба мне порядком поднадоели картошки хочется черт возьми но пока нельзя все навыся а когда она появилась на Руси при Петре вроде улыбнулся Сазонов ну да мне рассказали что Петр отправил мешок картошки из Голландии в Россию только в конце этого семнадцатого века да что Петр да еще при Екатерине Великой у картошки не было шансов а в девятнадцатом веке еще были картофельные бунты Кабаржицкий рассказал засмеялся Сазонов а он самый вот смешно получится если картошка в Россию придет не из Европы а из Сибири занят на колизе а да уж это точно может и Бекетову потом подкинем картошечки предложил майор ну это как дела наши с ним пойдут точнее не совсем с ним мужик то он неплохой а с московским царством ох надеюсь что все ладно будет после некоторой паузы сказал Вячеслав оглаживая бороду хорошо бы ладно пойду готовиться к отбытию ты когда планируешь меня послать Андреич на неделе Леша не торопись мы еще десять раз все обдумать успеем Мишку Черкасса убитого Елисеем похоронили на высоком берегу Белый со всеми почестями сколотили гроб сделали оградку и поставили православный крест над могилой казаки за такое отношение к убитому казаку очень зауважали начальство поселка присутствовавшие на похоронах а Елисей так и остался висеть на суку в Перелеске недалеко от поселка собаки собачья смерть Иван Арепу летейщика с Цапан Новиковым у Хрепуновцев и вывезенного Белореченский поселок вызвали к воеводе Ангарского края так Вячеслава представил Ивану Кузьма ставший теперь казачьим атаманом по случаю атаманства Кузьме выдали невиданную доселе штаны со множеством карманов отличный кожаный ремень высокие ботинки с мощной подошвой а самое главное небольшой для его лапищи пистолет с двумя обоймами и нож с широким лезвием нацепив все это великолепие дороссовав свою мелочевку по карманам Кузьма Фролыч стал напоминать современного для 21 века Робинзона спецназовца посмотреть на этого загорелого на майском солнце мужчину с мощным волшатым торсом и серьгой в ухе сбежались почти все жители поселка они смотрели на него с таким нескрываемым удивлением и уважением что Кузьма в конец стушевался и нацепил рубаху чем вызвал несколько разочарованных женских вздохов для своих Кузьма теперь стал исключительно Кузьмой Фролычем и для всех девятнадцати человек непререкаемым авторитетом Иван зашел в сетелку к воеводе снял шапку сложил в уперстие и чертыхнувшись на отсутствие красного угла подошел к столу приглашаемый жестом воеводы здравствуй Иван начал разговор Вячеслав здорова воевода по что звал спросил репа уже догадываясь о теме разговора не дурак мол Вячеслав внимательно смотрел на Ивана щуря глаз и поглаживая усы воевода ты хочешь рудное дело для себя учинить решил взять быка за рога Иван да Иван но ты не спеши сначала расскажи о себе о семье своей Иван напишил а зачем ему это надо знать допрос желает учинить но зачем ну да бог с ним решил Иван и пожав плечами начал рассказ отец мой Михаил Васильевич родом из Дмитрова кузнецом был а на войне с ляхами сгинул без следа матушка Вольга Микулишна с Псковской Украины жива слава богу с братами моими живет в Дмитрове в посаде браты по отцовому завету кузнецова детишки тоже к железу тянутся с измольства ну а ты как в Москве оказался я меня кинфий старшой брат после того как отец сгинул на войне послал дядьки Игнату в Тулу под мастерьем ну а там как выучился ремеслу так и в Москву и подался а после и в Ликейне приказ плавильщиком так сбежал от дядьки то получается ну да сбежал точно засмущался Иван обратно поди хочешь да не особливо а ты а ты в рудах разбираешься спросил воевода заинтересованным голосом ну да уже с железом работал бы отлить железо сможешь смогу а что ж не мочь а пушку так это пушечный литейный двор нужен только там можно пушку отлить а ты можешь такой двор сделать подался перед Вячеслав один замахал руками Иван в уме льты воевода а сколько всего нужно составить форму расположить печь отлить сверлить да высверлить затравку поправлять смотреть и пробовать да поселулю мне сие нет конечно но мы поможем ну ежели притч меня будут людишки знающие сие дело крепко то можливо и сработать дело пушечное да только откель ты ведаешь что возьмусь за дело сие усмехнулся Иван воеводик а что разговор бы вел со мной кабы не стал Иван почесав вихры подмигнул Вячеславу не пожалуй не стал бы тут и оно я что еще подумал воевода говори у вас струк один совсем плох бортоводу пускают а чинить сие нечем надо бы смолокурню ставить а струк тот на берег вытащить да верно говоришь дело нужное я мужиков тебе в помощь дам сделайте но ты в первую очередь о железе думай хорошо ну пойду я воевода что пойду вместе пошли на ангаре стояли последние майские деньки изредка вечерами бывал и дождик лето сулило быть солнечным и погожим дела у огородников шли очень даже неплохо рассада прижилась практически вся погибло лишь несколько ростков те что не выдержали пути по словам почвоведов урожай обещал быть и хотя он был предназначен под последующие посадки люди были готовы терпеть и ждать у речного причала на белой с утра было столпотворение на сруге новгородцев поднималась осадчина команда дюжина казаков собравшая все доспехи и свои новгородцев их же пищали и порох внушительным дополнением к ним была шестерка морпехов экипированная бронежилетами и касками Соляев захватил даже несколько гранат на крайний случай помимо сбора ясака и приведения туземцев подданства у Соляева была еще одна задача провести насколько это возможно перепись кочевий и поселение туземцев на ангаре и наиболее крупных ее притоках Соляев вместе со старшим экспедицией Кузьмой Фролычем заранее отметил на карте в какие притоки они будут заходить с собой они брали четверку молодых тунгусов для полноценного общения с туземцами и возможной охоты в пути следования экспедиции огромное ярко солнце играло веселыми бликами на золоте высоких куполов белоснежного красавца собора теплый сладкий до одурения ветерок приветливо гладил вихры обволакивая тело нежными невидимыми объятиями хотелось закричать от удовольствия и так на весь мир поделиться с ним своей радостью хорошо жить с изумрудного холма на котором стоял собор открывался поистине волшебный вид на окрестности казалось что крест собора упирается в небесный свод а снизу все кажется таким маленьким и суетным вот и вьется синяя лента и река огивая ярко зеленая луга на которых пасутся буренки а вон между лесом и лугом раскинулось родное село а у самой околицы стояла тонкая фигурка девушки в красном платочке не как пелагеюшка вышла захотелось полететь к ней как на крыльях обнять прижать к себе и не отпускать никогда любый мой почудил своему девичий голосок не раздумывая он побежал вниз по склону ноги сами несли его земля под ногами не чувствовалась посмотрев под ноги он понял что парит над землей он летит к ней летит афанасий да пелагеюшка счастье мигом афанасий да милая моя лечу афанасий черт буров ты никак не очнется что ли куда лететь собрался хмелев рывком сел на лавке протирая соловеши от сна глаза а пелагея дурень ты то василька сотоварищ твой окстись а сподобил отец небесный на сон душевный а ты вражина попортил все вот я тебе задам во что разбудил морда на том берегу твои давишь незнакомцы лес рубят строить нечто учинять сбираются десятка два поди бурят их пека удивленно подсокал языком казацкий десятник казаки вышли к устью реки иуды из зарослей высокого кустарника а прибережная сока казалось надежно скрывать их от взглядов с того берега там где деловито и спора валили лес недавние знакомые хмелева сазонов держал в руках план усть удинского форта который вычертил сам Вячеслав форт представлял собой правильный квадрат с четырьмя выдающимися из стен угловыми башнями разметив площадку под укрепление люди принялись расчищать ее от свежих пней кустарника и прочей растительности затем предстояло копать ровики под частокол выкопать погреб под будущей казармой и башенные подвалы но это потом а сегодня надо было разметить и расчистить место под строительство форт должен будет стать на самом кончике полуострова образованного слиянием Уды и Ангары на высоком Удинском берегу неожиданной проблемой стало несоответствие карт местности и реалии этой самой местности дело в том что карты 21 века давали картину ангарского края после строительства нескольких гидроэлектростанций которые заставили Ангару в свое время разлиться гораздо шире чем она была до этого образовав водохранилище и при этом затопив некогда населенные пункты плодородные земли при Ангаре и речные пороги в реальности была совсем другая картина тут и островки на Ангаре тянущиеся порой на сотни метров пороги и луга ждущие плуга расположено на Удинском острове зимовье енисейцев смеса будущего форта не было видно будучи расположены в паре сотен метров от предполагаемого строительства в принципе место совсем неплохое сказал Кабаржицкий оглядывая Ангару и расстелавшийся насколько хватало взгляда зеленое море леса верно ответил Сазонов морщися яркого солнечного света товарищ майор на том берегу в траве казаки стоят за нами наблюдают ховаются доложил прибежавший морпех из охранения ну и помоши им ручкой слава улыбнулся Сазонов как это недоуменно протянул морпех приветливо рассмеялся Кабаржицкий знал что он непременно поправится смертная маска спала с его лица и в жиров пробивался легкий румянец Вячеслав решил поговорить с ним нужно было расставить все точки над «и» наконец объясниться с новгородской партией и обговорить вопросы возможного сотрудничества сотрудничества которое могло стать взаимовыгодным и неким образом повлиять на историю и граждан Российской Федерации и Московского Царства Вячеслав понимал возможные последствия такого взаимодействия здравствуйте Иван Михайлович как ваше самочувствие здоровье мое милость ее Бога в троице славимого да руками ваших врачевателей все лучше остановится а ведь и не чаял я свету небесного увидеть цызного уже и сыном простился а оказалось что не помру я зашили Бог мне всю скверну от те до вычистив что собираетесь дальше делать ведь вы наверное уже знаете что мы никакие не новгородцы у нас есть только один парень с новгородчины из Боровичей Иван ухвыльнулся махнул рукой да хватит уже об этом знаю я Никитка сказывал тогда будет проще я просто объясню ситуацию нам нужны люди много людей крестьяне крепкие ремесленники мы можем им предложить плодородные земли пустующие без хозяина леса и реки богатые зверем и рыбой никаких налогов или податей первые годы приходи доживи Вячеслав сделал паузу но Иван не торопился с ответом а если у вас есть оборотистые и хватки купцы то мы проведем караваны в Китай торговлю можно будет вести напрямую прибыль возможно больше чем при перекупке что думаешь Иван Михайлович да есть у нас и людейшки на земле крепкие и купцы хваткие до прибыли жадные но это может и прибудут до вас люди а может и нет то дому богу вести надо объяснить так чтобы поехали я не смогу поехать дабы объяснить людишкам Никиту надо слать а что делать с легендой а то есть с тем что ну там на Руси нас знают как новгородцев да я думаю что нет нужды да прежде правду давать токмапосля учиним правдивые речи вести как людишек переманим буду с Никитой говорить как ему на Руси разговоры вести да кому ехать и для торговляшки а при четверских есть и в Москве людишки и в Новогороде древнем и в Устюге великом рад что мы поняли друг друга Никита сейчас с Иваном Репой я пришлю его к вам а когда думаете отправить его на Русь да до конца лета надо достичь Добольского городка стало быть через седмицу другую надо выходить на реку надо будет сшить лодочку чтобы в четвером мощно управляться с нею было сшить а как это сшить а вы поди не знаете как мы сие учиняем сами увидите за два дня была сделана лодка широкая и стойчивая в качестве материала связывающего доски были использованы еловые корни немного проварены в смоле в лодке была сделана небольшая каютка чтобы и двое гребцов могли отдыхать а двое работать смола а курня устроена и устроена Иваном Репой и Жданом на обрыве берега белой дала первый продукт эта конструкция была проста и удобна наколотые смольные чурки складывались в яму лучами вниз и внутрь сверху обкладывались щепой поджигались сверху укладывали дерн внутри происходило медленное тление постепенно сползающее вниз а по устроенному желобу постепенно стекала полученная смола как пояснил Иван этот метод самый простой и позже смолокурни устроят по-иному но так как смола нужна сейчас же то они устроили наиболее легкий способ ее получения после устроения смолокурни Вячеслав отвел Ивана и Ждана туда где он в прошлом году нашел место подходящее для поиска железных руд оказалось что да место было неплохое и с добычей можно справиться но все упиралось в недостаток людей свободных рабочих рук тунгусы для этой работы совершенно не годились а рабочие мужики и так большую часть были заняты на различных работах или на охране поселка поэтому сначала составили план кузницы набросали на бумаге все необходимое для того чтобы устроить литейную Вячеслав собрал тех рабочих что знакомы были с железным делом таковых оказалось немного решили пока освободить их от иных работ и сначала устроив кузницу попробовать повозиться с рудой есть тут железная руда с глиною мелким песком да и с жестковым камнем мешаная гибкое жилованное железо будем промывать руду водою заключил Иван Репа так сформировав и установив принципы работы команды по железу Вячеслав теперь хотел разобраться с посылаемым на Русь Никитой стоило сесть и обговорить с ним и его отцом все то что касалось нужды поселков задачу упростили до двух пунктов люди и торговля людей и переселенцев согласились набирать из одного центра дабы не заметили онова непосвященные люди заниматься этим будут по новгородским весям люди Петра Авинова и самого Великого Новгорода а в Москву отправится Никита в гости к Савелью Кузьмину ему предстоит сложная задача заставить купца раскошериться на организацию караванов до китайских пределов да набрать людей торговых и радных через три дня ранее оговоренных сроков Никита с товарищами уже отчаливал с берега реки Белой набрав провианта и простившись с отцом и новыми друзьями Никита сел за весла с ним уходили Сахно и устюжание Савель и дружина Сахно береги Никитку крепко на тебя надежа моя наипервейшая во всем говорил ему Иван а ты Никита слуха его и не перечь помни кричал уже старший Микулич сыну тот встав поклонился родителю в ответ через несколько минут лодка скрылась сглаз Ангара июнь 7137 года 1629 Жалобно блеяли овцы слышался детский плач и визгливые женские голоса неткий дым лесу в нос щипал глаза и Соляев машинально отшатнулся от зева дверного проема в чуме да как они тут вообще находиться могут издевательство над организмом какое-то в большом чуме полностью окуренным дымом сидели поджав ноги вождь и шаман очередного кочевья тунгусов они ошибаются если думать что мы туда полезем выразил общее мнение Соляев Твоя правда Ренат нечего там делать согласился Кузьма сунувшийся было в чум и опрометью выскочивший оттуда за полторы недели пути ясачной командой было описано двенадцать кочевий туземцев три тунгусских и девять бурятских в каждом из них было примерно одинаковое количество людей от двухсот до трехсот тортов собранный ясак был упакован и рассортирован и со всей тщательностью уложен на корме струга поверх этой груды меха был накинут брезент шкурки соболя граностая белки лисицы перекочевывали из рук охотников в загребущие руки казаков каждому вождю заявлялось о том что они отныне находятся под властью воеводы ангарского края следуя установкам полученным у Смирнова Саляв и Кузьма Фролыч объявляли озадаченным вождям о полном запрете между усобных войн и конфликтов об отмене кыштымства о том что все вопросы будут решать представители власти ангарского края отныне все шкурки должны сдаваться в крепости Байкальска что расположен у шаман камня и что шаманить у священного места дозволялось только тем кто сдали ясак хмурым вождям объявлялось что нарушитель этих условий ждала печальная участь вождей хатысмы и немеса на что вожди уже угодливо хивали бесславный конец некогда сильных вождей был хорошо известен всем кочевьям на ангаре в качестве ложки меда объявлялось о том что отныне все переписанные кочевья находились под защитой и при случае нападения обидчики будут караться быстро и решительно также в скором будущем в обмен на мех будут выдаваться железные изделия ножи и прочая утварь так необходимая туземцам вам должно принять это как закон божий а ежели будете рдачиться допиняйте на себя или откачевывайте от седа далече Кузьман оставительно говорил поселковому Тунгусу что переводил его речь вождю и шаману те окончательно скисли однако как и все остальные двенадцать кочевий открытой враждебности не проявили конечно они будут еще обсуждать такие резкие перемены в своей размеренной жизни но главное людьми Соляева уже было сделано новая власть показала себя а наиболее благожелательно настроенные пришельцам из малочисленных кочевий даже отпустили с ними своих сыновей набираться опыта и учить язык новых хозяев ангары таким образом к отряду присоединилось двое молодых тунгусов к концу второй недели этого путешествия нагруженный добычей струк пошел в бухточку форта Байкальска ключи от ворот Байкала по выражению Смирнова к сожалению на завершающем этапе ясачина команда не обошлась без эксцессов два кочевья дали сборщикам отчаянный отпор по всей видимости они были предупреждены заранее от действий казаков и морпехов зависел общий успех предприятия поэтому они действовали жестко и быстро остатки этих двух кочевий покорились без слов но и у казаков было трое раненых стрелами да один морпех получил ранение копьем в предплечье кто-то идет по реке заглянул в горницу бородач рабочий на холме хворост запалили ага иду Васильев с сожалением отложил нож и только недавно начатую заготовку ладьи еще недельку и можно начинать шашки бросив на стол рассеянный взгляд Васильев снял висящий на спинке стул АКС и захватив пару морпехов направился к пристани речной кораблик уже показался подгребая к пристани да свои вроде предположил один из морпехов споравнявшегося с причалом струга спрыгнул огромный бородатый морпех с серьгой в ухе населив оторопев судорожно щелкнул запором морпех оказался ряженым а к нему шел чужак погибли все а эти уже вредились в их форму сволочи вихрем пронеслось в голове мичмена но за бородачом на причал спрыгнул Соляев и Николай облегченно вздохнул здорово колян рассмеялся булгарин да ты не знаешь еще ничего это наш казачий атаман ангарского войска войско правда еще небольшое но у нас все впереди Соляев подмигнул подошедшему товарищу Василий протянул руку здоровяку представляясь Николай начальник местного строга усальцев Кузьма Фролыч пропасил казак ну вот и ладушки хлопнул обоих по плечу Ренат пойдемте что-нибудь съедим по этому поводу